Ранние рассказы Владимира Жаботинского. Рассказ первый. Ариэль и Тамара. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Рассказ первый. Ариэль и Тамара. За столицей мудрого царя Соломона шелестел по склонам холмов густой лес. С его опушки запутанные тропинки вели на поляну, где происходили свидания Ариэля и Тамары. Ему было около четырнадцати лет, и ей тоже. Но Ариэль был сыном знатного иерусалимца, одного из любимейших советников премудрого царя, и его волосы были черны, как ночь, а глаза, как уголь. А Тамара жила за городом, потому что ее отцу, иноплеменнику, не дозволялось обитать среди иудеев, и ее мягкие длинные локоны были нежного, темно-каштанового цвета, а синие глаза глубоко поразили Ариэля, когда он в первый раз встретил ее, бродя по лесу. С этих пор они много раз сходились по ночам на поляне среди леса, нежно целовали друг другу глаза и волосы, перекидывались робкими полусловами, и потом со вздохом расставались, убегая, чтобы незаметно проскользнуть к себе. Впрочем, Ариэль принимал больше предосторожностей, чем Тамара, его суровый отец ни за что не должен был узнать, где проходили ночи сына. И в эту ночь, стоя у дерева, среди светлой поляны, Тамара снова ждет. С темного неба ярко светит белый месяц, как серебро на черном фоне бархата, резко выделяется осыпанная лунным блеском стройная фигурка Тамары в легкой длинной одежде. Минуты убегают, и чудится, что ветер шелестит. Не жди его, Тамара, он не придет. В этот вечер Игуд, отец Ариэля, долго расспрашивал одного из рабов. — Откуда ты знаешь, что это было не в первый раз? — говорил Игуд. — Это было ясно из их речей, господин. Тогда старый Игуд угрюмо велел рабу уйти, А сам отправился в комнату своей прекрасной жены. — Я давно предупреждал тебя, Ноэми, Что мы много горя испытаем из-за Ариэля. Ноэми стояла перед ним, Испуганная и встревоженная. — Тысячекратно прав наш мудрый царь, Сказавший, что не следует обращать внимание на слова жены. — Из-за тебя, Ноэми, Я так мало наказывал Ариэля. Не было примера, чтобы израильское дитя Пользовалось такой свободой, как он. И давно я говорил тебе, Что мне не нравятся его мысли и слова, Но теперь он превысил меру моего терпения, И я покараю его со всей строгостью, заповеданной нам отцовскими обычаями. — Не возражай мне. И, покидая плакавшую Ноэми, он приказал, — Пусть пошлют Ариэля в мои комнаты. Через минуту Ариэль вошел к нему с опущенной головой. Он догадывался, что отец хочет за что-то наказать его побоями. Прежде это часто случалось. Но с тех пор, как в богатый дом Игуда вступила вторая жена старика, молодая и добрая красавица Ноэми, Игуд стал мягче обращаться с Ариэлем. Игуд сидел на эластичной подушке у стола И холодно, сурово смотрел на сына. Ариэль не догадывался, О каком проступке его будет речь. — А вином сказал мне, — начал Игуд, — Что вчера ночью ты был там, в лесу. При этих словах Ариэль сразу побледнел. — Ты был в лесу, И с тобой была женщина. А вином узнал в ней дочь купца из Идумеи, девицу Тамару, жилище которой лежит за пределами Иерусалима. И я хочу знать, правду ли говорит о вином. Ариэль тихо прошептал. — Правду? — Отступник! — закричал громовым голосом Игуд, поднимаясь и занося руку. — Позор моему имени, проклятие моей старости. Сын царедворца Игуда ходит на свидание с язычницей, с малолетней блудницей из Идумейской земли. Погоди же! Ты искупишь эти свидания неслыханной болью. Я накажу тебя строже, чем когда-либо наказывал отец свое дитя. Игуд кинулся на сына. Ариэль закрыл глаза. Отец швырнул его на пол и позвал раба. А вином принес тяжелую плеть, и на неподвижного Ариэля посыпались свистящие резкие удары. Ариэль зарыдал от невыносимой жгучей боли, но не смел даже заслонить себя рукой. Его крики доносились до комнат госпожи Ноэми, которая в отчаянии бросилась на кровать, напрасно закрывая себе уши. Крики Ариэля звучали все громче, пронзительнее, хриплее. В них уже трудно было различить что-нибудь человеческое. Это зверь безумно визжал от смертельной, жестокой, беспощадной боли. Потом Авиноам унес бесчувственное тело Ариэля в отдаленную комнату. Туда же проскользнула Ноэми со своей любимой служанкой. Игуд сидел над окровавленным местом расправы. Он так тяжело дышал, и его глаза так угрюмо чернели под седыми бровями, что рабы не решались войти и смыть эту кровь с каменного пола. Игуд развернул государственные бумаги, над которыми он работал. Но трудно было ему сосредоточиться на них, потому что в его душе с сознанием исполненного долга соединялись непонятные укоры совести. И вот он долго сидел, глубоко задумавшись, пока заря не окрасила розовым налетом окон его комнаты. Тогда Игуд прошептал. — Нет, не это называется жестокостью. В дверях показался Авиноам. — Господин, твой сын только что очнулся, но Эми велела доложить тебе об этом. А виновом робко произнес эти слова и скрылся. Игуд побледнел и поднялся, вскрикнув. — Только теперь! Заря игриво засверкала на влажном, еще кровавом пятне посреди пола. Мучения Игуда стали невыносимы. Он бросился во дворец мудрого Соломона. Игуд знал, что в это время царь уже выходил из роскошных женских покоев своего дворца. Подходя к утренним комнатам Соломона, Игуд услышал тихий и звучный голос царя, напевавшего под перезвон могучих струн арфы покойного псалмопевца стихи из песни-песней. Когда мудрый царь умолк, Игуд приблизился и поверил в ему свои сомнения. И царь Соломон сказал ему, — Ты исполнил свой долг. Тогда Игуд вернулся к себе и объявил, что Ариэль в продолжении трех дней останется взаперти, и пищей ему будут вода и хлеб. На следующую ночь и на третью ночь Тамара не дождалась Ариэля. Когда же настал четвертый вечер, и измученная девочка проскользнула на поляну, из-за деревьев показалась навстречу невысокая стройная фигура, и Тамару нежно обнял Ариэль. — Дорогой мой, отчего ты не приходил так давно? Тогда он невольно заплакал и рассказал Тамаре все, что произошло в ту ночь. И когда он кончил, Тамара вскочила и гордо спросила. — Ариэль, повтори, как назвал меня твой отец? — Он сказал, что ты блудница, — прошептал Ариэль. При этом в глазах Тамары засверкали слезы, краска залила ее грустное личико. Она схватилась за сердце, наклонилась к Ариэлю и тихо спросила. — А ты? Что ты ответил? — Я ничего не ответил, — угрюмо проговорил он. Тогда Тамара опустилась на колени, закрыла лицо руками и горько заплакала. Ариэль прижался к ней, целуя, лаская ее, умоляя и успокаивая, но Тамара плакала и шептала. — Я не блудница, а ты не заступился за меня. Ариэль много раз покрыл поцелуями ее губки и волосы и руки и глаза и, наконец, подымаясь, произнес громким голосом. — Слушай, Тамара, я клянусь тебе Божьим именем, что с этой ночи ни мой отец, ни кто другой, даже сам царь Соломон не оскорбит тебя безнаказанно при мне, никогда и никто. И он снова поцеловал Тамару, и Тамара сквозь слезы ответила ему на ласку. Тамара опутала шею Ариэля своими каштановыми волосами, и так они сидели долго, обмениваясь детскими ласками и нежными полусловами. Месяц неподвижно несся в бездонной глубине темного неба. В его лучах, прерывавших густую зелень, резвились голубые алмазные искорки и пылинки. Густые ветви низко наклонялись над Ариэлем и Тамарой, словно прикрывая их мохнатой рукой. И на следующую ночь Ариэль снова пришел на эту поляну. Но в третий вечер о виновом вторично подстерег его. Ни госпожа Ноэми, ни рабы или рабыни не помнили, чтобы старый Игуд когда-нибудь гневался так, как в этот раз. Несколько мгновений он молчал, а затем с ужасным проклятием кинулся в комнату сына. Это было уже утром. Ариэль уже вернулся и спал. Игуд разбудил его тяжелым ударом по лицу. Ариэль скачил, мигом стряхнул с себя сон, отступил и воскликнул, прикрывая лицо руками. — За что? — Египтянин, — загремел Игуд. — Ты снова был с этой блудницей, отверженец. Ариэль стиснул зубы и подошел к отцу, чувствуя, как холодеет в нем сердце от предчувствия чего-то небывалого и неизбежного. — Я ослушался, и ты можешь избить меня, — сказал он, глядя в потемневшие глаза Игуда. — Но ты не должен оскорблять честную девицу позорным именем. Не повторяй этого больше. Игуд не поверил своим ушам. Вне себя он ударил сына по темени, кровь прилила к голове Ариэля, невыносимая злоба закипела в его груди, и, расслышав новый крик отца блудница, он изо всей силы размахнулся. Еврейский закон говорит, поднявший руку на отца или мать, да будет побит камнями. И вот дикая толпа собралась на площади, пред великолепным Соломоновым храмом, толпа ревела и бушевала, но когда вдали показалась процессия, наступила немая тишина. Ариэль шел со связанными руками, едва прикрытый грубым холстом. Его глаза были опущены, и лицо бледно и безжизненно. А несколько сзади гордо шел высокий старик с поднятой седой головой и суровыми глазами. В его руке был круглый метательный камень. Ариэля подвели к небольшой насыпи. Игуд остановился против него. Толпа раздалась. Тишина стала еще зловещая и мертвеннее. Ариэль поднял голову, вскрикнул, и камень Игуда ударил его в лицо. Толпа загудела, завыла, загрохотала. Камни со свистом дождем замелькали в воздухе, сталкиваясь между собой и добивая истерзанное тело. А старый Игуд среди шума и крика упал на колени и дико закричал, подымая руки к небу. — Господь карающий, пошли мне силу, я исполнил свой долг. Укрепи же мою душу, Господи! И в эту ночь, стоя у дерева, среди светлой поляны, Тамара снова ждет. С темного неба ярко светит белый месяц. Как серебро на фоне черного бархата, Преско выделяется, осыпанная лунным блеском, стройная фигура Тамары в легкой длинной одежде. Минуты убегают, и чудится, что ветер шепчет. Не жди его, Тамара! Он не придет. Февраль 1898 года Конец рассказа «Ариэль и Тамара» Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Рассказ номер два из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Аль-Джанеско — У вас говорят, что цыгане прокляты богом, — сказала мне старая гадалка Негреза. — И, может быть, это правда? — Слушай меня, я расскажу тебе предания о тех цынгарах, что живут на западе и называются гитанами, и ты, ученый господин, объяснишь мне, точно ли проклятым и богом. Однажды в ненастную ночь по берегу реки, которую в той стране называют Мансонарес, шел молодой цыган Аль-Джанеско. На плечах его был плащ, под плащом гитара, все его богатство. Он спешил укрыться под какой-нибудь кровлей, вспомнил, что недалеко находится кабачок Педрильо, и бросился туда. Когда его впустили, и собравшееся там общество узнало путника, раздались веселые приветствия, потому что во всем том краю хорошо знали гитара Аль-Джанеско и его песни. Гости толпой окружили юношу, но вдруг к Аль-Джанеско подошел высокий черноволосый молодец и сказал. — Я шел тебе навстречу, на штабор, недалеко. После этого он добавил несколько слов по-цыгански, которых никто не понял, но которые глубоко взволновали Аль-Джанеско. Он накинул свой плащ и, несмотря на грозу, выбежал вместе с этим высоким юношей. — Неужели Зецинга, мой старый Зецинга, так болен? — спрашивал дорогой Аль-Джанеско. — Ты видишь, что он послал меня к тебе навстречу, но он сказал мне, — Энгаль, я велел моему сыну быть здесь по истечении трех месяцев, и я верю, что он придет сегодня к сроку, и я знаю, что не умру, не повидав его. И Зецинга велел мне торопиться. И вот, когда прошло несколько времени, Энгаль остановился перед одним из шатров уснувшего табора, а его спутник поспешно вошел туда и бросился, к седому цыгану, лежавшему на охапке травы. Но старик, из которого жизнь уходила, как песок из горсти, прервал ласки Аль-Джанеско и сказал, — Слушай и помни. — Я, Зецинга, которому тебя поручили ребенком, воспитал тебя не так, как воспитываются другие дети нашего вольного племени. Я не учил тебя чуждаться испаньолов, которых я ненавижу. Я заставил тебя много и много раз обойти их города, узнать их жизнь, их нравы и обычаи, и это сделано. Я знаю, что теперь ты, Аль-Джанеско, во всем равен покорителям этой богатой страны, и ты должен начать борьбу с ними и вернуть эти края маврам и титанам. — Да, Аль-Джанеско, потому что ты предназначен к этому судьбой. Ты много раз спрашивал меня, что за странные изображения, составленные на твоей груди родимыми пятнами, а цыгане удивились, почему у тебя зеленые глаза. — Слушай меня, Аль-Джанеско. — Энгаль, войди и слушай. Я, Зецинга, утверждаю и клянусь, что Аль-Джанеско — потомок и наследник мавританского царя Аддиль Магомеда Зеленоокова, а знаки на его груди — это факел, герб наших несчастных владык из города Гренады. Тогда Аль-Джанеско отступил, как ужаленный ядовитой степной змеей, а Энгаль опустился на колени. И Зецинга дал молодому калифу — так, как господин называются цари на языке тех цингара — священные знаки высокого происхождения. А затем он с трудом поднялся и воскликнул. Иди теперь, единственный сын наших повелителей, единственный, потому что кроме тебя и твоей сестры, отданной в другой табор, нет более потомков Аддиль Магомеда. Иди, созови всех гитанов этого полуострова, воодушеви их, подыми их, пойди перед ними и верни им свою опозоренную родину. И между тем, как Зецинга говорил эти слова, жизнь оставила его, и он упал на траву. А когда прошло четыре месяца, и над Испанией стояло жаркое лето, по всем таборам уже пролетела весть, что поднялся молодой наследник мавританского царя и сзывал всех цингаров в горную область, имя которой — Царра Невада. И много таборов тайно пробрались туда, а в закрытом ущелье Аль-Джанеско вышел к ним, показал им священные знаки своего происхождения и произнес пламенную речь. Он говорил от восхода до полудня, и когда он замолк, толпа загремела буйными кликами, подобно десятиграммовым ударам, все упали на колени, приветствуя молодого царя, и молодые девушки целовали его руки, а мужчины клялись пойти вслед за ним, победить и отомсти. В эту ночь Аль-Джанеско долго совещался с Энгалем и храбрейшими из гитанов. Они советовали напасть на Испаньолов тайно, в ночное время, и при помощи хитрости уничтожить их разом и без сопротивления. Но Аль-Джанеско, который привык к обычаям притеснителей и чуждался дикости своего племени, топнул ногой и объявил, что гитаны добьются своего права в честном бою, а не обманом. После совета Аль-Джанеско одиноко брел по горным тропинкам при сиянии месяца. Он задумался. Вдруг до его слуха донеслось грустное пение молодого женского голоса. Вот эта песня, господин! Сердце плачет и рыдает, и не спится бедной мне, где-то милый пропадает в чужедальней стороне. Только тот, кто в синем поле сыщет ветер, только тот там, вдали, на вольной воле, мне любимого найдет. У испанца дом укромный, с ним подруга в доме том, ты ж мой друг, гитан бездомный. И в разлуке мы умрем, пронеслося наше счастье, не вернет его мольба, только горе да ненастье посылает нам судьба. Встала зорька золотая, разогнала ночь и тьму, скрылись звезды тихо тая в пышном райском терему. И вернулся милый к милой, и обнять ее спешит, но холодною могилой бедный прах ее сокрыт. Не снесла она разлуки и укрыл ее курган, и через день, день полный муки, рядом с нею лег гитан. Он пронеслось гитанам счастье, не вернет его мольба, только горе да ненастье посылает им судьба. Эту песню составил когда-то сам Аль-Джанеско. И когда песня окончилась, Аль-Джанеско увидел молодую девушку. Она опустилась перед ним на колени, и когда он заметил ее красоту, он невольно спросил, «У тебя есть милый дитя?» Она произнесла, «Да». И этот ответ кольнул Аль-Джанеско прямо в сердце. И вот он велел девушке назвать имя своего возлюбленного, но девушка молчала. «Я приказываю это тебе», — сказал молодой повелитель Гитанов. И девушка чуть слышно ответила, «Его имя Аль-Джанеско». И она протянула руки к своему возлюбленному, но молодой цыган, не знавший еще женской любви, удалился от нее. Когда же настала следующая ночь, Аль-Джанеско невольно пришел на то же место, и опять раздалась та же грустная песня. Когда она замолкла, девушка подняла глаза и увидела Аль-Джанеско. Она снова упала на колени, но он опустился рядом с нею и, страстно целуя и лаская, склонил ее на расистую траву. Ночь пролетела, солнце взошло, царь и молодая цынгара уснули на зеленой горной площадке, и когда солнце озарило лицо Аль-Джанеско, он пробудился и с радостным взором окинул свою спящую подругу, которую впервые видел при дневном свете. Он поднялся на колени и снова стал горячо целовать ее губы, плечи и открытую грудь. И тогда он увидел на этой груди несколько родинок, которые вместе образовали факел, герб мавританских царей из города Гренады. Он задрожал и отшатнулся. В эту минуту его возлюбленная проснулась, и солнце ярко осветило ее ласковые веселые очи, зеленые, как глаза Аль-Джанеско. Аль-Джанеско с криком отбежал от нее. Дьявол привел ему на память слова, которые произнес Зицинга в ночь своей кончины. Ты — единственный потомок от Диля, кроме твоей сестры, сестры, сестры. И вот, сжав кулаки, Аль-Джанеско яростно крикнул «Не подходи ко мне, женщина, не подходи, не касайся меня, проклятая!» Она изумилась и упала пред ним на колени, а Аль-Джанеско, ломая руки, рассказал ей все. Но ее лицо все прояснялось, и она воскликнула. «Если так, то слава небу за мое высокое происхождение! Иди ко мне, мой брат и мой супруг!» Тогда Аль-Джанеско схватил себя за волосы. «Проклятие Бога поразило тебя и твое племя безумием! Разве ты не знаешь, преступница, что нет греха ужаснее того, который мы совершили? — Одумайся, слепая, слепая, одумайся и искупи свой преступный позор!» «Брат мой!» — печально спросила она, — «о каком преступлении говоришь ты?» И тогда Аль-Джанеско, пораженный и бледный, бросился к краю площадки. «Одумайся!» — закричал он в отчаянии. «Ты слепа, и все вы слепы, вы не знаете добра и зла, и оттого вы страдаете! Проклятие Божие над вами! Одумайся и искупи свой грех, как я искупаю его!» И Аль-Джанеско с воплем кинулся в черное ущелье Царра-Невады и исчез там навсегда. А таборы, оставшиеся без предводителя, снова разбрелись по Испании. «Скажи мне, ученый господин», — спросила гадалка Негреза, — «действительно ли мы прокляты Богом?» Но я не знал, что ответить ей. Март 1898 года Конец рассказа Аль-Джанеско Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Рассказ «Бергли» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Бергли В Бернском Оберландии есть не очень высокая гора. Сноска Бернский Оберланд Центральная часть Швейцарии к югу от Берна В Бернском Оберландии есть не очень высокая гора. Мало, даже почти совсем не посещаемая туристами. Однако на ней есть места, с которых открываются чудные виды на весь Оберланд. На голубое Тунское озеро и горы, начиная с огромного Низана, и кончая Эйгером, Монахом и сверкающей Юнгфрау. Эти картины прелестны, но, право, развалившийся замок на одной из вершин этой горы еще лучше и величественней. А замечательнее всего то, что этот старый замок еще не превращен в ресторан. Как называется эта гора, я не знаю. Жители крошечных шале, окружающих ее, называют ее Бергли, горка. Но ведь это не имя. Замок же называется Безовиттер и имеет свою легенду. Старый вдовец, герой тридцати трех сражений, Рихард Безовиттер, поселился здесь на отдых от трудов своей славной жизни. Здесь он охотился на представителей Бернского кантона, медведей, которые тогда еще и не начинали вымирать. И воспитывал свою шестнадцатилетнюю дочь Мериэли. Мериэли была краше сказочной красавицы, веселей маленькой птички, а в сердце ее было столько же любви, сколько лучей у солнца. Только солнце греет всех одинаково, а Мериэли отдавала предпочтение перед другими своему отцу и молодому рыцарю, Зигмунту Вайблингену. Зигмунту не было еще и двадцати лет, но он уже успел прославиться, и старый Безовиттер, знавший толк в людях, утверждал, что Вайблинген еще окажет своим копьем великие услуги христианскому миру. Вайблинген считался женихом Мериэли, который знал и любил с детства. Кроме Мериэли, у Вайблингена была еще одна привязанность. Это его знаменитый испанский крестоносец Крестобаль де Роба. Этого рыцари считали замечательнейшим человеком той эпохи. Ему было только двадцать восемь лет, но его имя гремело по всей христианской Европе, и даже в дикой литовской Бьяловежи, Баливайс, было известно, что нет никого храбрее, благочестивей и великодушней Крестобаля де Роба. Но этот рыцарь отличался христианским смирением, и не только перед своим другом Вайблингеном, но ни перед кем другим в мире не кичился своей славой. Старый Безовиттер затеял большой праздник и разослал приглашение многим рыцарям, а в их числе Зигмунту и его знаменитому другу. В Швейцарии владетельные рыцари, как Безовиттер, были немногочисленны, но зато они пользовались уважением всего рыцарства Европы. Рихард Безовиттер, прославившийся в тридцати трех битвах, был первым из швейцарских рыцарей, и потому все приглашенные сочли его зов за честь и поспешили явиться. Радость свидания Мериэли с Зигмунтом была так велика, что, глядя на влюбленную парочку, сам Безовиттер был растроган. — Ты еще не разлюбила меня, Мериэли? — спрашивал Зигмунд. — Пусть меня накажет Господь, если я разлюблю тебя, Зигли, — отвечала Мериэли и позволяла ему целовать свои локоны. За день до начала празднества приехал, наконец, Крестобаль де Роба. Он был немного выше среднего роста и очень красив, его одежда была изящна и проста, а оружие сверкало художественной отделкой. Безовиттер, Вайблюнген и толпа гостей встретили великого рыцаря у ворот, а на крыльце его ждала Мериэли. Крестобаль де Роба низко склонился перед молодой хозяйкой, поцеловал ей ручку и произнес. Если бы не святой крест, укрепленный на моей недостойной шляпе, я бросил бы ее к ногам высокочтимой госпожи. Знак того, что прилезть к ней ее, я не встречал еще ни одной девицы. И все были очарованы, изысканной вежливостью испанского рыцаря. Разнество началось. Все веселились и ликовали уже две недели. Только Вайблюнген становился час от часу задумчивей и бледнее, да и Мериэли казалось далеко не такой веселой, как бывало. Ударила неожиданная беда. Зигмунд стал замечать, что Мериэли отдаляется от него, и хотя он успокаивал себя, чуткое сердце твердило ему, что его счастье прошло. А когда он спросил у своей возлюбленной, что с нею стало, она вдруг заплакала и убежала. Вайблюнген еще никогда не видел ее плачущей, и ее слезы так истерзали его сердце, что он дал себе за рог не огорчать больше свою Мериэли. Но тоска все сильнее и сильнее мучила его. Он старался не выказывать ее, чтобы не омрачить праздничного настроения других. В сердце же у него постоянно шевелилась мучительная скорбь. Мериэли избегала его, и он спрашивал себя, почему. Однажды вечером, когда он в тяжком раздумье лежал на площадке уступа, мимо него поспешно прошел старый капеллан замка Безвиттер. Сноска Капеллан В римско-католической и в англиканской церкви священник при часовне, а также помощник приходского священника. Зигмунд вскочил, снял шляпу и сказал, — Отец мой, я хочу посоветоваться с вами. — Да будет над вами благословение, Господне, сын мой, — сказал священник. — Я вас слушаю, но поспешите, так как я тороплюсь к умирающему. Вайблинген поведал ему свое горе и воскликнул, — Может быть, вы, святой человек, знаете, что причиной этому? Капеллан поднял руку, указал на темное синее небо и сказал на швейцарском наречии, — Дэр-оба, тот, кто вверху. Вайблинген пошатнулся, ударил себя по голове и бросился в замок, повторяя, — Дэр-оба, Дэр-оба, Дэр-оба. На заре небо было покрыто облаками, было темно и хмуро, но Вайблинген заметил, как в саду мелькнуло что-то белое. Он схватил меч и пробрался в сад. У самой стены на скамье сидела Мериэли, а у ее ног стоял на коленях Дэр-оба и целовал ее руки, и Мериэли не противилась. Дэр-оба проговорил, — Сегодня же ты скажешь это Зигмунду. Я знаю его благородство. Он освободит тебя от обета. И Дэр-оба поцеловал ее прямо в губки. Вдруг что-то горячее залило его лицо, и чудная белокурая головка Мериэли скатилась надерн. Понемев от ужаса, Дэр-оба выпустил из рук тело Мериэли и вскочил. Перед ним стоял Вайблинген. — Тебе не придется сообщить мне эту тайну и рассчитывать на мое благородство, — насмешливо сказал Зигмунд, снова занося меч. — Несчастный! — загремел Дэр-оба и одним ударом у кулака выбил меч из руки Вайблингена. В эту минуту порыв ветра разогнал тучи, и поднявшееся солнце озарило золотокудрую головку и стройное тело мертвой девушки. Вайблинген зашатался и прислонился к дереву. Между тем громкий возглас Крестобаля Дэр-оба пронесся по всему замку. Послышались беспокойные голоса, старый дворецкий показался на площадке, где лежало тело Мериэли, застонал и с диким криком бросился назад, почти мгновенно сад наполнился гостями, рыцарями и слугами, а через минуту все затихли и расступились. И старый Рихард Безвиттер, безмолвно, весь бледный, опустился на колени у трупа своей дочери. Тогда Вайблинген ступил вперед и сказал, — Рыцарь Безвиттер, это я убил красавицу Мериэли за то, что она, будучи моей невестой, явилась на свидание к Крестобалю Дэр-оба и целовалась с ним. Безвиттер поднялся, взглянул на испанца и спросил, правда ли это? — Да, — ответил Дэр-оба. Все рыцари с ужасом отступили от него, а Безвиттер отошел от тела Мериэли и сказал, — Рыцарь Вайблинген, вы поступили справедливо, да будет над вами благословение Господне. Дэр-оба ступил вперед, смело обвел взором собрание и гордо сказал, — Нет, рыцарь Безвиттер, он поступил несправедливо, и не будет над ним Божьего благословения. — Ваша дочь, рыцарь, была невинна, как голубка, потому что любовь, посылаемая Богом, приходит в наше сердце без спроса и независимо от нашей воли. Любовь невольна, как жизнь, а в невольном нет греха. Я, Крестобальда Роба, объявляю, что нет и не было в христианском мире более чистой и совершенной девицы, чем какую оставалась до последнего мгновения своей жизни Мария Безвиттер. И кто не согласен со мною, того я вызываю на поединок. Я, рыцарь Крестобальда Роба из Испании, откликайтесь. И глубокое молчание было ответом на вдохновенную речь знаменитого рыцаря. — А теперь, — продолжал он, обращаясь к Зигмунду, — чтобы решить, прав ли был ты, рыцарь Вайблинген, в своем поступке, я вызываю тебя на суд Божий перед этим трупом твоей невесты и моей возлюбленной. И среди глубокого молчания зрителей Де Роба велел принести тяжелый меч, висевший в пиршественной зале. Когда этот меч принесли, он поднял его одной рукой и взглянул на Зигмунда. Вайблинген, шатаясь, подошел и стал с ним рядом. Де Роба напрягся, размахнулся и швырнул тяжелый меч прямо вверх. Раздался зловещий свист, оружие, вертясь, как колесо, и сверкая, улетело высоко и далеко в голубое небо. Де Роба и Вайблинген тихо опустились и легли ниц на холодную землю рядом, тесно прижавшись друг к другу. Снова послышался усиливающийся резкий шум и свист. Меч со страшной высоты, вертясь и рубя воздух, возвращался назад. Присутствующие закрыли глаза. Послышался тяжелый и глухой удар. Лицо старого безвиттера оросили брызги крови, и он открыл глаза. Через мгновение раздался его голос. — Божий суд свершился! Рыцарь Крестобаль де Роба, подымитесь, да будет над вами благословение Божие! Пожилой полуцивилизованный горец, рассказавший нам эту легенду, задумался и потом добавил, указывая на замок. Люди трудились над украшением этого здания, а затем потрудилась и природа. А когда природа и люди соединяются, они создают самое лучшее. Посмотрите, как красиво! Мы не особенно вникли в его философию, но картина была действительно чудная. Месяц усыпал всю Бергли своим сиянием. Развалины, полуокутанные туманом, сверкали белым блеском. Под ними в долине беззвучно волновалось серебряное озеро перелетного тумана, а еще ниже сверкало настоящее озеро Гринезея, отразившее свои почерневшие от ночного освещения берега и громаду Низана, на вершине которого лежала жемчужная туча. Сноска. Гринезея — озеро в швейцарских Альпах. С другой стороны, юнгфрау, монах и далекий недоступный Финстер-Аргорн сияли на краю темного неба, как голубовато-белые гигантские маяки. Тихо! Тихо! Конец рассказа Бергли. Газета «Одесские новости», 19 и 22 июня 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ Норти из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Норти. Этюд. Шестилетний Норти жил в Тванине, на берегу Бильского озера. Это было в то время, когда Бернское кантональное бюро раздумывало, причислить ли Тван к городам или оставить за ним скромное название селения. Действительно, по величине он напоминал крохотную деревушку, но на вид производил впечатление средневекового города с узкой мощеной улицей, с высокими готическими домами из серого гранита, тесно прижавшимися друг к другу. Так и остался этот вопрос нерешенным. Норти жил очень беззаботно. Зажиточные родители покамест не заставляли его работать. Он вечно бродил по западному берегу озера и доходил до Биля на севере и до Невиля на юге. Дети из Невиля говорили по-французски с прелестным акцентом «истых невшательцев» и обучали Норти языку своего кантона. Он же учил их болтать на «Бернердюч». Сноска. Биль. Город в кантоне Берн, где проходит языковая граница между франко- и немецко-говорящей частями Швейцарии. Невшателец. Житель кантона Невшатель во франко-говорящей части Швейцарии. Но если к восьми часам вечера, момент, когда все дети в Швейцарии отправляются спать, Норти не было видно на улице Тванна, родители знали, что кто-нибудь отвез его на остров Святого Петра, который также называли островом Жан-Жака. Норти очень любил этот островок, знал все его закоулки и все комнаты в развалинах того дома, где Жан-Жак из Женевы проводил летние месяцы. Сноска. Остров Святого Петра, расположен в южной части Бильского озера. Жан-Жак Руссо. Французский философ, писатель, уроженец Женевы. Однажды, когда Норти стоял на мосту и прислушивался к падению шумного водопада Тваненбаха, мать позвала его. Нортили, хумдахер, иди сюда. Она сказала, что господин мэр зашел сегодня к ней и подтвердил распоряжение правительства о том, чтобы все дети в Бернском кантоне, начиная с шестилетнего возраста, обязательно посещали школу. Для Тванна школа была в соседнем Лигерце, и завтра Норти должен был в первый раз отправиться туда. Учитель школы в Лигерце казался очень добрым молодым человеком. У него был славный звонкий голос, который очень понравился Норти, и когда учитель начал объяснять и рисовать белые узоры на черной доске, Норти заслушался. Ему сразу представилось, что он лежит в зарослях тростника на берегу острова в своем любимом месте. Голос учителя напоминал ему шелест камуша и ракотание озерной зыби, шуршанье праздничных платьиц девочек казалось ему шепотом былинок и листвы, а их голубые глазки живо привели ему на мысль тех птичек, которые доверчиво садились там к нему на плечи и проникали шелковистыми головками к его щеке, и кроткие умные глаза ежика Зилли, выбегавшего к Норти за получкой хлеба. Мысли Норти переносились далеко, и когда учитель обратился к нему с вопросом, он испугался, и ничего не отвечал, хотя вопрос был очень легкий, и все дети наперебой рвались ответить на него. Учитель понял, что Норти испугался его, приласкал мальчика, велел ему слушать и стал вторично объяснять то же самое. Но когда он опять повторил свой вопрос, Норти снова испуганно замигал за слезившимися синими глазами, потому что он хорошо слышал голос учителя, но не слышал его слов, и все засмеялись над его незнанием. Но учитель принялся объяснять то же в третий раз. Теперь Норти старался не вспоминать об островке Жан-Жака, и на вопрос учителя он опять ничего не ответил, так как все время думал не о том, что говорит учитель, а о том, что не надо вспоминать об острове. Мальчики и девочки еще громче рассмеялись, ведь это было так легко и понятно, но учитель не смеялся. Вдруг он побледнел, страшно закашлялся и сердито затопал на Норти ногами. Норти замер от ужаса и разрыдался. На следующий день он не пришел в школу. Дети рассказали учителю, что отец жестоко высек Норти за упрямство, и после этого Норти куда-то убежал. Учитель подумал про себя, что не побоями следовало бы внушать детям любовь к учению, но вслух он, конечно, не сказал этого. Наступили прозрачные сумерки, засверкала голубоватая Венера, и на небо выплыл месяц. Норти лежал на траве, лицом вниз, у края невысокого, но обрывистого берега, и смотрел на воду. Островок затих, но не спал. Зилли сидел на кочке возле Норти и радостно удивлялся, почему его приятель еще не уходит, хотя уже темно. Птички тоже были с Норти очень ласковы. Это были настоящие друзья, которым можно было довериться. Они не стали бы посылать Норти в школу, до которой мальчику не было никакого дела. Они не стали бы сечь его и запрещать ему лежать вот так на траве сколько угодно, и Норти твердо решил остаться с ними навеки. В траве сияли бенгальские звездочки светляков. В их голубоватом свете по влажной земле основали муравьи и черные жучки. На цветах, как на пышных пьедесталах, качались печальные ночные бабочки. Над озером подымался беловатый туман и серебрился в сиянии месяца. Норти дремал. Зилли толкнул его два раза мордочкой, но Норти не просыпался. Тогда Зилли убежал, потому что у него не было больше времени. Становилось холодно. Белый туман окутал сонного Норти, и ему чудилось, будто он тонет, будто его окружают ласковые русалки. Они добрые, но вдруг они хмурятся и становятся страшными. Норти понял, что они хотят его бить, и проснулся. Он чувствовал тяжесть и боль в голове и пошатнулся. Ему стало жутко в черной тени среди молчания, нарушаемого странными голосами ночи. Ветки, казалось, протягивали к нему морщинистые руки, а березы, белые, как те русалки, насмешливо сверкали нежной корой. И Норти замер и оцепенел, как будто ожидая чего-то страшного. И вот в лесу что-то застонало. — Норти! И с другой стороны откликнулось. — Норти! — Норти! — Норти! Волосы Норти поднялись дыбом. Он не мог произнести ни слова. Лес точно пробудился и зарокотал над головой мальчика. — Норти! Норти, безумный от ужаса, с криком повернулся и кинулся, спасаясь в белый туман, окутавший озеро. Засверкали хрустальные брызги, а потом белая пена снова протянулась над берегом. — Норти! Норти! Доносилось все ближе и ближе. Но Норти не откликался. И этот зов не мог уже испугать его, потому что не доносился в холодное царство русалок. Конец этюда Норти. Газета Одесские новости. 27 сентября 1898 года. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Во дворце Багдыхана» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Во дворце Багдыхана. Сноска. Багдыхан. От монгольского «Священный государь». Термин, которым в русских грамотах 16-17 веков называли императоров Китая. Чунлин обошел огромный дворец, укрываясь в тени стен, и очутился в узком дворе. Тут у колонны темнела неподвижная фигура. — Это ты, Матико? — прошептал по-японски Чунлин. — Я, — отозвался японец. — Тебя ожидают, господин. Оба скользнули в узкую дверь, которую Матико запер за собой на замок. В течение пяти минут они шли по темным коридорам. Наконец японец остановился перед стеклянной дверью и сказал «Здесь». Он низко поклонился и ушел. Чунлин вступил в невысокую комнату. В ту же минуту портьера распахнулась, и ему навстречу вышел человек среднего роста, — моложалый, бородатый, в странном наряде, полуевропейском, полукитайском. Это был император Китая. Чунлин пристально взглянул на него и поклонился. — Поздравляю тебя, Куанг! Наконец-то! Молодой монарх покраснел. — Ты говоришь о косе. Да, я остригся. Но клянусь тебе, что это было нелегко. Чунлин пожал плечами и авторитетно сказал «Со старыми предрассудками вообще трудно расставаться. Тем больше чести для того, кому удается отделаться от них». Император упал на диван. Он не привык стоять так долго на ногах и проговорил, ломая руки. — Одобряй меня, одобряй. Ах, Чунлин, мне трудно. — Скажи мне, приходилось ли к кому-нибудь из императоров Европы вести такую тяжелую борьбу, какую веду я? Чунлин молчал. Император вдруг вспыхнул и сказал «Отчего ты стоишь? Сядь здесь рядом со мною. Ты знаешь о моем вчерашнем распоряжении?» — Относительно одежды придворных. — Да, Кан Юмэй показал мне экземпляр приказа. Я теперь от него с важными вестями. — Что такое? Говори свободно, нас не подслушают. Чунлин осмотрелся, наклонился к Багдэхану и тихо сказал «Тебя хотят свергнуть. Против тебя заговор». К его удивлению Куанг-си только махнул рукою «Я давно подозревал это, и пусть. Меня утомляет все это. Я уже измучен». Чунлинг вскочил. — Да, — вскричал он, — уступи им место. Позаботься о своем покое и уйди на отдых. Погуби начатое дело. Оставь свою родину, спасти которую призван в жертву ее собственной темноты. Браво, Тянг-дзи! Половину Китая растащат добрые друзья. Другая половина будет обливаться кровью между усобиц. Ничего, зато тебе будет хорошо. Ты избавишься от забот. Не так ли? Император сидел, низко понурив голову. — Ты прав, — решительно сказал он после небольшой паузы. — Ты прав. Я останусь. — Тогда вели сейчас же арестовать главарей. — Да. — Кто они? — Чунлинг пристально посмотрел ему в глаза. — Ты велишь арестовать их? Кто бы они ни были, Куанг? — Да. — Чунлинг ответил. — Во главе заговора находится твоя мать. Император вскочил, как ужаленный, но Чунлинг выпрямился, властно протянул руку и твердо проговорил. — Арестуй ее, Кианг-Дзи. Сдержи свое императорское слово. Куанг-Сиф всплеснул по-китайски руками. — Арестовать? — Никогда. В эту минуту за дверью послышался шум. Голос японца Матико произнес — здесь. Дверь распахнулась, и в комнату внесли открытый паланкин. За ним вошли человек двадцать придворных с обнаженными саблями. Император закричал, отступая — мать! Чунглинг вынул из кармана револьвер и прошептал — Матико нас выдал. Конец. Императрица неподвижно сидела в паланкине, оглядывая сцену. Когда она заметила сына, ее лицо изменилось от гнева. Она прошипела — ты остригся. Она выпрямилась, подняла голову, указала рукою на Чунглинга и крикнула — взять его! — Стой! — сказал Чунглинг, подымая револьвер. — Не меня надо арестовать! Назад! Тянг-Дзи, великий сын неба, исполни свое обещание! Прикажи им арестовать твою недостойную мать, как заговорщицу против твоей священной особы! Императрица пошатнулась. Солдаты стояли в нерешимости. Их офицер медленно перевел глаза на лицо Багдэхана. Император молчал. — Куанг! — закричал Чунглинг, — вспомни о своей родине. Прикажи арестовать эту женщину, или небесная империя погибла, Куанг. Эти солдаты ждут твоего властного слова, одного только слова. Не отступай! Неужели право матери священнее благо твоего народа? Куанг, опомнись! Император молчал. Императрица повторила. — Взять его! Солдаты встрепенулись. Тогда Чунглинг проговорил. — Если сын неба полный трус, то я покажу ему, как надо действовать. И он прицелился в императрицу. В ту же минуту Куанг-Си кинулся к нему и ударом руки подбил револьвер кверху. Пуля ударилась в огромное зеркало на стене, послышался испуганный крик императрицы. Ее полонкин мгновенно загородился живой стеною солдат. Чунг-Ли с проклятием оттолкнул Багдыхана, который тяжело рухнул на диван, и закрыл лицо руками. Солдаты кинулись на Чунглинга. — Будь же ты проклят, подлый изменник! — закричал он, приставив револьвер к своему виску. Выстрел грянул как-то страшно громко. Тело революционера упало к ногам солдат, которые испуганно расступились. Императрица, бледная, но спокойная, холодно приказала. — Добить его! Затем, сделав знак носильщикам, которые тотчас же подняли полонкин, она сказала сыну — Тянг-Дзи, врачи утверждают, что твое здоровье расстроено от государственных забот. Я позаботилась, чтобы тебе не нужно было выходить из своих покоев. Конец рассказа во дворце Багдыхана. Газета «Одесские новости», 4 октября 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ Эдельвейс из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Эдельвейс. Оберландская легенда. Была ясная месячная ночь. Внизу слабо мерцали среди глубокой долины огоньки селения Лаутербрунен. В бинокль можно было различить сверкающие под луной серебристые кружева грациозного водопада Штауббаха. Из шале сторожа доносилась песенка с обычными швейцарскими йодлями, своеобразными, невозможными для привычного горла, щелкающими трелями. На голубом Цюрихском озере чудную девушку я увидел. Я тоже был на голубом Цюрихском озере, но не видел там ни одной красивой девушки. Тем не менее, песенка понравилась мне, и я позвал Анны Ли. Певица, молодая дочь сторожа, вышла ко мне, и мы стали вместе смотреть на сверкающую юнгфрау. Я спросил, правда ли, что на ее вершинах еще не была нога человека? — Правда, — ответила Анна Ли. — Только теперь на юнгфрау строят железную дорогу, и это в первый раз нарушит ее чистоту. А до сих пор никто и никогда. Сноска Юнгфрау, знаменитая гора в Альпах, в кантоне Берн. Анна Ли ошибается, утверждая, что на ее вершинах еще не была нога человека. Люди восходили на юнгфрау с начала девятнадцатого века. Однако действительно, в то время, когда писался этот рассказ, на юнгфрау строили железную дорогу. Впрочем, рассказать вам одно предание. Вы, иностранцы, любите наши сказки. Я, конечно, приготовился слушать. Предварительно, снисходя к моему невежеству, Анна Ли спросила. — Вы знаете, что такое Эдельвейс? Я знал, что это название белого цветка, встречающегося только на огромных альпийских вершинах. Англичане нередко свертывают себе шеи из желания добыть Эдельвейс не в лавке, а, так сказать, анатурель. — Давным-давно, — начала Анна Ли, — в Туне жил смелый охотник. Он часто слышал в народе сказку о том, что существует в Альпах чудесный волшебный Эдельвейс, который принесет счастье не только тому, кто сорвет его, но и всей родине этого смельчака. Беда только в том, что чудесный цветок рос на самой вершине юнгфрау. Смелый охотник страстно мечтал о том, как бы добыть этот цветок, создать вечное счастье своему кантону и покрыть свое имя громкой славой. И вот однажды, никому не сказавшись, он взял свой арбалет и отправился в дорогу. Подъем с первого шага оказался страшно трудным, но охотник повторял себе. — Не отступай! За все мучения тебя наградит святой лепесток Эдельвейса. И он полз всю ночь напролет, без устали и отдыха. Когда же наступило утро, и он с утесов морены взглянул вниз, он не различил там ни шале, ни речек, ничего. Тогда он перевел взоры на вершину и горько заплакал. Подножие горы было далеко, но вершина была еще дальше. Но охотник был смел и ловок, как альпийская серна. Он снова пополз, пробираясь выше и выше. Прошел день. Наступил закат, отбросивший яркое пламя на далекую вершину юнгфрау. И измученный охотник внезапно увидел перед собой отверстие черной огромной пещеры. Он направился туда. Вдруг что-то громко зарычало, и перед охотником появился огромный темно-бурый медведь. В то время медведи уже вывелись в Бернском Оберланде, где когда-то их было так много. Встретить медведя приходилось очень редко. Поэтому охотник был поражен. Кроме того, он так утонился, что вряд ли мог бы бороться с сильным зверем. Но его удивление и ужас еще возросли, когда медведь заревел на его родном языке. — Назад, несчастный! Прочь из нашей обители! Тогда охотник низко поклонился и сказал, — Я ищу чудесный Эдельвейс, растущий на вершине юнгфрау. Я полз и цеплялся за утесы. Я царапал лицо об острые льдины. Впусти же меня на отдых, господин, в твои королевские палаты. Медведь с удивлением посмотрел на него, потом на вершину, подумал и вдруг рявкнул. — Садись! Он подставил охотнику спину и помчался с ним, как буря, в глубину пещеры. Вдруг он остановился, и охотник, несмотря на всю свою храбрость, обмер от ужаса, увидев огромное сборище медведей разного возраста. В громадной зале, где они толпились, было светло, хотя нигде не было видно ни огня, ни щели наружу. Медведь стряхнул седока, поднялся на задние лапы и обратился ко всему сборищу. — Братья, — сказал он, — тогда-то вся эта страна принадлежала нам. Мы жили здесь беззаботно и счастливо. В память нашего владычества этот кантон еще и теперь называется Берном, и в гербе его изображается медведь. Но теперь мы разбиты и побеждены людьми. Они явились в эту страну позже нас, но, тем не менее, стали вытеснять нас и безжалостно убивать. Тех, которых они оставили в живых, они бросили в клетки, чтобы тешить на них свое любопытное зрение. Правду ли я говорю, братья? — Правду загремело сборище. — Они убивают, — продолжал медведь, глядя прямо на охотника, — не так, как мы убиваем нашу добычу. Мы убиваем из голода. Они же убивают еще и для того, чтобы украшать свои комнаты пушистыми коврами. Из убийства они сделали развлечение и назвали его охотой. Правду ли я говорю? — Правду. И теперь, — снова заговорил медведь, — на всем пространстве Бернского оберландо не осталось почти ни одного медведя. Только мы удалились на недоступную юнгфрау и поселились тут, вдали от людей. Но теперь один из них проник и сюда. Братья, я не убил его. Он сказал мне, что ищет тот самый Эдельвейс, который растет на вершине нашей юнгфрау. Этот цветок принесет счастье тому, кто сорвет его, и родине этого героя. Все это правда. И новая родина, смелый охотник, будет действительно счастлива, если ты добудешь этот цветок. Но знай, что твое счастье, о котором говорит поверье, — это вечный покой. Тому, кто сорвет Эдельвейс с вершины юнгфрау и осчастливит навеки свою родину, неназначено вернуться живым. Медведь замолчал, а охотник стоял в глубоком отчаянии. Тогда медведь снова заговорил. — Слушай же, охотник, мы пошлем одного из нас. Он сорвет драгоценный цветок и лишится ради него жизни. Ты возьмешь этот Эдельвейс. Но в награду за это обещай нам, когда ты вернешься, уговорить людей, чтобы, по крайней мере, в этом последнем убежище люди не преследовали нас и дали нам спокойно оставаться здесь до тех пор, пока не наступят лучшие времена. — Хочешь? Охотник бросил свой арбалет на земь, поднял руку вверх и сказал — клянусь. На рассвете один из медведей ушел из пещеры. Весь день охотник ждал его возвращения, глядя на высокую вершину юнгфрау. А поздно вечером раздался грохот. По склону горы промчалась лавина, и на площадку у входа в пещеру скатился безжизненный медведь. У него в лапе был пышный, белый, бархатистый Эдельвейс. Медведи зарыли своего товарища в белом снегу. Он получил счастье, вечный покой. Наутро охотник должен был покинуть медведей и вернуться в долину. Наступила ночь. Медведи спали, но охотник сидел у входа и думал — Эдельвейс был у него, но условие медведей казалось ему невозможным. Отказаться от охоты, когда в ней столько радостей, и именно теперь, когда он открыл место пребывания медведей, это казалось ему ужасным. В нем сразу проснулась натура стрелка. Он начал жадно вглядываться в спавших зверей. Ему пришло в голову, что и теперь можно было бы славно поохотиться. Эта мысль овладела им и отуманила его голову. Он пробрался к месту, где накануне бросил свой арбалет, поднял его и всадил стрелу глубоко в сердце одного из медведей. Тот успел только зареветь. Все медведи разом вскочили. Поднялся рев и грохот, и, увидев труп, звери яростно кинулись на охотника. Тогда послышался голос того медведя, который встретил охотника накануне. — Это бесполезно. Не убивайте его. Вы видите, братья, что люди неисправимы, и они сильнее нас. Уступим же им место. Рев еще усилился, и вся масса зверей с воем бросилась к выходу пещеры и ринулась с площадки вниз. Их падение разбудило лавину, и лавина навеки похоронила их под снегами юнгфрау. Охотник вернулся в Одерланд. Я не знаю, был ли он счастлив, и не знаю, где тот Эдельвейс, но Бернский кантон стал могущественнейшим во всем Швейцарском Союзе. После небольшой паузы Аннелли спросила. — Зейдихщая, Малин Бернский, вы уже бывали в Берне? Я ответил. — Да, я бывал уже в Берне. Она сказала. — За старым мостом в Берне есть яма, где бродят на потеху народу несколько медведей. — Вы видели? Мой отец посмотрел на них и сказал, что люди нехорошо отплатили старым владыкам нашего кантона за Эдельвейс. Конец рассказа Эдельвейс. Газета «Одесские новости», 11 октября 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Во славу науки» из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись, сделана для проекта LibriVox, является общественным достоянием. «Во славу науки» Этюд. Котика и котик стали в конце концов друзьями. Несомненно, их соединяло некоторое сходство положений. Котике было четыре года, его отец служил в дворниках, и поэтому другие дети не хотели играть с котикой, мамы запрещали им это. Котике приходилось только глотать слюнки, когда ребятишки развились во дворе. Положим, за воротами на улице пребывала другая веселая компания, которая ничего бы не возразила против присоединения дворницкого сына. Но гуляться с этой компанией котике, в свою очередь, запрещала его мама, знавшая лучшие времена. Поэтому котика был совершенно одинок, пока не встретил котика. Котик тоже был одинок. О своих родителях он не имел ни малейшего понятия. Сестер и братьев у него не было, собственно говоря, они когда-то были, но их частью раздарили в разные стороны, частью побросали за ненужностью вставки, где заготовлялся лед. Когда котика и котик подружились, мальчик приютил у себя приятеля и стал кормить его, чем Бог послал. Благодаря этому котик пополнел, и через неделю из него вышел вполне приличный, чистенький, сытенький котенок. Во дворе жил Михайлович или профессор. Так ребятишки называли важного, серьезного, бритого господина, который вечно занимался и почти никогда не приходил домой позже того часа, когда котикин папа запирал скрипучие ворота. Когда котика забирался под крышу флигеля, он постоянно видел профессора за столом, у окна во втором этаже противоположного строения. Двор был узок, и котика ясно мог рассмотреть книгу, лежавшую перед профессором и стоявшую рядом какую-то сложную машину. К профессору каждый день приходили ученики-гимназисты и особенно студенты. Они нередко приносили с собой в мешочках лягушек или ящериц, пойманных где-нибудь в саду. Один из учеников как-то зазвал котику к профессору, и там сам Михайлович показал мальчику фокус. Лягушка была совсем уже дохлая, но когда профессор притронулся к ней двумя проволоками от своей машины, эта лягушка начала так дрыгать ногами, что котике стало страшно. Ученики профессора с большим уважением смотрели на машину, а особенно на ее обладателя, о котором шепотом говорили друг другу, «О, это большая голова!» У Михайловича была действительно большая голова, и котику этот даже немного смешило. «Совсем ковун!» — думал он. Но вообще он ничего не имел против Михайловича. Тот всегда ласково трепал его по голове, а котика покармливал булкой с молоком. Однажды он даже бросил котику кусок мяса и, глядя из окна, сказал почтительно стоявшему сзади ученику, «Славный экземпляр! Я на нем намерен показать вам этот опыт. Стоит попытать!» «И вы надеетесь, Иван Михайлович, что удастся?» — робко спросил ученик. «Да, увидите, что он очнется». И Михайлович действительно попытал. Однажды, когда котика сидел в Дворницкой, профессор ласково взял котика на руки и унес его к себе. Там уже сидели несколько учеников. Профессор обернул шею котика толстым шпагатом, взял в руки один конец и дал другой молоденькому студенту. «М-м-м», — осмелился сказать тот, заикаясь рабея, — «Не лучше ли было бы прирезать?» «Нет, нет», — некерпеливо возразил Михайлович, — «ведь нужно, чтобы ни одна ткань не была разорвана. Неужели вы и этого не знаете? Мы дернем сразу, это не будет мучительно». Котик ласково поглядывал на них веселыми глазками. У него были славные синие глазки, котик был еще так молод, что они не успели позеленеть. Михайлович и студентик плотно ухватили концы шпагата в руки, поправили петлю на шею котика и разом дернули. Выбежав из дворницкой, котик искал своего приятеля. Он забирался в конюшню и в погребы, в сарай. Наконец он вылез через слуховое окно на крышу флигеля и оттуда увидел котика. Котик лежал на столе у Михайловича, подняв лапки кверху, оскалив зубы и выпучив глаза. Профессор, вертя в руках проволоки своей машины, злобно говорил, — ничего не выходит. Не хочет очинуться, околел, абсолютно околел. Верно, проклятый ток недостаточно силен, но делать нечего. Нам придется просмотреть все это по книге и по рисунку. Котика поднял с крыши осколок черепицы и швырнул его в окно. Котика был еще мал, но умел ловко кидать камнями. Стекло зазвенело, а профессор отчаянно вскрикнул и схватился за голову. «Марокко с этим мальчишкой!» — кричал через минуту дворник. Конец рассказа «Во славу науке». Одесский листок, 3 ноября 1898 года, читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Чучара» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Чучара Третьего дня вечером нам, собравшимся по обыкновению в кафе Греко на Виа Кондотти, было особенно скучно. Сноска Кафе Греко на Римской улице Кондотти было местом встреч художников, писателей, композиторов со всего мира. Дождь хлистал упорнее, чем когда-либо. Кроме нас в кафе никого не было. Мы только что окончили разговор о натурщицах. Больше говорить было не о чем. Идти домой под проливным дождем тоже не хотелось. Вдруг старший из художников, полуседой импрессионист М, поднял голову и проговорил. «Я вам расскажу историю о натурщице. В этой истории я был одним из действующих лиц, ладно? Мы сразу оживились. Александр принес кофе, мы уселись поудобнее. Эмма начал свой рассказ. Было это десять лет тому назад, здесь же, в Риме. Я задумал картину «Купающаяся Джульетта» и подыскивал подходящий оригинал. Это было трудно. Дело не в том, конечно, что моя Джульетта должна была быть почти подростком. Дело в идее этой картины. Она должна была выражать полную, настоящую невинность. Купающаяся Джульетта должна была любоваться своей красотой и сознавать ее, но в то же время быть совершенно чистой духовной и даже не подозревать, что в ее красоте есть что-нибудь грешное, запретное. Она должна была любоваться своим телом с той же невинной простотой, с какой любовалась бы хорошенькой игрушкой или свежим румяным яблочком, понимаете? А такого выражения из головы не напишешь. Надо было найти его в натуре. Изволь, ищи в нынешние дни, когда у людей воображение до того развращено, что матери считают неприличным кормить грудью своих детей при мужчинах. Я каждое утро проходил по нескольку раз по Пьяцца Диспания и искал свою Джульетту. Эта площадь была и тогда местом сборища крестьянок из округа Рима, среди которых мы, художники, находили себе натурщиц. Вы, может быть, не знаете, что народ называет их ле чочаре. Сноска. Чочаре. Крестьянка. По-итальянски. Я долго искал и не находил. Наконец, в одно воскресенье я невольно обратил внимание на красоту молоденькой, лет пятнадцати, чочаре, которая пила воду у каменной лодки, служащей бассейном фонтана, на Пьяцца Диспания. Только завидя ее, я сейчас же подумал «Эк, коля!» Вот она. Я позвал ее к себе в студию, сговорился с нею, и с того же дня она начала позировать. Когда она снимала с головы уродливый убор, который носят чочары, что-то вроде пледа, сложенного вчетверо, она казалась еще лучше. Звали ее Анджолита. Она была очень разговорчива, и во время работы мы постоянно болтали с нею. «Анджолита?» — спросил я ее однажды. — В моей стране, в России, очень трудно найти оригинал для картины. Там девушки стыдятся позировать. Я бы хотел знать, от чего это? Ведь ты не стыдишься? Вопрос был неосторожный. Но я не раскаялся, что предложил его. Она расширила глаза, словно удивилась, и ответила. «Стыдиться? Но ведь сеньор сам понимает, что это глупо. Как я могу стыдиться того, что я хорошенькая, и что сеньор нашел, что с меня стоит написать картину? В прошлое воскресенье эль-тата, отец, повел меня в галерею. Там масса картин, где изображены раздетые женщины. И если сам папа велит сохранять эти портреты, то нечего стыдиться». Экко эль-тата прочел в каталоге и сказал мне, что для многих из таких картин позировали графини и принчепессы. Клянусь честью, тут я поверил в могущество древнеитальянской крови и живучесть итальянского духа. У этого народа было столько любви к красоте, что графини и принчепессы соглашались во имя этой красоты позировать перед художниками, и народ сохранил в себе эту древнюю черту до нашего хмурого «финдосиепы» сноска «Конец века». Но это в скобках. По ответу Анджелиты вы можете судить о том, насколько она подходила к характеру моей картины. И действительно, работа подвигалась вперед быстро и удачно. Черт побери, я не окончил ее, и не окончу никогда. Однажды утром, выходя из этого самого кафе Грека, я встретил на улице молодого человека, лицо которого показалось мне знакомым. Пройдя пять шагов, я вспомнил, что это был Генрих Подтоцкий, мой бывший однокашник, чудный, душевный малый, но мистик, оставивший гимназию после пятого класса и поступивший потом в какую-то клирикальную школу в Кракове. Я бросился за ним, и он сейчас же узнал меня, мы встретились очень радушно. На радостях я чуть было не позвал его в кафе Грека, но вовремя вспомнил направление его мыслей и воздержался. Я повел его в свою студию, которая была тут же, на Виа-Корсо. Квартира моя была далеко, на Транставеринской стороне. Оказалось, что Генрих жил уже вторую неделю в Риме. Видеть священный город было его мечтой, и осуществить ее помогли ему какие-то краковские отцы, выдававшие ему пособия. Он собирал здесь материалы для работы по истории папского престола. Я показал ему свои картины и, конечно, Джульетту. Увидев ее, он покраснел, быстро отвернулся и сказал. — Мой бедный друг, ты все еще не поправился? — Подожди, Генрих, — ответил я. — Я рассчитываю на то, что именно ты одобришь идею этой картины. Но когда я разъяснил ему, в чем моя идея, он ужаснулся. — Это ты называешь невинностью? — спросил он взволнованно. — Это? Господи, да ведь твоя Джульетта не знает, в чем добро и в чем зло, и именно из этого неведения надо выводить человека, чтобы он не совершал зла, принимая его за добро. В эту минуту дверь моей студии отворилась. Это Анджелита явилась позировать. Генрих взглянул на нее и остолбенел. — Ты с нее пишешь свою картину? — почти закричал он. — Да, — ответил я. — А что? — Да ведь это еще дитя, и ты взял ее в натурщице, ты учишь ее этому ужасному ремеслу. Господи, да ведь ты честный человек! Я не успел ему ответить, он схватил свою широкополую шляпу и ушел. — Что с этим сеньором? — спросила Анджелита. Она не поняла ничего, мы говорили по-русски. Я сердито ответил. — Этот сеньор просил у меня денег, а я сказал, что он не получит ни одного сольда. Прошло две недели, но теперь моя работа плохо продвигалась вперед, потому что Анджелита стала хандрить. У нее появилось выражение задумчивости, совершенно не подходившее к Джульетте. Болтливость с нее как будто соскочила. Я стал было ее расспрашивать, но ничего не добился. Наконец, в один прекрасный день она не пришла. На следующий сеанс тоже не явилась. И я увидел ее только на четвертый день. — Что с тобой стало, Анджелита? — Ни, Йенте, ничего. Я не могла. Я заметил, что она за эти дни побледнела и осунулась, и руки у нее заметно дрожали, когда она стала расстегивать свой корсаж. И вдруг, представьте, она упала на кушетку, закрыла лицо руками и залилась слезами. — Что такое? — Я не могу больше. Это стыдно, стыдно. — Что стыдно, Мадонна Тигварди? — Позировать? — Сноско. Мадонна Тигварди. Буквально. Храните до Матери Божья. Употребляется в смысле Бог с тобой. — Да. Я остолбенел. — О, черт побери! И меня осенила вздорная, но верная мысль. — Да уж не сошлась ли ты с тем сеньором? Она сразу перестала плакать и вскочила. — Да, это он мне объяснил. Вы солгали мне. Тот сеньор не просил у вас денег. Сеньор упрекал вас за ваши отношения ко мне. И вот почему вы так гневались. — Побойся Бога, чочарина. Какие это отношения? И она опять заплакала. — Это правда, что вы мне ничего дурного не сделали. Я сама согласилась стать вашей натурщицей. — Ну, ведь это ужасно. Я только теперь поняла, как это ужасно. — Да где ты с ним встречалась? Оказалось, что он назначал ей свидание на Виа-Альбани, где-то у черта на куличиках. Мне хотелось сказать ей, моя дорогая, почтенный сеньор просто-напросто влюбился в тебя. Но что-то непонятное удерживало меня. Однако эта история мне надоела. Я не выношу женских слез. Я сказал ей, — Знаешь, Фонзулетта, я не могу принуждать тебя. Сноска. Фонзулетта. Маленькая девочка. — Если ты не хочешь позировать, вот твой расчет, и ты свободна. А когда ты очнешься, приходи опять ко мне, и мы окончим нашу картину. Я настолько хорошо знал этого веселого котенка, что был уверен в скоротечности такого затмения. Но прошла целая неделя, и она не являлась. Наконец, было это, как теперь помню, в четверг, я увидел ее снова. Я сидел в своей студии, смотрел на неоконченную картину, и злился, что не могу дописать ее. Увидев Анжелиту, я радостно кинулся ей навстречу, но ликовать было нечего. — Я пришла к сеньору, — заявила она мне почти с первого слова, с великой просьбой. Я хочу, я буду умолять его, чтобы он уничтожил эту бесстыдную картину. Кадеста кватро импудико! Моя злость сразу вернулась. — Ты с ума сошла! — раскричался я. — Я не сошла с ума, но я умоляю, умоляю! Я холодно ответил ни за что. — Анжелита бросилась передо мной на колени, но я уже не помнил себя от досады. Я схватил Джульетту с Мольберта, запер ее в соседней комнате и ушел из студии, крикнув на прощанье. — Скажи своему сеньору, что он не только большой дурак, но и большой грешник! Больше я уже не видел моей Анжелиты. Через четыре дня ко мне пришла пожилая, но еще красивая чочара, мать девочки, и спросила, не видал ли я за последнее время ее дочери, которая куда-то исчезла. Я предложил ей тот же вопрос, и она ушла. А через полчаса я получил городское письмо, в котором прочел «Ради Бога, ты не знаешь, где она?» Подпись «Генрих». Прошел день. Вечером дверь моей студии отворилась. Вошел Генрих. Не снимая шляпы, он сел у стола, опустил голову на руки и словно задумался. — Ну? — спросил я. И он глухо ответил. — Утопилось. Конец рассказа чочара. Газета «Одесский листок». 3 декабря 1898 года читал Марк Чульский «Массачусетс. Соединенные Штаты Америки». Рассказ «Святки в Италии» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. «Святки в Италии». Сеньор Ди Претис быстро взбежал по лестнице и позвонил. Отперла ему сама жена. Увидев большой пакет, который принес с собой муж, она радостно спросила «Нашлась?» Сеньор Паоло качнул головою, снял пальто и взял пакет в руки. — Все плачет, — спросил он у жены, которая сделала утвердительный знак. И не спала. — Нет, она так впечатлительна. — Знаешь, что заговорил в раздумье муж? Я хотел было подождать вечера и устроить ей сюрприз на елку, но надо будет отдать ей куклу теперь же, а то она слишком взволнована. Нирина сидела на кушетке в своей хорошенькой детской и печально смотрела в окно. Ее глаза были так необычайно красны, а круги под ними так необычайно сини, что при первом взгляде можно было понять, сколько она плакала в это утро и как мало спала в эту ночь. Ее не занимали теперь не только старые игрушки, но даже новые, только вчера вечером подаренные. Папа так много рассчитывал на роскошный дорогой Презепио для представления святой мистерии. Сноска. Презепио — игрушечный театр с фигурками, воспроизводящими сцену поклонения волхвов, непременный атрибут рождественских празднеств в Италии. Конец сноски. Большинство куколок махало руками и ногами, ясли были сделаны из красного дерева, головка младенца с настоящими мягкими волосиками была окружена ореолом из тоненькой золотой проволоки, а маленький органчик исполнял песни ангелов и трех волхвов. Ни одна девочка в Риме, вероятно, не получала еще к Рождеству такого дивного Презепио. Но это было напрасно. Нирина и не взглянула на подарок, тогда, как прежде бывало, не отгонишь ее от этого крошечного театра. Мама вошла в комнату, положила ей руку на голову и сказала, — Какие у тебя красные глазки, бомбина! Вот что значит не спать почти две ночи, а вечером будут гости. Слушай, пойдешь теперь заснуть, если я дам тебе что-то очень хорошее, что-то такое, что тебе очень понравится и что ты очень хочешь получить? — Что? Так как тут была мама, Нирина собиралась снова заплакать. Сеньора Депретис показала ей куклу. — Гуальберто! Нашлась! Нирина кинулась к своей пропавшей любимице и стала ее неистово целовать, наскоро убедившись, что Гуальберто цела и невредима, только голубое платье сильно испачкано. Через четверть часа наконец Нирину удалось уложить в постель, но прежде она раздела куклу и прижала ее к себе, заявив, — Мы будем спать вместе! Нирина шептала кукле. — Какая ты холодная, фонзулина Мия! Надо тебя согреть! Сноска, фонзулина Мия, девочка моя по-итальянски! Она еще крепче прижала Гуальберто к себе, свертываясь в клубочек под одеялом, и на самом деле атласная кожа куклы потеплела, Гуальберто зашевелилась и обняла левую толстенькую руку Нириной. — Сенти, февретто! — шептала девочка. — Послушай, бедняжка, ты должна рассказать мне свои приключения. Это будет очень интересно! — Но мама хочет, чтобы ты заснула, — ответила Гуальберто. — Ничего, я все равно не засну. — Рассказывай, что ты видела за эти два дня. Веа, давай! Кукла устроилась поудобнее и начала рассказывать. — Ты меня оставила возле витрины с картинками, на карнизе, а сама с папой ушла. Тогда уже стемнело, и проходящие меня не видели, хотя я видела их очень хорошо. Мне было так страшно, что я не могу тебе передать, и к тому же становилось довольно холодно. Так я сидела почти целый час. Вдруг мимо меня прошел маленький мальчик с каким-то ящиком под мышкой. Он напевал в полголоса ту песенку, что всегда поет твой папа. — Кисасы сервичи сон, дентра алла луна, эссо сону тути бурбон, квали дю луна. Сноска. Кто знает, есть ли слуги там на луне, и все ли они плуты там на луне. Он очень внимательно оглядывался по сторонам, и потому заметил меня, нагнулся и вслух сказал. — Эй-э, да ведь это кукла той девочки. Тут и я его узнала. Это был, кажется, тот самый мальчишка, который так приставал к папе, предлагая почистить башмаки. Он поднял меня, оглядываясь, завернул в какую-то грязную тряпку, взял тоже подмышку и понес с собою. По дороге он останавливал почти каждого прохожего и предлагал спички. Но когда мы подошли к Корсо, он свистнул и сказал «А, Пиццардоне!» и перебежал голопом через улицу, где было очень светло. — Я знаю это слово, — сказала Нирина. — Пиццардоне значит полицейский. Только помни Гуальберта. Если назвать так полицейского в глаза, то он очень обидится. — Мы шли ужасно долго, — продолжала Гуальберта. — Когда мальчик наконец остановился, мы были в какой-то узенькой и темной улице. Здесь он вошел в дверь, сел на свой ящичек, поставил меня перед собою и заговорил со мною. — Что мне с вами делать, сеньорина, а? Следовало бы отнести вас в полицию, но я не могу туда явиться с ящиком, где лежат щетки и вакса, потому что я, как бы вам сказать, забыл выхлопотать позволение на чистку сапог. Понимаете, королей, дорогая вы моя? А теперь у меня болят ноги, и мне очень не хочется бежать так далеко, тем более, что скоро надо идти на Коттио, а? Поэтому вам придется побыть у меня до завтра. Сноска. Коттио. Традиционная рыбная ярмарка в канун Рождества с участием уличных певцов и музыкантов, сопровождавшаяся шумным весельем. Конец сноски. Его лицо было освещено, и я видела, как он задумался, глядя на меня, и вдруг стал печальным, покачал головой, свистнул и сказал «Экко!» Потом взял меня в руки, завернул, вышел снова на улицу, пробежал несколько домов и поднялся по какой-то страшно высокой лестнице. Тут он постучался в дверь и спросил «Сора, Нанна, можно видеть Нинетту?» В дверях показалась женщина и сказала «Вечно ты тут, Мео, на что тебе она?» «Сора, Нанна, вам ведь не мешает. Я к ней на минуту». «Ступай!» Она там лежит. «Знаешь, Нирина, я никогда не видела такой бледной и худой девочки, как эта Нинетта. Мне стало ужасно жаль ее, а она так обрадовалась, когда Мео подал ей меня, что у нее сразу выступил на щеках яркий румянец. Мео смотрел на нее и сказал «Можешь оставить ее у себя до завтрашнего утра. А теперь чао, до свидания». «Куда ты? Посиди со мною». «Я еще не был дома и не ел, и потом мне надо еще поспеть на коттио». Тогда она стала ласкаться к нему. «Меино, дорогой, возьми меня тоже на коттио. Я так давно не была на улице. Я совсем забыла, что послезавтра Рождество». Он ответил «Ты с ума сошла, Нина. Теперь холодно, а ты нездорова». Когда он запнулся, она так печально посмотрела на него, что мне стало больно внутри, покачала головой и повторила «Возьми меня с собой, миино, мио». Он отвернулся и сказал «А сора на она?» Тогда Нинетта закричала «Тетя, тетя, я пойду к Мео на ужин. Вы ведь будете у соры Реджины, и мне скучно оставаться одной». Тетка заворчала немного и сказала «Ступай». Нинетта закуталась в платок, взяла меня, и мы вышли, а через несколько минут были в квартире Мео. У него оказались три маленьких брата и мать, и все они жили в одной комнате, совсем небольшой. Мео посадил Нинетту в углу, а сам пошел к матери. Нинетта не очень теребила меня, так что я слышала разговор Мео и его мамы. Он сказал «Сегодня я заработал семнадцать сольди, а ты?» «Я тридцать сольди». «А Бомбини?» Я очень удивилась, услышав, что эти мальчики, старшему было лет семь, зарабатывают деньги. Мать вздохнула и ответила «Старшие принесли по одиннадцать сольди, а Пьерино поймал пиццардоне, привел его сюда и сказал, что если еще раз увидят моих детей продающими спички без патента, то мне достанется». После этого мать сказала «Всего есть четыре лиры, пятнадцать сольди. Слушайте, дети, если мы купим капитоне, то потом нам целую неделю придется есть хлеб со слюною, пане остуто». Сноска капитоне вид угря Мео отвернулся, а остальные три мальчика начали плакать и кричать, так что у меня закружилось в голове. Маленький Пьерино лег на стол, начал бить по доске каблуками и повторял во все горло «Я хочу капитоне, я хочу капитоне». Мать зажала уши и закричала хриплым голосом «Зита, Зита, замолчи, не шуми, Мео купит вам капитоне». Тогда Мео отозвал ее в сторону и сказал «Пусть их, мама, я верно завтра получу две лиры от тех, кто потерял вот эту куклу». Он показал матери меня и добавил, почему-то смотря ей прямо в глаза «Я ее нашел на Виа-Систина». Мать тоже посмотрела ему прямо в глаза, потом посмотрела на меня и сказала «Не испорть ее, не нет-то». А потом она опять обратилась к Мео «Ну, тебе пора, Каттио скоро начнется, только купи хорошего, капитоны, бедные мои дети, надо же вам в самом деле хоть раз в году сытно и вкусно поесть». На улице Нинетта куталась в два платка и прижимала меня к себе. Я высунула голову и слушала, но они молчали. «Только один раз», — Мео сказал, «Мы оба сумасшедшие, дует Трамонтана, северный ветер, а я веду тебя на Пьяцца-дель-Черчио». Она ответила «Но на улице ведь так хорошо, и мне тепло, Мео, право, тепло». Они прошли мимо огромной ямы, большой, как пьяцца-колонна, и оттуда подымались какие-то столбы, камни и стены. «Это фора Романа», — ставила Нерина. «Мы его прошли, и я увидела толпу, услышала шум и крики, и почувствовала невыносимый запах рыбы. Торговцы ужасно громко выкликали название рыбы, и чаще всего слышалось «Капитони, капитони, капитони». Это и был Коттио, рыбный рынок. «Да», — прервала опять Нерина, — «я знаю, такой рынок устраивается перед каждым Рождеством, у нас вчера вечером тоже был к ужину капитони. Но рассказывай дальше, Гуальберто, я больше не буду тебя прерывать». Гуальберто снова заговорила. Я не люблю шума и толпы, и потому я спряталась под платками Нинетты. Там, как в темнице, я пробыла очень долго, и под конец Нинетта начала страшно кашлять. Когда я почувствовала, что мы ушли из Коттио, я снова выставила голову. Нинетта, хрипя, сказала Мео, «Идем скорее домой. Мне очень больно в груди, когда я кашляю». Мео смотрел на нее так, как будто она была его сестра, и повторил несколько раз, «Мадонна, зачем я взял тебя с собою? Я сумасшедший». Когда мы вошли в ту улицу, Мео дал ей в руки сверток с рыбой, а сам взял Нинетту на руки и понес нас наверх, в комнату Соры Нанны. Но Соры Нанны не было. Мео уложил Нинетту на кровать, «Если бы ты видела эту кровать!» И Нинетта все кашляла так, как будто у нее рвалось в горле. Мео хотел позвать Сору Нанну, но девочка не соглашалась и уверяла его, что это пройдет. Она прибавила, «Только вернись ко мне и не отнимай у меня сегодня куклу». Мео взял рыбу и побежал домой, а через несколько минут Нинетта, она была горячая-горячая, сделалась такой странной и стала говорить такие непонятные вещи, что я едва не обмерла со страха. Она начала бредить. Мео пришел и, увидев это, бросился за своей матерью и Сорой Нанной. Вся комната наполнилась соседками, а через полчаса пришел доктор. Обо мне тут совсем забыли, и кто-то бросил меня в угол. Я попала за сундук и лежала там, почти ничего не слыша и не двигаясь. Только на другой день обо мне вспомнили. Мать Мео вытащила меня и унесла к себе. Я успела рассмотреть Нинетту, которая лежала на своей постели и тихо хрипела. А когда наступил вечер, пришел Мео, он отдал матери свою выручку и сейчас же убежал к Нинетте. Он вернулся нескоро и смотрел очень хмуро. Зато его братьям было весело. Они прыгали вокруг стола и пели «Эвива иль капитоне, аббаса иль пиццардоне!» «Здравствуй, рыба капитоне, убирайся, пиццардоне!» А потом один из них закричал «Мама, а ты забыла, что сегодня надо зажечь чеппо?» Сноска, чеппо, полено. Сжигание рождественского полена было традиционной частью праздничного ритуала. Мать сказала «Но у нас нет больше дров!» Тогда мальчишки снова начали хныкать. Мать вздохнула и одела уже было платок, но Мео встал и без шапки вышел из комнаты. Через десять минут он вернулся и принес большой кусок деревянной доски. «О!» сказала мать ласковым голосом «Кто это дал тебе так много?» А Мео коротко ответил «Я украл это на стройке». Потом он сел у стола и больше не двигался. Мальчики положили доску в камин, обернули ее старой газетой и зажгли. Когда она, наконец, разгорелась, они запрыгали перед огнем, греясь и крича «Чеппо, Чеппо, Джезуэ Мария, Эссан Беппо, Экос Сия!» «Полено, полено, Иисусе Мария, Иосиф Святой воистину так!» «Чеппо должен гореть до самого рождественского утра!» закричал Пьерино. Тут Мео поднял голову и сказал «Доктор говорит, что Ненетто проживет столько же, сколько и рождественское Чеппо». Мать разделила между всеми часть капитоны, и Мео принялся с жадностью за еду. Сегодня утром Мео вышел из комнаты, когда было еще темно, и вернулся только через три часа. Он был очень молчалив и бледен. Он завернул меня в платок, взял под мышку свой ящик и вышел. На улице перед домом, где жила Ненетто, была большая толпа, но Мео пошел другой дорогой, и я не могла узнать, что сталось с бедной девочкой. Мео шел молча и опустив голову, не предлагая никому спичек и не останавливаясь для чистки башмаков. Вдруг к нему подошел полицейский и сказал «Хе-хе, рогатцо! Эй, мальчик, покажи-ка мне свой билет!» Мео вздрогнул и оглянулся, как будто хотел убежать, но полицейский держал уже его за куртку. Тогда он спросил «Какой билет?» «А ведь это ящик для чистки сапог!» «У меня нет билета», — сказал Мео угрюмо. Полицейский ничего не ответил, взял его за руку и повел с собою. «А это что?» Мео, глядя в землю, ответил злым голосом «Вы или слепой, или дурак, Пиццардоне! Это кукла!» Полицейский, кажется, страшно рассердился, но сдержался и только прибавил шагу да сказал «А вот мы в префектуре узнаем, откуда у тебя эта кукла!» «Когда мы пришли в большое здание с огромными залами, верно, это была префектура, какой-то господин взял меня у Мео, унес и спрятал в шкаф, а через час дверь шкафа отперли, и я увидела твоего папу...» Синьор Депретис вошел в детскую на цыпочках, но Нирина уже проснулась. «Баба, бабуча, папа, папочка!» — позвала она. «Если бы ты знал, что Гуальберта рассказала мне во сне!» И она передала отцу приключения куклы, закончив своим настойчивым тоном. «Надо, чтобы ты отыскал семью Мео, а также бедную Нинетту, может быть, она еще жива, и помоги им, непременно, баба Мео!» Отец посадил ее к себе на колени, и сказал, «Как ты впечатлительна, моя милая девочка! Ведь ты понимаешь, что это все тебе только приснилось. На самом деле Гуальберту принес в полицию приказчик того магазина на Виа-Систина, где мы ее потеряли». Нирина задумалась. После наедине синьора Депретис сказала мужу, «Все это твоя система воспитания. При девочке читают газеты, говорят, бог знает о чем, она так впечатлительна!» А вечером было очень весело. Рождественская елка в Риме — редкость, и это еще увеличивало ликование детворы. Нирина нашла среди подарков новое платьице для Гуальберты, переодела ее, и танцевала с нею вальс в первой паре. Конец рассказа «Святки в Италии». Впервые опубликован в газете «Одесские новости» 25 декабря 1898 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ для дневника Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Кавычки открываются. Мой остроумный недруг. Вы, вероятно, будете проклинать меня. Записки, которые я вам посылаю, намараны ужасным почерком и, главное, очень неполны. Но я, право, не виновата. До последней недели, правда, я не особенно много занималась Леной, потому что по ученической привычке откладывала пока можно, а чуть взялась серьезно изучать ее. Она уже три дня как перестала являться. Пойти к ней я не могла, так как они живут очень бедно, и я бы стеснила ее мать, как это уже раз было. Посылала горничную раза два, но она никого не застала. И так вы видите, что я не виновата, и как вам не тяжело, а должны будете в этом сознаться. Посылаю вам всего три странички записок. Покажите свое искусство, и при помощи вашего холеного остроумия растяните их на порядочный дневник, за который я получила бы не меньше пятерки. Это, кажется, ваше амплуа. Позавчера вечером на Дерибасовской вы показали мне свое искусство говорить без умолвки полтора часа, и ровно ни о чем. Поддержите свою славу. Посылаю вам это письмо с горничной, потому что сама очень занята, но завтра перед вечером забегу к вам посмотреть, и горе вам, если еще не будет начато. Не забудьте, что в среду я читаю свой дневник, а надо еще переписать и поправить. Да-с, поправить. Как только письмо было дописано до этого пункта, знаки припинания были расставлены несколько иначе, чем тут. В комнату сбежала Лили и сказала, — Твоя приготовишка пришла, Надя, она там раздевается. Наконец-то! Надя кинулась в сене, поцеловалась с крошечной девочкой в форменном платьице и повела ее к себе. — Что с тобой, Лена? — Отчего ты не приходила? — Я не могла, мадемуазель, — ответила девочка, степенно усаживаясь на стул. — Я и в класс не ходила, мы были заняты. — Что это мы? — Я мама. — Ах, какая ты, Леночка! Надо сказать, мама и я. Чем это заняты? — Может быть, хоть четвертую страничку удастся написать? — мелькала в голове у Нади. Лиля принесла чаю с печеньями и ушла. Она знала, что когда Надя изучает приготовишку, присутствовать означало бы нарываться на ссору с сестрой. Лена взяла свой стакан и начала объяснять по обыкновению, подробно и пространно. Она привыкла к тому, что мадемуазель по неизвестной причине всегда интересовалась ее рассказами, как бы длинные они ни были, и этот интерес взрослой девушки очень льстил ей. Мы с мамой все время жили у дяди Павы и не возвращались на квартиру. Все потому, что папа вернулся. Он жил в Кишиневе до сих пор, и ничего, тихо, а теперь явился и начал кричать на маму. Лена сделала артистическую паузу. Надя спросила, — Ну и что? Он все показывал на меня и кричал, что я его дочь, и что он хочет взять меня. Тогда мама заплакала и сказала, что нет, чтобы он уехал к себе в Кишинев и оставил нас в покое. Потом с мамой сделалась истерика, а он сказал, — А, ты хочешь, чтобы соседи сбежались? И ушел. — Берси, мадемуазель. — Пей еще, Леночка. Ну-ну. В шесть часов мама ушла на урок. Тогда он снова пришел и стал говорить со мной, как я учусь, и что, и когда, и про нас тоже. — Твой папа молодой? — быстро спросила Надя. — А, впрочем, это пустяки. Ну, рассказывай. — А он как мама, только совсем худой и с красными глазами. Он пьяница, от него пахло водкой. И вдруг, мадемуазель, представьте себе, он берет меня на руки. — А она же. Живо передает виденное. Надо будет отметить, — подумала Надя. — И говорит, уйдем со мной. На что тебе мама? Она бессердечная женщина и ничего не понимает. Я испугалась, но говорю, что это нельзя. Он говорит, а ты меня любишь? Только скажи правду. Я еще больше испугалась. И говорю, что да и очень. Умеет изворачиваться и лгать, — мысленно записывала Надя. Тогда вдруг, знаете, мадемуазель, он хватает меня еще крепче и говорит, я тебя увезу. Я стал плакать. Иди себе, а то я буду кричать отчаянно. Употребляет книжное выражение. Он даже сам испугался и ушел. Потом пришла мама, и я ей говорю так и так, а она говорит, переберемся к дяде Паве. Так мы у дяди Павы и жили три дня. Мама меня не пускала ходить в класс. Сегодня утром пришел дядя Пава и сказал маме про папу, что он убрался ко всем чертям. Дядя Пава сказал, что погрозил папе посадить его. Я у мамы не хотела спросить, но посадить, значит, вострок? — О, нет, какие глупости, — сказала Надя, — просто так посадить, — добавила она рассеянно, думая про себя. Надо было бы теперь узнать ее субъективный взгляд, так кажется, на все это. — Кто же прав по-двоему, Леночка, мама или папа? Лена выпитила нижнюю губу и отодвинула от себя стакан. — Что значит, он увезет меня? — спросила она с негодованием. — Я не чемодан. — Да, Леночка, это против тебя, но против мамы. Как по-твоему, прав он или нет? — Если ответит в попад, отмечу, что понимает самые сложные вопросы, — подумала Надя. — Конечно, мама. Чего это он приехал голову морочить? Никто его вовсе не звал. Наде показалось, что она зашла немного далеко, к тому же вопрос был исчерпан, и она заметила. — Тссс, Леночка, кто же так говорит о родителях? И вообще, когда я была маленькой девочкой, не бралась судить о том, чего не понимала. Лена подняла на нее глаза с таким откровенным изумлением, что Надя поторопилась сказать. — Ах, Леночка, скоро начнет темнеть. Тебе пора. Сегодня ни я, ни Лили не можем тебя проводить. Надя дописывала последние слова, когда вошел отец. Она передала ему наскоро рассказ девочке. — Да, тяжелая история, — сказал папа. — Ты этим тоже воспользуешься? — Конечно. В обработке Чернецкого. Он мне пишет дневник, выйдет прекрасно, пятерка обеспечена. — Ох, вы обманщицы. — Слушай, девочка знает, что ты ее описываешь. — Боже, сохрани. — Видишь ли, ведь эту историю ты прочтешь перед целым классом, не так ли, при учителях? И будет известна фамилия девочки. Не пристало бы разоблачать эти семейные драмы. — Ох, с тобой, папочка, как же иначе? Разве можно изучать ребенка вне среды, в которой... Отец отмахнулся. — Ах, ну тебя, из учебника наизусть слыхал. Он вышел, думая про себя. — Кто тебе поручится, брат Антон Антонович, что эту самую Надю, когда она была таким же клопом, не описывала какая-нибудь добрая душа? — А у нас тогда с женой, может быть, маленькие не того были. О чем и читался доклад перед классом, а? Тьфу, и фильетонистов не надо. Надя дописывала, повторяя протяжно в полголоса каждое слово. — Богатый материал. Твердо надеюсь на вас. Будьте славным мальчиком, сядьте сейчас за работу. Все равно сегодня вечером я буду на Дерибасовской. Конец рассказа для дневника. Газета «Одесские новости», 19 января 1899 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Почерк «Ульрих» из собрания ранних рассказов Владимира Жапотинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. В воздухе стоит обычный гамм вечерней жизни с редкой для Одессы нотой звона колокольчиков на санях. А санная дорога действительно чудесная, и кто может спешит воспользоваться ею, зная, что завтра или послезавтра от твердого снега останется только слизкая грязь. Соборная площадь вся покрыта непротоптанной белой периной. Со стороны собора показываются две фигуры. Это две молоденькие девушки, обе в меховых шапочках, с шарфами и муфтами, обе хорошенькие, раскрасневшиеся от мороза и быстрой ходьбы, и обе веселые. Послезавтра учение, и надо хорошо распорядиться последними вечерами праздников. — Лида, я боюсь идти через площадь, мы утонем в снегу, и потом она совсем пуста. Но Лида, очевидно, смелее. Если пуста, то тем лучше, никого не встретим, а если утонем в снегу, то найдется рыцарь, чтобы спасти нас. С беспечным хохотом, неловкими, но быстрыми шагами барышни пробираются по неглубокому снегу. — Лида, кто ты идет? Военный? — Да, кажется. — Правда, это военный, но в какой-то странной форме. Девушки проходят в стороне от него, и Лида, в полуоборот, не останавливаясь, спрашивает. — Как ваше имя? Военный, по крайней мере, в двенадцатый раз за этот вечер, отвечает — Ульрих. Барышни бегут дальше. Лида в полголоса объясняет. — Это из финляндских офицеров. Они гостят в Одессе уже три недели, а моего жениха будут звать Ульрих. Что же это? — Лида. — Он идет за нами. — Кто? Ульрих? — Да. Лида смотрит и спокойно замечает. — Вряд ли именно за нами. Но если бы и так, какая ты трусиха моя, нюничка, ведь это офицер. — Идем все-таки скорее, — говорит нюничка и немного замедляет свою походку. — Идем скорее. Лида согласна и тоже немного убавляет шагу, так что в самом начале пустой аллеи иностранец настигает их. Несколько секунд он идет с ними рядом, на поодаль. Потом набирается духу и с акцентом, похожим на немецкий, произносит. — Извините, парышни, мощно тваслова. Обе парышни еще убавляют шагу, и нюничка после небольшого колебания говорит. — Простите, но мы вас не знаем. — Что вам угодно, — прерывает решительно Лида. Офицер приближается, переходит по кавалерски на левую сторону и ясно показывает молоденькое румяное лицо с белобрысыми усиками. — Я очень прошу, извините меня, — говорит он негромко и несмело. — Я бы не хотел, чтобы вы сочли меня за нахал. Как только вы скажете, я сейчас оставлю вас и уйду, но... Он подыскивает слова и упорно смотрит вниз. — Эй, да что, вы верно будете смеяться, но я вам прямо объясню, почему обеспокоил вас. Мои товарищи получили отпуск на праздники и уехали в Улеобор. А я дежурный, я остался. Я теперь совершенно один в незнакомом городе. Это очень тяжело и тоскливо. Совершенно один в незнакомом городе во время праздников. Вот, может быть, вы станете смеяться или обидитесь. Но напрасно, потому что только скажите, и я уйду. Я побеспокоил вас вот для чего. Я хотел попросить. Так, на удачу. — Позвольте мне в этот вечер, пока вы имеете время, быть, но считаться вашим знакомым. Я всегда проводил этот вечер в семье, с сестрами и братьями. Я прошу только этот вечер. И недолго, знаете, барышни, мне уж слишком тоскливо. Тут он подымает на них глаза, такие же свежие и молоденькие, как все его лицо. Обе барышни смотрят на него очень серьезно. Они уже прошли мимо памятника и вышли на шумный, ярко освещенный перекресток. Нюничка по привычке сворачивает было на Дерибасовскую, но Лида искусно направляет ее прямо, по более спокойной, преображенской. Офицер ждет. Лида спрашивает его. — У вас здесь нет знакомых? — Никого. Два или три здешних офицера. Но теперь они не могут заниматься мною. Праздник, визиты, семейство. Я совершенно один. Эти слова — совершенно один. Он как-то отчаянно вычеканивает своим неловким, затрудненным произношением. — А скажите, — говорит Лида, — почему вы именно к нам подошли? — К вам? — К молодым мужчинам я не обратился бы, потому что тем, без всякого сомнения, показалось бы смешно. А к вам я решился подойти, потому что был в пустом месте. Он улыбнулся. — Если бы вы сказали мне прочь на хал, то уж лучше в пустом месте, а не на людной улице. — У него есть еще один резон, которого нельзя объяснить этим барышням. Когда они прошли мимо него, отражение снега осветило их лица, и он по их молодости заключил, что эти хорошенькие девушки, наверное, не из той отверженной касты, которой сын скромной финляндской семьи чуждался и боялся. Он вспоминал о своих сестрах, и ему мучительно хотелось провести этот вечер в обществе женщин, но таких же чистых и таких же свежих душою, как эти далекие Гертруда и Анни. Лида и Нюнечка внимательно взглядывают на него. Они совсем не охотницы до строгости. Свидетели тому неба, аллеи Александровского парка из десяток кавалеров самой первой юности. Но нахалов они не любят, особенно, когда это не свой брат, безусый коллега, а целый офицер. Однако у Ульриха такое доброе и опечаленное лицо, что они успокаиваются. — Это так странно и неожиданно, — говорит Нюнечка колеблющимся тоном. — Мы вас не знаем. — Знаете, сделаем так, — говорит Лида. — Мы позволяем вам сопровождать нас до первого вашего проступка. Понимаете? Офицер понимает и смотрит на Лиду с благодарностью, в которой столько ясного детского выражения, что барышня невольно спрашивает, сколько ему лет. — Девяносто, — серьезно отвечает он, но они догадываются, что он хочет сказать девятнадцать, и разражаются звонким хохотом. — Ваши числа такие трудные. Я бы хотел посмотреть, как бы вы говорили по-фински, — полуобидчиво оправдывается офицер и сам смеется. Они поворачивают к Дерибасовской. Светло, шумно и людно. По обоим тротуарам движутся взады вперед длинные пестрые цепи гуляющих. Здесь можно говорить о чем угодно и хохотать без стеснения, потому что общий гам сохраняет секреты лучше всякого уединения. По твердому снегу мостовой бегут роскошные сани, увозящие какую-то парочку, и при виде их у молодого северянина раздуваются ноздри. — Барышни, — говорит он, — позвольте мне пригласить вас покататься на санях. Они вспыхивают и переглядываются, а офицерик в ту же минуту как будто бледнеет и опускает руки. — Вот я уже и провинился, — говорит он уныло. — Ради бога, извините меня, я забыл, что вы не знаете меня и не можете поехать со мною. Извините и не сердитесь. Через минуту молчания у Лиды вырывается. — А вы, честное слово, ничего нам не сделаете? Не завезете? — А, — отвечает Ульрих, почти задыхаясь от радости, — можно, да, да, санки? — Лида, ты с ума сошла, — шепчет испуганная подруга. Лида встряхивает головой. — Эй, один раз в жизни не беда. — Я ни за что не поеду, — решительно объявляет нюничка. Санки подъезжают, обе подруги садятся рядом, офицер против них. — Как-нибудь по адресу? Или так? Турями? — Турями, — смеется Лида. Извозчик лихо поворачивает, и начинается первый тур. — Так медленно, — говорит Ульрих. — Пусть он потом свернет на Пушкинскую, там можно будет быстрее. На больших часах перед магазином стрелки показывают девять. — В десять мы обе должны быть у нее, — говорит нюничка, кивая на подругу. В десять часов, не совсем в десять, но раньше одиннадцати, сани останавливаются перед воротами дома Лиды. Офицер высаживает барышей. — Что вы будете думать об адресских девушках, один бог знает, — замечает Лида. — Кататься с незнакомым — это знаете. Офицер снимает фуражку, крепко пожимает руку Лиды и говорит немного дрожащим голосом. — Я не люблю лгать, это правда считается непринято, но пусть вас Бог благословит за это, потому что так тяжело быть одиноким и чужим, смотреть на веселье на улице и знать, что мне тут нет места. Прощайте, спасибо, пусть вас Бог благословит. — Люда и нюничка немного тронутый. Бедный девятнадцатилетний мальчик, в его голосе как будто слезы. Стройные фигуры исчезают в подъезде. Улих, опустив голову, идет к саням. — Извозчик, — говорит он, — повезите меня куда-нибудь очень подальше. — Куда вы же? В Парх, может, прикажете. — Как извозчик? — В Парх, то есть за город. Хочете? — Хорошо, за город. Только скорее. Сани бегут. Офицер сидит, опустив голову. Конец очерка Ульрих. Газета «Одесские новости». 22 февраля 1899 года. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Буря» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Буря Профессор задал сыну урок на завтра, потянулся, подошел к окну и, глядя на море, воскликнул. Ну и погода! Адриана, сидевшая за швейной машиной, не успела ответить, как в дверь постучались. — Аванти, войдите, — сказал профессор. — Доктор? — Вы? — Вот это мило с вашей стороны! Здравствуйте, здравствуйте! Садитесь и рассказывайте. Что нового? — Погода плоха. Вот и все. Адриана внимательно посмотрела на врача и сказала. — Доктор, вы верно от Ланци? — Вы, может быть, знаете, от чего синьора Ланци не пришла бы за вчера? Доктор замялся. — Она, кажется, была нездорова. Вы знаете, у этой дамы... Профессор ходил большими шагами по комнате. Он нахмурился и посмотрел на детей. Мальчик посадил трехлетнюю сестренку на колени и показывал ей картинки. Профессор подошел поближе к Адриане и доктору и мрачно сказал в полголоса. — Это все не то. Старая история. Синьора Ланци узнала, что Адриана не моя жена. И, конечно, визит к нам... Адриана положила шитье и посмотрела на него кроткими глазами. — Ну, и есть ли из-за чего огорчаться, Джорджо? Пусть синьора Ланци сидит дома. — Слава Богу, и без нее находятся друзья, которые не забывают нас даже во время буи. Джорджо пожал руку доктору, а Адриана продолжала. — Мы вас, знаете, не отпустим в такую погоду. Вы пообедаете с нами. Тем более, что у нас сегодня некое блюдо. Догадываетесь? В эту минуту вбежал матрос со спасательной станции. — Вы тут, сеньор доктор, — сказал он, — пожалуйста, скорее. Бурей так закачала маленький пароходик, который шел из Чевиталекки в Неаполь, что ему пришлось остановиться у нас. С одной дамой совсем дурно, и вы необходимы. Ее снесли в госпиталь у станции. — Ма, однако, — сказала Адриана, пока доктор спешно одевался, — неужели Ланци не могла дать ей место у себя? В госпитале так сыро и холодно. — Джорджо, можно было бы перенести ее на это время к нам, а, бедняжка, морская болезнь хоть кого свалит? — Конечно, — сказал профессор, — конечно. — Доктор, распорядитесь, чтобы ее перевели к нам в спальню, слышите? — кричал он вдогонку врачу. — Пусть теперь Ланци говорит, что мы еще чужих к себе в дом пускаем, не так ли, Адриана? — Пусть, — ответила весело молодая женщина. Она позвала детей, и оба помогли ей убрать шитье и привести комнату в порядок. Потом она пошла в спальню, куда через несколько минут принесли через другие двери больную. Тот же матрос вбежал снова к Джорджо и в попыхах подал ему рецепт доктора. Профессор начал составлять лекарства и расспрашивал. — Эта дама одна? — Нет, с ней господин, очевидно, муж. Он граф? — Граф, как его, граф Венти Рамполли. — Вот, лекарство готово, — сказал профессор. Из спальни выбежала горничная, унесла туда лекарство и заперла дверь. Матрос вышел. Дверь спальни снова отворилась. Показался молодой еще мужчина. Он подошел к профессору и подал ему руку. — Простите за это нашествие, — сказал он. — Мы вам причиняем столько беспокойства. — О, сеньор, — ответил Джорджо, — право, пустяки, не о чем и говорить. Скажите лучше, как чувствует себя ваша супруга? — О, благодарю вас, она пришла в себя. Через несколько минут совсем оправится. Оба сели и разговорились. Профессор назвал себя и рассказал о своих опытах над внизшими организмами, ради которых ему пришлось поселиться в этом приморском городке. Вошла Адриана. Граф вскочил и спросил. — Ну как, сеньора? — Лучше, лучше, все хорошо. Вашей сестре нужен только отдых. — Сестре? — спросил удивленный профессор. — О, — ответил граф. — Ну да, сестра. — Я разве не сказал вам, что это, как его, моя сестра? — А так вы говорите, сеньора, что ей лучше? — Тысячу раз благодарю вас и прошу прощения. Теперь я, с вашего позволения, пойду на пристань справиться о вещах. Если бы я, профессор, смел просить вас сопровождать меня. — К вашим услугам, — сказал Джорджо. Адриана подошла к шкафу, но услышала шум отворявшейся из спальни двери. Она обернулась. — Сеньора, зачем же вы встали? — Благодарю вас. Я чувствую себя прекрасно. Вошедшая была бледная, но красивая дама лет тридцати, с золотыми венецианскими волосами, немного развившимися. Она медленно подвигалась по кабинету. — Какой у вас всюду порядок, сеньора? — говорила она слабым еще голосом. — А что это за коллекции? — Это коллекция профессора. — А, здесь есть и профессор? — Да, — сказала Адриана. — Это мой муж, профессор Леони. — Джорджо Леони? — быстро спросила гостья. — Вы его знаете? — О, нет, но я много слышала о нем. И вы давно замужем за ним? Адриане показалось в ее тоне что-то ироническое. Она кое-как ответила, извинилась хлопотами по хозяйству и ушла на кухню. Гостья подошла к фортепиано и стала разбирать ноты. В передней послышались шаги. В кабинет вошел Джорджо, увидел ее и остановился, как вкопанный. Она не слышала. Профессор подошел ближе, заглянул ей в лицо и почти вскрикнул. — Лаура! Она обернулась, посмотрела на него и спокойно села у стола. Джорджо оглянулся, наклонился над ней и сказал полголоса, но с силой. — Вы сейчас же оставите этот дом. — Но вы не очень любезны, — ответила она насмешливо, — и, однако, если есть здесь кто-нибудь, имеющий право оставаться в этом доме в качестве вашей жены, то это я и та, та дама, которая только что рекомендовала мне вас своим мужем, просто присвоила мои права. Джорджо беспокойно стоял у двери. — Все это вас не касается, вы отказались от всего этого в тот самый день, когда покинули меня, по-моему, даже раньше, когда взяли себе первого любовника, — сказал он. Она оставалась совершенно спокойной и закинула назад свою голову. — Да, и зато полная свобода, — проговорила она с наслаждением, и я даже приняла снова свою девичью фамилию. — Свобода Самки! — в его голосе слышалось горькое презрение. — И пользуйтесь ею, сколько вам угодно, но не смущайте моего счастья. Уже и того достаточно, и что из-за вас эта женщина и мои дети лишены имени. Оставьте меня в покое, как я оставляю вас. — А ведь вы меня все-таки любили? — протянула она дразнящим тоном. Он пожал плечами. — Да. — Любил. — О, как любил! — Когда я узнал о первой вашей измене, мне показалось, что мои боги опозорены, что мое отечество завоевано врагами. Когда вы уехали, мне показалось, что моя жизнь окончена. Понимаете? Она подняла на него глаза. Джорджа продолжал. — Вас не было со мною. Вы разлюбили меня и не хотели больше знать меня. Я подал на колени и с криком протягивал руки за вами. — За вами! — А теперь я смотрю здесь на вас с таким равнодушием, с таким презрением. Она снова опустила голову на стол и задумалась. Голос профессора задрожал злобой. — Я нашел счастье в этой святой женщине, а потом в двух маленьких созданиях, которым не могу дать своего имени, но из которых я сделаю честных людей. А у вас... Он низко наклонился над ней, а у вас никогда, слышите, никогда не будет этого утешения. Она тихим голосом ответила. — О, да, мне тоже хотелось бы узнать счастье матери. — Что? — расхохотался он вам. — Да на что вам? — Да, вы не знаете, что надо быть святою, как эта женщина, надо принести много жертв, чтобы не покраснеть в тот день, когда придется сказать своим детям. — Я родила вас, не будучи женою вашего отца. — Понимаете? Она вспыхнула и выпрямилась. — Вы слишком гордитесь передо мною своим счастьем. Берегитесь, чтобы мне не пришло желание испортить его, заявив этой женщине, кто я такая, и потребовав своих прав. — Вы это сделаете. — А, впрочем, что угодно. Будет лишняя низость с вашей стороны и больше ничего. В эту минуту через комнату пробежала маленькая девочка. У стола она остановилась и с любопытством взглянула на красивую даму с пышными золотыми волосами. Та потянулась была к ребенку, но профессор быстро схватил девочку на руки и вынес ее. Вошел доктор с графом. Адриана вернулась и пригласила всех в столовую. — Грация, сеньора, — сказала Лаура, — но это невозможно. Мы сейчас уедем. — Как? — в один голос изумились все, кроме вошедшего профессора. Лаура тихо сказала графу. — Я этого хочу, а причины объясню тебе потом. Адриана была в отчаянии, апеллировала к доктору, к мужу и графу, но гостья упорствовала. Тогда Адриана подошла к врачу и шепнула ему. — Опять та же история. Она узнала, что я не жена Джорджо и не хочет оставаться у нее. Краф и доктор ушли сдавать в багаж вещи. Гости Адриана и Джорджо сидели в комнате. — Сеньора, — начала Адриана, собравшись с духом. — Отчего вы не хотите воспользоваться нашим приглашением? Оно от чистого сердца. У нее в голосе послышались слезы. — Право, это невозможно. Я тороплюсь в Неаполь, чувствую себя уже вполне хорошо, и не хочу попусту беспокоить вас. Все трое молчали с минуту. — Вы не намерены оставить этот городок? — спросила Костя. — Зачем? — ответила Адриана. — Профессор здесь занимается своими опытами. А мне везде хорошо с ним. Она ласково посмотрела на мужа. Вы не можете себе представить, сколько в нем доброты под этой хмурой ученой наружности. Она была глубоко огорчена, но в гостье ей инстинктивно что-то нравилось, и ей хотелось почему-то рассказать ей все, оправдаться перед ней. — Нам здесь так хорошо, сеньора, — продолжала она. Обыкновенно Джорджо работает, а я шью что-нибудь, и мы всегда вместе. Если у меня или у него случается какая-нибудь удача, мы так рады бываем сообщить ее друг другу. Мне с ним хорошо, и я думаю, что ему со мной тоже. Я знаю, что он во всем выше меня, но моя гордость в том, что я на этом посту оказалась достойнее другой, которая занимала его до меня. Джорджо сделал движение, чтобы остановить ее, но Адриана продолжала голосом, который все больше и больше дрожал. — Видите ли, сеньора, мы не повенчаны. Другая женщина — законная жена Джорджо. Но она меняла любовников, как наряды, и, наконец, покинула его. Если бы вы знали, сколько мук она нам стоит! Не из-за нас самих, конечно, но дети, бедные дети, которым мы не можем дать честного имени отца. — Так что, я думаю, — тихо сказала гостья, — единственный исход — это смерть той женщины? Адриана опустила голову и прошептала. — Тяжело и счастье, достающееся ценою смерти другого. Они молчали. — У вас много детей, сеньора? — спросила гостья. — Мальчик и девочка. Первый ребенок у нас родился через год после нашей встречи. Ах, сеньора, я еще теперь помню, как я радовалась ему, и дрожала над ним, и не могла наглядеться. Он был такой слабый и хрупкий, и мне казалось, что если бы ему угрожала опасность, я бы отдала все свою жизнь и жизнь Джорджа, решилась бы на какие угодно подвиги, дала бы себя измучить и обесчестить, чтобы спасти мое дитя. Он уже ползал и называл меня «мама», и потом он на моих глазах начал понемногу слабеть. Точно что-то по капле уходило из него. Я смотрела на это, терзалась и корчилась по ночам от тоски и боли, и не могла ему помочь ничем, как чужая, и он умер. Ею голос осекся, Адриана расплакалась. Гостья низко-низко опустила свою золотоволосую голову и прижала к глазам платок. Джорджа положил Адриане руку на плечо. — Перестань, милая, что ты? Она подняла голову и воскликнула. — Сеньора, вы плачете! Она подбежала к гости и поцеловала ее тонкую белую руку с отозвавшимся из глубины сердца полусловом. — О, Квантасиэто, Муана! Как вы добры! В дверь постучались. Это были граф, Вентеромполи и доктор. — Сеньора, неужели вы все-таки уезжаете сейчас? — Это необходимо. Верьте мне, дорогая сеньора, — ответила она, смигивая с ресниц последние слезинки. Началось прощание. Лаура тихо подошла к профессору и протянула ему руку. — Сенсоранкорех! Без злобы друг на друга, да? Он пожал ей руку и ответил. — Сенсоранкорех! Потому что вы видели мое счастье! К ним подошла Адриана. — До свидания! — грустно сказала она. — Прощайте, дорогая сеньора. Можно поцеловать вас на прощание. Молодые женщины обнялись. Профессор невольно вскрикнул Адриана. Лаура обернулась к нему и сказала. — Отчего же нет? Ведь Бог знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Джорджо и Адриана остались одни. — Знаешь, кто была эта женщина? — спросил он. — Сеньора Лаура Леони. Адриана вскрикнула и бросилась к нему. — О, не бойся! — улыбнулся профессор. — Буря прошла мимо. Конец рассказа «Буря». Опубликован в газете «Одесские новости» 12 апреля 1899 года. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Правда» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Правда. Эпиграф. — На болоте лыжи не растут благоуханные цветы. — Госпожа Дубельт. Мне вспоминается беседа, которую мы вели в прошлом году в Шафлохе, у Тунского озера. Шафлох — это длинная глубокая пещера на высоте более тысячи метров над уровнем Адриатики. Она не особенно грациозна, но именно поэтому она не так изгажена туристами и торгашами, как окрестность девственной юнгфрау Штауббаха и прочих знаменитостей Бернского оберланда. Мы сидели на входной площадке Шафлаха, при свете месяца и маленького костра кутались в пледы и дождевые плащи и вели беседу о правде. Именно одна дама из старых идеалисток горячо утверждала, что каждый должен воспитывать себя так, чтобы не бояться высказывать правду в лицо кому угодно, откровенно и ясно. Антон Михайлович, уничтожавший одну сигарету за другой, посмотрел на даму, когда она окончила, покачал головою и заговорил. — Дайте, барыня, я вам об этой правде расскажу о Членсегеле, маленькую былину. Он, как все тамошние старожилы, привык вставлять в русскую речь словечки на «швайцердюч», в швейцарском диалекте немецкого языка. — Только вы не злитесь. Я с вами не спорить буду, а просто спрошу, как вот в таком-то случае поступить по-вашему должно. Мой младший брат Семен совсем такой же идеалист, как вы. Он был еще довольно молод, лет тридцать шесть, не больше. Не скажу, чтобы он был как-нибудь особенно умен или хорош собою, но как-никак мужчина видный, с пламенной речью, да и благодаря своему прошлому окружен ореолом. Фигура увлекательная. Прожил он в нашем городе месяца два, и вот вернулась на каникулы из Питера некая курсистка, славная барышня лет двадцати шести и собой недурненькая. Встретились они с братом у меня в доме. Она к моей жене ходила. И гляжу, моя барышня, возьми да и влюбись в Семена. Семен, понятно, взаимно. И завели они воркотню, как в этом случае полагается. Условились повенчаться через год, когда барышня окончит свои курсы. И она уехала в Петербург. Тут, само собой, пошла переписка на всех парах. Из столицы к нам письмо три дня идет, и назад столько же. Так что каждую неделю у Семена письмо от Зиночки и у Зиночки от него. Рай и блаженство Подходит дело к декабрю. Переписка все так же оживлена. Только вижу, что Семен начинает хмуриться и меняться в лице. Что такое? Чувствуется, что он все с каким-то разговором подступает ко мне и не может решиться. Прошли так недели две, наконец, свершилось. Приходит Семен ко мне, осведомляется, не услышит ли жена, и начинает свою исповедь. — Я, — говорит, — должен сказать тебе прямо, что я и такой, и сякой, и в придачу изменник. Я изумился, а он все распространяется. Я начинаю понимать, что хотя он может самому себе поклясться в том, что Зиночка царит единодержавно в его сердце и везде, где следует, Но тем не менее организм предъявляет и свои требования, а до свадьбы далеко, и опять он себя на все корки ругает с котом, с животным, с самцом и прочее. Осталось мне одно — пожать плечами и осведомиться, чем могу служить. Он помялся, да и выпалил. — Откажи, мол, своей Палладе, и, Бога ради, убери к себе мою Марью. — Вот оно что! Палладой жена называла нашу кухарку Пелагею, а Марья состояла в том же чине у Семена. Была эта Марья полная, красивая, замужняя бабенка, с мужчинами нестрогая, и замутила она моего идеалиста. И объясняет он мне, что отказать Марье безо всякой вины не в его принципе, а вот если бы у меня лакансия освободилась, так он исплавил бы свое искушение ко мне. — Ах ты, говорю, непоследовательный! Ужасно, как он боялся этого слова. А я-то свою Палладу за что же прогоню? Это тоже не по принципу. Опустил он голову, развел руками и ушел. Долго ли, коротко ли, только герой мой не выдержал, обольстился. После падения он уже вынес принципы за скобки, заплатил Марье за три месяца вперед и упросил уехать к мужу, а сам ко мне и чуть не всю комнату затопил покаянными слезами. Изменник, обманул доверие, самец и вся эта ихняя терминология. Я его сколько мог успокаивал, да мало действует. Однако время взяло свое. Прошло месяца два, и он присмирел. Слава Богу, уговорил я его не писать невесте о своем грехе. Зачем ее огорчать? Приходит лето, она сдала экзамены и явилась. Тут и радость, и восторги, свадьбу, чтобы потешить родителей, решили устроить по-провинциальному, открыто и весело, и срок назначили в августе. Тут, я вижу, начинают Семена томить всякие рефлексии, да сомнения, честно ли, мол, скрывать от невесты. А надо вам знать, что было это в сохранности. Марья уехала в свою губернию, а я и жене не рассказал. Мы с нею в дружбе были, да я не люблю той дружеской откровенности, при которой забываешь, где твой секрет, где чужой. Я говорю, да чего ж тебе, дурень, ее печалить? А иначе, видите ли, подло. Ну, ладно, так расскажи, покайся. А тут, оказывается, это ее так поразит, так поразит, потому что она в него так верит, так верит. Никак невозможно. Абсолют унмеглих. А она действительно в него верила. Не наглядится, не налюбуется, на руках носит. Бывало, до слез со мной ссорится, когда я, подшучивая, начну доказывать, что и Семен не без недостатков. Куда? Да, идеал, одно слово, идеал, безупречен, непорочен и велик. Вижу я, что заживут они себе присчастливо. Если только Семен своей дуростью не напортит, и чуть не на коленях его умоляю оставить фоноберии и промолчать. На что тебе говорю? Ведь правда, любовь, все эти хорошие вещи на то и даны, чтобы люди были счастливы. Так на какого ж тебе черта применять их для разрушения счастья бедной барышни? Семен слушает, соглашается, а на другой день опять рефлексия. Зиночка, хотя и была поглощена своим счастьем, тоже это заметила и начала допытываться, и что с тобой, и, пожалуй, разлюбил. А он все успокаивает ее, ничего да ничего тебе показалось, а сам все становится мрачнее. — Нет, — говорит мне, — все это софизмы, а истина выше всего. И не мог я оставлять ее во тьме, если она так верит в человека, недостойного этой веры, в самца, в скота, и опять пошел сыпать термины. — Ну, говорю, берегись, Семен Михайлович, разобьешь ее счастье и свое, и тогда будешь настоящим мерзавцем. Хорошая вещь, правда, но ведь гуманность-то будет чином повыше, и правды, и всего прочего, что есть на белом свете, помни мои слова. И вышло, что он моих слов не попомнил. За неделю до свадьбы на коленях, в слезах, открылся ей во всем. А она на другой же день уехала в Питер. Я ушам своим не верил и бросился на вокзал. Она мне уже из окошечка вагона заявляет. Нет, мол, я верила и обманулась, а так нельзя мне с ним жить, разбиты, мол, мои идеалы. Такая бьернсеновская героиня. И мотается мой Семен бобылем до сего дня. Сколько лет и считать противно. Что с Зиночкой стало, не имею сведений, потому что я в наших краях давно уже не был. Вот и все. Только я вас опять спрошу. Для какого, простите, лешего понадобилось ему и ей эта правда, когда без нее жили бы они себе счастливо и беспечно, и никому бы зла не было? Антон Михайлович сел на камень у края площадки спиною к нам. Дама, помолчав, горячо заговорила. Счастливо бы не жили, потому что она его, очевидно, не любила. Истинная любовь прощает. И, кроме того... Антон Михайлович повел глазами в сторону дамы, вынул сигаретку изо рта и сильно плюнул, так что грузный плевок полетел в белый туман, затопивший пропасть. Конец рассказа «Правда» опубликован в газете «Одесский листок» 15 мая 1899 года. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Ницца Лабелла» Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Ницца Лабелла. Одесская сказка. Когда оба собеседника спустились с крыльца и обогнули дом, старший из них, господин с глубоко сидящими глазами и сосредоточенным выражением лица, указал на вывеску, что висело над дверью кондетерской, принадлежавшей буфету казино. Он сказал по-французски, с очень резким акцентом иностранца, но правильно. — Смотрите, вот из чего ясно, что дела и в Силанте идут плохо. Его спутник поглядел на вывеску и расхохотался. Он наклонился к уху сосредоточенного господина и крикнул очень громко, как кричал глухим. — Вентрэс ангвей. — Черт побери. Вы правы, милорд. Милорд расслышал и кивнул головой. Действительно, по вывеске юркого содержателя буфета в одесском казино, можно было судить, каковы успехи греческого восстания. Этот почтенный негациант явился в Одессу из Триеста. Его происхождение решительно невозможно было определить. Он называл себя черноконичем в качестве истрианского славянина и каваллонера в качестве истрианского итальянца. Таким образом, он оказался родным для двух главных элементов населения молодого города. Но так как здесь было много греков, то он перевел свою фамилию на благородное оттическое наречие и стал называться еще и третьим именем Меланипедий. А так как Одесса была одним из центров, откуда греческие повстанцы получали помощь, и не только деньгами, то ясно, что на вывеске лавочки отражались все перипетии войны. Поэтому, когда Каподистрия написал и Псиланте знаменитое письмо, поразившее горем всю Грецию, фамилия Меланипедий исчезла с вывески черноконича, он же каваллонера. И тот час после японской истории это имя опять заняло свое место. Но теперь на вывеске значилось только «Кантина и пастичерия де Никколо Каваллонеро Черноконич», винный погребок и кондитерская Никколо Каваллонеро Черноконич. Слово «Меланипедис» было густо замазано черной краской, следовательно, делами Нахира, как называют герои-князя здешние греки, шли неважно. Но хотя Черноконич и был пройдоха, кормил он все-таки очень порядочно и давал хорошее вино, Милорд и его спутник вошли поэтому в казино и уселись за столик. Спутник Милорда весело кивнул головой у хорошенькой брюнетки, стоявшей за стойкою буфета, и закричал «А-а-а, синьорина Ницца-лабелла, каместа? О, прекрасная синьорина Ницца, как поживаете? Прикажите подать нам чего-нибудь пекан, остренького!» Ницца притаилась за стойкой и стала в упор смотреть на обоих. Глухого Милорда она не любила, вообще англичане ей не нравились, а уж этот бог с ним. Зато другой, темноглазый, веселый, со странным контрастом смуглого лица и светлых вьющихся волос, в красной рубахе под модной альмавивой, очень интересовал ее. Его здесь окрестили Сандро. Подруги Ниццы называли его даже Эльбрутто Сандро, уродливый Сандро. Хотя Ницца он вовсе не казался некрасивым, и девушка знала, что он здесь не по своей воле, а в наказание за какие-то выходки в Петербурге или Москве. В чем эти выходки заключались, Ницца не знала, но вся местная молодежь окружала Сандро таким вниманием, что на этот счет не оставалось сомнений. Верно, он сделал что-нибудь очень геройское. С Ниццей его познакомили уже месяц тому назад, Мандроне сам представил его своей невесте по настоятельной просьбе Сандро, которому уши прожужжали рассказами о красоте этой шестнадцатилетней Ницца Лабелла. Мандроне молод и красив, соперников он не боится, да и без того у Ниццы много обожателей. И ведь этого изгнанника недаром называют Брутто Сандро. Опасаться было нечего. И Сандро действительно оказался неопасным. Он не убивался за Ниццей. Может быть, ему казалось это непозволительным по отношению к Мандроне и даже мало говорил с нею. Иногда только его глаза встречали взгляд девушки. И тогда он откровенно и свободно любовался ее точеным личиком и миндалевидными карими глазами. Ниццу он удивил. На вопрос подруг она как-то ответила, что Сандро ей кажется косистраваганте, такой экстравагантный. В нем было что-то особенное. Ницца не могла объяснить, что именно. Ей только казалось, что он совсем не такой беззаботный, как кажется, и что если бы он меньше хохотал, а больше грустил, то это вернее передавало бы истинное настроение его души. Таких она еще не видела. Одесские джовинейки. Одесские молодые люди смеялись всегда, как дети, а у этого Сандро казалось, что его смех — веселая музыка в правом конце клавесина, тогда как в левом тянется печальный, рыдающий аккомпанемент, вроде «Мизере». Как бы то ни было, сеньор Черноконич был очень рад. Прежде его дочка почти никогда не соглашалась посидеть в буфете-казино, а теперь вот уже три недели она проводит там часа по три в день. Манкомале, и зато спасибо. Нипца смотрела на Сандро с аппетитом уничтожавшего котлету и старалась вслушаться в разговор его с глухим инглези. Говорил милорд, а Сандро слушал и ел. «Я думаю», — объяснял милорд на своем французском языке, — «что одно из двух. Или он все может, тогда он недобр, потому что заставляет нас страдать. Или его силе есть пределы, а тогда к чему он нам? И вообще, я думаю, что глупо объяснять загадки при помощи понятия, которое само нуждается в объяснении своего появления». «Да», — протянул Сандро негромко, забывая, что глухой англичанин его не слышал. «Да, все это так, но это...» «Черт возьми, нисколько неотрадно. Красоты в этом нет, понимаете, милорд, красоты. Плохо». Тут он выпил рюмку вина, поставил ее и вдруг, вспомнив что-то, вскочил и подошел к стойке. «Синьорина Ницца». «Что?» — спросила она по-русски. Ницца говорила по-русски очень правильно. Она окончила градское девичье училище. Сандро тихо сказал. «Мне поручили поговорить с вами, синьориночка. Поговорить и даже побронить, конпермессо. С вашего позволения, конечно. Где бы это можно было? Вы сегодня вечером будете в театре». «Я попрошу папу». «Бениссимо и аривидерчи престо». «Отлично. До скорой встречи, но непременно». Синьор Черноконич, прекрасно понимавший свои выгоды, в 1817 году пожертвовал на устройство Портофранко 4000 серебром. Поэтому теперь он считался степенным гражданином города Одессы и владел абонементом на ложу за полцены. Ложа была обита стареньким красным сукном и оклеена обоями. В ней стояло пять стульев, но считалось неприличным, если являлось более трех лиц. В этот вечер аривидерчи пела «Разину» и так пела, что в конце действия Ницца заметила слезы у себя на глазах. Синьор Черноконич был тоже очень доволен и заснул только в антракте. Ницца тихо сидела на своем стуле и осматривала плотею, украдкой отыскивая Сандро, но в плотее, в портере, его не было. Ницца подняла глаза к ложам и увидела его. Сандро сидел в ложе, прямо против палькетто, ложи Черноконича, и с ним была дама, которую Ницца знала. Это была одна из первых красавиц города, недавно приехавшая сюда и уже имевшая много поклонников и неприятельниц. Ее муж был родственником и соотечественником самого синьора Черноконича. Сандро сидел в ее ложе и казался очень доволен. Его глаза сверкали так весело, что даже зоркая Ницца не нашла в них ничего напоминающего о затаенной грусти, которая постоянно чудилась ей в смехе Сандро. С него она перевела взгляд на его даму, на ее пышное декольте, выпитила вперед нижнюю губку и презрительно шепнула. — Фик, кискала Чиатура! — Фик, какое декольте! Сандро увидел ее, ласково кивнул ей и выбежал из той ложи. Через минуту он сидел рядом с Ниццей. — Вы знаете, о ком я буду говорить. Она пожала плечами, оглянулась на отца, он спал и сказала. — О Мандроне! — О Мандроне! Вы очень догадливы! Браво! И было бы хорошо, дитя мое, коли бы вы были настолько же справедливы и добры, как догадливы. — Разве я злая? — Ох, зачем такие ужасные слова употреблять? Злые ли вы? — Не думаю. А, впрочем, я лгу. Я это именно думаю. Вы злая синьорина. — Я? Это вы несправедливы, да. В чем моя злость? Говорите сейчас. Сандра засмеялся. — Ладно, я вам скажу, в чем ваша злость. Мандроний вас любит? Раз. Вы его невеста? Два. Но вы запретили ему поднимать разговор об этом, пока вы сами не заговорите. Теперь он сидит у моря и ждет погоды, потому что вы обеими ручками отмахиваетесь от каждого его слова. А он, бедный, в июле уезжает в Неаполь, и вас он страшно любит. Что же, не злая вы, синьориночка? Ницца молчала. Ее головка была опущена, полудетская грудь, декольтированная по моде, тяжело дышала, а хорошенькие пальчики с розовыми по-детски подрезанными ноготками тиранили голубой веер. Сандра взглянул на этот веер и удивился. — Э-э-э! — воскликнул он. — Вот что значит южная кровь? Да вы изорвали веер, дитя мое! Что с вами? Неужели вас так волнует этот разговор? Ницца печально подняла на него глаза и увидела, что с его лица, как будто сбежала насмешливая улыбка, или, вернее, сквозь эту насмешливость проглянула что-то ласковое, участливое, доверчивое и вызывавшее доверие. У Ниццы в груди сладко-сладко зажалось сердце, а папа спал. Ницца решительно заговорила. — Хорошо, я вам отвечу. В этот миг оркестр заиграл увертюру, и сеньор Черноконич проснулся. — А-а-а! — протянул он. — Кевего! — Все! — Имей комплименте, Александр Сергеевич! — Кого я вижу! — Мое почтение, Александр Сергеевич! Ницца вспыхнула и замолчала. Она сразу же почувствовала, что в ней исчезает минутная решимость рассказать этому Сандро, почему она так зла с Мандроней. Он остался в их ложе до второго антракта, а когда упал занавес, он был глубоко растроган и весь полон восторгом впечатления. — О, это Ореги! — восхищался он. — Я не отдам ее даже за Каталани, не то что за вашу Дзамбони. — Дзамбони! Не к Дзамбони! А вот скорее к Орегии подходит тот сонет вашего здешнего одописца, как его пьет соло, что ли. Звук голоса ее, сердец услада, не знают лживых слов ее уста, она скромна, приветлива, чиста, но смертный от ее пьянеет взгляда. Он продекламировал этот куплет одесского поэта, уже стоя у двери, и потом откланялся, а Ницца сейчас же стала смотреть на противоположный палькетто. Но там уже сидел муж красавицы и еще какой-то молодой офицер, очевидно русский, с которым она весело болтала и хохотала. Потом Ницца опустила глаза и увидела Сандра. Он стоял в проходе четвертого ряда плотея, и лицо его было нахмурено. На ту ложу он не обращал никакого внимания и даже смотрел совсем в другую сторону. Ницца выждала, пока ее взгляд не встретился с его глазами, и улыбнулась ему. Он пришел в ее ложу в последнем антракте перед дивертисментом и взял с нее слово, что она будет миленькой с бедным Мандроней, так как он при этом даже ни разу не взглянул на ту ложу. Ницца захотелось сделать ему что-нибудь приятное, и она обещала. Был вечер, теплый, но не душный, и у моря чувствовалась даже приятная прохлада, хотя ветра не было. Море даже не плескало, а только словно ласкалось о берег, и все большие звезды отражались в нем золотыми дрожащими нитями. По мелкому песку шла Ницца, за нею Мандроней вел ее пожилую тетку. Мандроней был не так скучен, как всегда. Он рассказал Ницце о своих дарданельских приключениях, и Ницца должна была сознаться, что приключения очень интересны, и что он умеет рассказывать их скромно, не подчеркивая своей роли. — О, цириампо! — застонала утомленная тетка. — Ох, давайте присядем! Но Ницца всматривалась вперед и шла дальше. В шагах в тридцати, где заливчик замыкался скалою, стоял Сандра в своей красной рубашке. Альмавива лежала на песке, Сандра выбирал камни и, изгибаясь, кидал их в море, так что они рикошетом перескакивали по темной воде, вспыхивавшей от ударов фосфорическими серебряными брызгами. — Мадонна! — воскликнул в комическом ужасе Мандроний. — И это занятие для чиновника и поэта. Ах ты, мармот! Ах ты, бездельник! Сандра подошел к ним и снял широкополую шляпу. — Un peu de gymnastique. Немного гимнастики. Оправдался он по-французски из уважения к тетке Ницце, которая очень мало владела русским языком. — А что касается моей поэзии, то право. Мне уже кажется, что теперь — баста! Уже больше месяца пера в руки не брал. — Старая песня! — сказал Мандроний, а Ницце удивилась. — Разве вы поэт? — М-м-м! — отвечал Сандра, опуская голову. — К сожалению. — Согласись, мой милый, что сожаление тут приделано прямо для красоты. — Финки-секреты, камен-ди-шен-уа, а? — Покуда верят, как говорится, а? Сандра оживился. — Ей-богу, нет! Я тебе не скажу, чтобы всегда, но очень часто я бываю в таком настроении, что согласился бы сделаться кем угодно, только чтобы не иметь в своем формулярном списке двух поэм. — О, черт возьми! Испытал бы ты это, мой почтенный друг! смотрят на тебя, не как на «симпл» он комильфо, не как на обычного человека, такого, как все, а черт знает что, как на парад для высиживания стихов. — Цээээ, ты уже путаться начал, — испугался Мандроний. — Представь, а я как раз хотел просить тебя прочесть что-нибудь свое, мадемуазельница. вот бы ты был благодарен, а? Сандра сразу затих. — Вот что, — пробормотал он по-русски, — положим, вечер сегодня очень хороший, и мадемуазельница — очень славная барышня, да и у меня на душе что-то очень поэтично сегодня. — Эбье, ансисой. Ну что ж, так и быть. — Вы позволите? — обратился он к тетке. Он читал свои стихи просто, как будто рассказывал, и красивые перекрестные рифмы очень нравились Ницце. Это была история молодой дикарки из горной деревни на Кавказе. Она полюбила русского пленника и спасла его, но русский не мог любить ее, потому что его сердцем владела другая, и эта другая была недостойна ни его, ни молодой черкешенки. А черкешенка все-таки спасла русского, распилив его цепи в тихую лунную ночь. И когда они расстались, она долго смотрела вслед беглецу. Он оглянулся и уже не увидел ее, а увидел только струистые круги да пену в волнах горной речки. Когда Сандра окончил, тетка встрепенулась и сказала — Сетушон, так трогательно. Мандроник поблагодарил его, а Нитца молча сидела на Альмавиве поэта и смотрела на темно-синюю воду. Когда зыбь набегала на подводные камни, вокруг них тоже играли и сверкали струистые круги. Нитца шла по деревянным настилкам к купальням. Она немножко исхудала и побледнела за последние недели, но это ее не портило. Кто-то нагнал и окликнул ее. Это был Сандро. Альмавивы на нем не было, а вокруг шеи было обернуто мохнатое полотенце, концы которого развевались за спиною. Он был тоже очень печален. Нитце даже казалось, что ему вовсе не до беседы с нею и что он с трудом подыскивает темы для разговора. О! Она еще больше ушла в себя. — Что с вами? — спросил он. — Для невесты свадьба, которой через месяц, такое настроение не подходит. Она холодно ответила. — Вы могли бы и не заговаривать об этом? Ее сразу охватило злоба на этого Сандро. Зачем он вмешался не в свое дело? Зачем он уговаривал ее выйти за Мандроней? Положим, они давно помолвлены, положим, Мандроней ее любит, и она тоже, когда-то. Но все-таки... Он сказал. — Ваша тетка жалуется, что вы ее как-нибудь уморите. Вы заплываете обыкновенно так далеко, что вас даже не видно. Экая вы храбрая какая! — А вы бы, конечно, побоялись. Не судите по себе! — злобно и презрительно сказала она. — Он приостановился. — Что? Побоялся бы? — Бене, отлично. Посмотрим. Сейчас возьму у сторожа полный купальный костюм и посмотрим, кто лучше плавает. Солнце стояло уже низко, вода была спокойна и не очень тепла. Ницца тихо, но уверенно и мерно проводила по воде обнаженными руками, и вода вокруг нее не пенилась, а только рокотала. Ее волосы были подобраны высоко на темени и придавали ей какой-то лукавый и веселый вид. И точно, тоска ее исчезла. Она уплыла уже так далеко, что купальни только неопределенно набелели где-то на берегу. Никто не увидит. Она немножко приподняла голову и плечи и оглянулась. Сандра подплывал к ней справа, звучно и коротко хлопая по воде мускулистыми смуглыми руками. — Теперь я спокоен за вас, — сказал он, — начнете тонуть, спасу, а потом явлюсь к сеньору Черноконичу и потребую презренного металла, ибо он ей никогда помехой не служит. Он плыл в шагах в десяти от нее и ближе не подплывал. Вода точно убегала под ними. Было так тихо, что им даже не приходилось повышать голос. — Слушайте, — начала она, — что, друг мой? — Разве вы в самом деле считаете меня своим другом? Он подумал и сказал, — да. — Хорошо, я рада, — ответила она, — а тогда ответьте мне искренне на один вопрос. — Искренне. Что ж, как другу можно. — Отчего вы всегда так печальны? И вот сегодня тоже у вас какое-то горе, да? Тогда он подплыл к ней на два шага ближе и рассказал ей все, что мучило его душу. И Ницца ярко представила себе эту женщину, какую видела ее тогда в театре, красавицу с роскошными волосами и роскошным декольте. Но у Ниццы не было в сердце уже ни отвращения к ней, ни злобы, а одна только глубокая щемящая боль. Она тихо спросила, — Разве она вас не любит? — Я не знаю, — в отчаянии ответил Сандро. — Я не знаю, синьориночка, но я очень несчастен и очень смешон, и не будь вы такая милая, славная подруга, я не рассказал бы вам этого ни... — Да что с вами? Что вы побледнели? Вы устали? — Это ничего, — очень тихо ответила Ницца. — Право, ничего. Видите, сюда едет лодка. Плывите, а то неловко. Я тоже плыву обратно. Уже пора. Он внимательно всмотрелся в ее лицо, потом в парус, показавшийся в стороне предместья, и уплыл, сказавши. — До свидания, синьорино Ницца. — До свидания, — прошептала она. Он уплывал все дальше, а Ницца неподвижно лежала на спине и смотрела, закинув голову на бледное предзакатное небо, и боль в ее сердце росла и росла и превращалась в странное, мучительное отчаяние. Она разом вырвала руки из-под головы, высоко подняла их над водою и заломила свои тонкие пальцы с розовыми детскими ноготками. Слезы стали жечь ее глаза, и ее головка погрузилась в тихую воду. Ницца стала опускаться, сначала глаза ее были открыты, потом она зажмурилась, в груди сперлось дыхание, в голове стало страшно тяжело, вдруг ужас охватил ее. Она вся содрогнулась, и в ту же минуту ей в горло хлыла соленая вода, проникая куда-то глубоко-глубоко в самое сердце. Лодка с парусом, покрасневшим от заката, быстро неслась по воде. В ней сидел глухой англичанин, смотрел в небо, думал свою думу и ничего не слышал. Конец рассказа Ницца Лабелла Газета «Одесский листок», 4 ноября 1899 года Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Рассказ «Задача» из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием Задача А это напоминает мне одну историку. Вы не хотите спать? Я сказал, что не хочу. В дороге часто приходится лгать. В этом отношении вся жизнь вообще есть длинная, очень длинная дорога. Именно поэтому я не принимаю на себя ответственности за достоверность историки, которую мне рассказал этот соотечественник. Впрочем, мало ли что случается. Я ехал, начал он, по этой самой дороге и скучал немилосердно. Есть люди, которые думают, что путешествия исключают скуку. Действительно, со стороны оно кажется быстрой сменой впечатлений, если сегодня ты в Будапеште, а завтра в Фиуме. Но для самого путешественника между этими двумя моментами тянутся двадцать четыре часа однообразной тряски в вагоне. Чфу! Вае девятибус! Вае девятибус! Горе богатым! Горе богатым! Коллега! Сколько хуже плетей! Я сидел в купе в единственном числе, а за моим было купе дамское, с венгерской надписью «Ной Сакас», по-хорватски «За Господья». От нечего делать, я стал прислушиваться к тому, что говорилось в том купе. Прежде всего я разобрал возглас по-итальянски. «Джанина, не стучи в окошко, разобьешь!» Очевидно, там был и мальчик. Затем тот же голос заговорил другим тоном, и на другом языке я разобрал, что по-немецки другой женский голос ответил. «Я, фойлань, на фьюме». «Да, барышня, фьюме». И сейчас же за этим последовал окрик первого голоса по-итальянски. «Джанина, не лезь на сетку!» Последовал прыжок и новый возглас. «Сумасшедший! Да ты разорвешь мне платье!» Очевидно было, что в том купе находились три особы. Маленький мальчик Джанина, его спутница, сестра или гувернантка, но не мать, потому что это была фойлайн. И другая дама или девица, немка, очевидно, чужая для первых двух. С этими мыслями я заснул и, засыпая, слышал еще два окрика, потому что Джанин оттыкал зонтиком в лампу и сделал из саквояжа чужой барышни пароход. Когда я проснулся, уже расцвело, было немного пасмурно, и мы проезжали по Акроации. Я очень люблю виды этого края, знаете. На горы каменные там поверглись каменные горы. Или как его пишешь? Подлинно. Суровый край, его красам, пугаясь, удивятся взоры. Он очень мило произносил стихи. Я начал каяться в своем первоначальном убеждении, что это камивояжер, окончивший четыре класса заведения. «Помню», — продолжал он, — «я уселся у окна, вынул кошелек и стал считать. Я ехал в Венецию и должен был прожить там по крайней мере две недели, а у меня оставалось пятьдесят лир и австрийскими деньгами пять бульденов, тридцать один крейцер, не считая билета на проезды с Фиуми до Владычицы Мари». Это было немножко мало. Я предвидел, одним словом, предвидел много скверных вещей. Я вышел в коридорчик и тут увидел всю тройку из Нойсакас. Действительно, я угадал. Во-первых, тут была чудная барышня, немка, прихорошенькая веночка, с карими глазками. Затем была тут спутница Джанина, тоже очень хорошенькая, с русыми волосами и серыми глазками. А сам Джанина был лучше их обоих вместе взятых. Черный итальянский бесенок с черными глазками лет восьми, ртуть, воплощенный дневник маленького проказника. Когда я появился, он прыгал на одной ноге вдоль коридорчика и кричал «Куджина Ванда, берегитесь!». Едва я сообразил, что «Куджина» означает «Кузину», как Джанина на скаку вышиб коленкой из рук своей спутницы книжку, и она полетела в меня. Я поднял ее и отдал. На ней было написано «Без догмату». Меня обрадовало то, что она была полька. Я почему-то очень люблю и этот народ, и его язык, и особенно его девушек. Меня обольщает в них сочетание Запада с Востоком. Это славянские французы. Словом, мы разговорились по-итальянски, так как я по-польски очень плох. Через четверть часа Джанина уже прыгал через мою палку, укрепив ее поперек купе. Мы перешли на немецкий язык, чтобы в разговоре могла принять участие и веночка. Мне стало так весело и легко на душе, что я только колебался, к которой из двух почувствовать слабость. Полька была пластичнее и смелее, венка была пикантнее. Пана Ванда сказала Джанина, — Берегись, не трогай меня, сеньор тебя спускает, а я тебя в конце концов запру. Джанина отрезал, — Если сеньор меня боится, то вы тем более, вы слабее его. Она заспорила, и это дало нам повод померяться с силой. Я перегнул ее руку, причем мы хохотали, а веночка очень подозрительно щурилась на наше единоборство. — Между Хорватией и Литтаралем есть большой туннель. Эгэ. Я вижу, что вы при этом слове насторожились. И недаром. Когда мы очутились в темноте, то все четверо расхохотались от неожиданности. Говорю вам, что нам было очень весело. Пока исчезал слабый полусвет, я видел, как Джанина припрыгивал от радости, а потом мы все замолчали. Ей-богу, я совершенно нечаянно прикоснулся мизинцем к ее ручке, и я не нахал, я сейчас же отдернул руку. Потом я обомлел. Представьте себе, я почувствовал теплое дыхание на щеке и затем беззвучный, но крепкий поцелуй прямо в губы. Ей-богу, а? Что скажете? Кровь бросилась мне в голову. Я точно сквозь какой-то грохот слышал голос Джанина, который в коридорчике пытался отворить окно и звал на помощь Куджину, а она спокойно ответила. Не надо, Джанина, дым войдет. Наконец мы выехали на свет божий. Панна Ванда была совершенно спокойна. Венка тоже. Венка была еще без шляпки, а на панне Ванде был берет со спущенной вуалеткой. Как же? Но вуалетку легко поднять и отпустить, потому что, несомненно, было одно. Веночка при всей своей пикантности не могла поцеловать меня, как есть ни с того ни с сего. Но это спокойствие. Ай да панна Ванда! Замелькали белые дома фьюме, и вот мы на вокзале. Я позвал носильщиков. Тогда панна Ванда, глядя мне прямо в глаза и улыбаясь, сказала. Так как вы только завтра уезжаете, то я буду очень рада видеть вас у себя. И тетка, мама Джанина, тоже, потому что она варшавянка. Корсия, дек. Номер такой-то. Я отвечал с очень большим ударением, непременно. Веночку я проводил до самого отель-де-ла-вилль, где она остановилась. По дороге я окончательно отбросил вздорную мысль, что это была она. Приходилось бы приписать ей слишком уж большой артистический талант. Столько естественной невинности было в ее обращении со мной. Я оставил ее в отель-де-ла-вилль, а сам пошел на поиски какого-нибудь скромного альберга, гостиницы. Потому что о моих ресурсах вы уже знаете. Мы приехали в Филуме в девять часов утра. В половине третьего я звонил у дверей мамы Джанина. Вы поймете, что за этот промежуток времени я успел окончательно и погубительно влюбиться. Я сидел у них один час и упросил панну Ванду поехать со мной в Аббацию. Пароходик отходил в четыре часа, а последний из Аббации в шесть. Пока она одевалась, я сбегал в свой альберго за биноклем. Я чувствовал, что сейчас сделаю глупость, но не могу стоять. Я вошел в первую встречную меняльную лавку и обменял свои пятьдесят лир на гульданы. Но день был такой славный, солнечный, Ванда такая хорошенькая, и весь городок со своими стройными домами венского стиля и голубым морем был так приветлив, что я махнул рукой на политическую экономию и перестал думать о Венеции и о двух неделях, которые я должен буду там провести. Что мне завтра, да здравствует сегодня? Я купил два свертка засахаренного миндаля, мы сидели на палубе первого класса и любовались пароходиком волоска. Он был такой беленький, такой умытый, видно было, что он принадлежал немецкой компании. О чем мы говорили в точности не помню, но могу вас уверить, что у панны Ванды был большой артистический талант. Скоро показалась Аббация. Это такой дивный уголок, что описывать его было бы кощунством. В конце ноября там было море, настоящее море темной зелени платанов и пальм и других деревьев, я не знаю, ботаники. И из этого моря пятнами выделялись по всему склону горы белые-белые виллы. Чудо, чудо! Это было бы совершенством, коллега, если бы не надписи на немецком языке. Впрочем, неизбежно и неизбежно. Моя задача вполне определилась для меня. Нужно было заставить панну Ванду сознаться, а потом последовать моему принципу, который гласит, что грешно пренебрегать маленькими мимолетными аморетти. Любовными интрижками. И, господи, поверите, коллега, я еще и теперь злюсь при мысли, что я даром потерял время. Она хорошо знала аббацию, она провела меня по всем главным улицам, а к концу в виде десерта приберегла парк при лечебнице. Прелесть, подобную которой я никогда не видал. Но за весь этот час мне не удалось ни разу навести разговор на путь истинный. Это была полька, которая выскальзывала, как змея. Когда мы забрели в глубину аллей парка, я предложил ей присесть, и она согласилась. Дорожка была узенькая-узенькая, вся закрытая густой зеленью, и сверху, и с боков, кроме того, уже смеркалась. Среди зелени были разбросаны большие белые камни, в сумраке они казались статуями, так что мне стало чудиться, будто мы перенесены в какой-то античный мир. Было так красиво, что я боялся шевельнуться. Панна Ванда тоже говорила почти шепотом. Я сказал, «Тьма!» Она сказала, «Да, как в том туннеле!» Я потерял терпение и заговорил, «Слушайте, синьорина, я, наконец, должен вас спросить прямо, зачем вы это сделали?» «Что?» «Да не хитрите, забудьте хоть на минуту, что вы дама, говорите, зачем!» Она хотела отвечать, но в эту минуту раздался звонок пароходика на пристани. Она вскочила и закричала, «Волоска, бежим, мы еще поспеем!» Я ухватил ее за руку и сказал, «Не пущу!» «Что вы, ведь это последний, уже шесть часов!» Но при всем том она не отнимала руки, и я совершенно терял голову. Я взмолился, «Синьорина, панна Ванда, милая, останемся еще на часок, погода тихая, я возьму обратно ялик!» «Но ведь это бешеные деньги, что вы!» Я махнул рукой. «Венеция, две недели, да здравствует сегодня!» «Панна Ванда, милая, добрая!» «Но...» Она замялась. «Ей-богу, я проголодалась, невозможно!» Я ответил, «Мы закусим здесь!» «Венеция, а ну ее!» Панна Ванда осталась, и ее рука осталась в моей. Послышался снова звонок и свист. Волоска ушла. Тогда панна Ванда сказала, «Пустите мою руку и пройдемся. Видите, как темно, как это нехорошо, что я согласилась!» Мы уже шли медленно-медленно по бесконечным аллейкам. Я сделал последнюю вылазку. «Синьорина, теперь отвечайте, зачем вы это сделали тогда?» «Но что и когда?» Я никогда не слышал более искреннего удивления в тоне голоса. «А тогда?» «В туннеле!» «В туннеле?» Она вся выпрямилась и точно задрожала, и представьте, в ее голосе мне послышались слезы, честное слово, когда она сказала, «Клянусь вам, что не знаю, на что вы позволяете себе намекать, но вы злоупотребляете тем, что я неосторожно осталась с вами здесь». «Понимаете, проклятие!» «Это была веночка!» «Мои гульдены!» «И в Венеция!» «Делать было нечего!» «Я кое-как извинился!» «Потом мы закусили, отступать было поздно, три гульдена долой, потом мы погуляли, я делал любезную бон-ми, а мы в жоу, хорошую мину при плохой игре, и пошли на маленькую каменную пристань. Море было великолепно, но я личник потребовал шесть гульденов, и то не сразу согласился. Мимо! На другой день я не пошел к панне Ванде, и только перед отъездом на пароходе Даниэл Эрнол, уходившим в Венецию, забежал из вежливости прощаться. Мать Джанина сказала, «Джанина не гулял сегодня, Ванда, пойди с ним проводить пана, а?» Панна Ванда взяла за руку Джанина, и мы пошли в Порто-Франко. Джанина был очень весел, но я ни разу не улыбнулся и был сух, как пробка. Но когда я уже стоял на борту, когда мы уже тронулись, мне пришлось бросить свое самообладание, потому что Джанина, хохоча во все горло, закричал с берега, «Сеньор, а почему у вас такие жесткие усы?» «Понимаете» Газета «Одесские новости», 6 мая 1900 года Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Рассказ «Невежа» Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием «Невежа» Очерк Посвящается Максиму Горькому Настоящих приключений не бывает в теперешней жизни «Вся она состоит в том, что мы принимаем пищу и перевариваем ее, поэтому теперь принято называть приключением всякую мало-мальски любопытную, не совсем обыденную мелочь» Поскользнулись на улице Приключения Заблудились в воротах дома Вагнера и вместо Дерибасовской попали на Лонжероновскую Приключения Обронили двугривенные, разбили очки и встретили забытого знакомого Все приключения Не знаю почему, всякий раз, как попадаю в Фиумы, со мною должно случиться какое-нибудь приключение этого типа, большей частью какая-нибудь интересная встреча В последний раз у меня были даже две такие встречи Первая из них до того похожа на анекдот, что я подожду подходящего настроения и только тогда попытаюсь описать ее Хотя все описание должно будет состоять в точной передаче вагонного разговора с российским казенным педагогом, получившим наследство и направлявшимся в ваббацию, лечить один из обычных педагогических недугов Вторая встреча произошла в самом Фиуме, на Лидо, где я шатался без определенной цели Героем ее был тоже россиянин, но не педагог, а писатель У одного пароходика, опершись о перилы сходни, стоял довольно изящный господин, разговаривавший с матросом Проходя мимо, я услышал, что матрос говорил по-хорватски, а господин расспрашивал по-русски Лицо господина было мне знакомо, и я сейчас же вспомнил, где видел его портрет, в юбилейном выпуске хорошей поволжской газеты, в которой он был главным сотрудником Я знал его имя, псевдоним и несколько его фильетонов и рассказов, которые мне очень нравились Я выждал, пока он сказал матросу «до свидания», а матрос ответил «с Богом» Господин направился в мою сторону шагом слоняющегося человека, лицо у него было хорошее, располагающее, я подошел к нему, поклонился, он вежливо, как всякий русский за границей, приподнял котелок Я сказал ему, что прошу позволения представиться ему в качестве поклонника его таланта, и назвал его имя, псевдоним и газету С его лица сбежала мигом всякая доброта и любезность, оно точно одеревенело, стало ужасно злым, и он ответил мне буквально так Убирайтесь вы к чертовой бабушке И пошел прочь, а я остался пригвожденным к месту от изумления Так я простоял минуты две, потом пожал плечами, пошел в кафе Адрия, сел, заказал чай, взял газету и все-таки не мог еще прийти в себя Вдруг меня тронули сзади за плечом Это был, хорребл дикту, страшно сказать, мой обидчик Я серьезно разозлился и вскочил Что вам надо? Он развел руками и сказал просто и смущенно Простите, бога ради, я вот вас обидел ни за что ни про что И мне страшно стало словесно Вы уж извините Да помилуйте, как же можно так оскорблять человека только за то, что он принял вас за другого Да вы не ошиблись, я именно тот, за кого вы меня приняли Так я этого уже совсем не понимаю Послушайте, сказал он, еще раз прошу извинить меня, забыть мою грубость Потом мы заново друг другу отрекомендуемся У него был красивый волшеский выговор Вы мне позволите присесть к вам? Я вам все расскажу Вот его исповедь Я прежде был чиновником, дожил так до двадцати пяти лет Потом на удачу попробовал счастье в живописном обозрении Я с детства пописывал Рассказ напечатали, потом повесть, потом я попал в нашу газету Увидел, что это как раз моя струнка, потому что талантик у меня милый, но очень маленький Бросил канцелярию и утвердился злободневным газетчиком И был очень доволен У меня есть кое-что свое Газетка платила мне полтора ста рублей в месяц У нас захолустье, а человек я скромный Я никогда никому до того не говорил, что пописываю Никому никогда не давал читать своих опытов Потому что не люблю, чтобы надо мной изрекали приговоры Только мои родные до два-три приятеля знали И то догадались, а не я сказал, что пописываю Но поняли, что я не люблю об этом говорить и молчали Теперь пошла музыка не та Псевдоним, конечно, сейчас же разгадали Изумились, что я бросаю службу Приставали, как водится, с советами Все это надоедало Но я в первом пылу пропускал это мимо ушей И только старался сейчас же менять тему разговора И опять-таки за первым пылом Я совершенно не заметил, как мало-помалу Все, все и все перестали говорить со мной о погоде О картах и прочем А непременно заговаривали о литературе И о моих писаниях И когда первый пыл прошел И я оглянулся До меня ухватили страх и досада Мне трудно будет объяснить вам это Приходит знакомая Анна Михайловна Которая всегда меня уважала Считала деловым молодым человеком Знала, что я чиновник То есть занят вещами выше ее понимания И потому никогда ни на какие советы Мне не покушалась Теперь она приходит и говорит еще издали Лукаво улыбаясь и кивая Читала, читала, мы все в восторге Только зачем это у вас она остается жива Лучше бы ей умереть Так, знаете, на руках у Юрия в лунную ночь Приходит Семен Иванович Считовод губернской управы И говорит, одобрительно улыбаясь Читал, читал, прелестно Отчего только вы так мало рассказов пишете Вы нам побольше И цитирует Грибоедова Вот этаких людей бы сечь то Прихожу на обед к имениннику, мировому судье И он при всем честном народе говорит мне тоже с улыбкой Читал, читал, очень удачно Только что это вы, батенька, издательский карман щадите Вы подлинней, подлинней, до коротеньких строчек побольше За столом сидят дамы Тоже ласково улыбаются мне Кивают и говорят Очень мил у вас этот очерк, Нелли У вас, право, талант Приходит околоточный, улыбается и говорит Читал, читал, с удовольствием читал А я должен, понимаете, перед Анной Михайловной Оправдываться в том, что Нелли не умерла Считоводу объяснять, что больше трех рассказов в месяц Трудно выдумать и почему трудно Мировому судье я с кислой улыбкой толкую Что слишком длинного фильетона редакции не допустят А он с этим не согласен и спорит Адам и околоточного должен благодарить за лестное мнение И понимаете ли, из этого получается что-то такое обидное Унизительное Вы как-то так беспомощно попадаете под начало всей этой публики И всякий вам судья, и критик, и всякий считает себя в праве Высказать в лицо вам свое мнение о вас самих И еще улыбается Потому что это де должно вам быть приятно И так это все невыносимо для маломальского самолюбия Что я начал прятаться от людей И в редакцию, которая на главной улице Посылал рукописи через мальчика Больше Пробовал изменить псевдоним Да куда там сейчас разгадали И только еще больше разговоров пошло И пришлось давать объяснение и по этому вопросу Я литераторов почти не знаю Но убежден Что каждому из них, у кого есть настоящее самолюбие Мучительно и неприятно это сознание Что первый встречный ему судья И главное сейчас же самоуверенно Плюнет ему, литератору, в глаза своим лестным Или нелестным мнением Будто его спрашивают Да скажите, почему, если вы чиновник Или молодожен Ни один воспитанный человек Не станет с первого налету Высказывать вам свое мнение Насчет смысла вашей службы Или красоты вашей жены А о том, что вам может быть ближе И милее и жены и службы О том, во что вы вложили свою душу Всякий сапожник Всякий обыватель Вправе говорить с вами И ставить вам отметку И в глаза, понимаете, в глаза Я знаю Разница та, что моя жена только для меня А свою повесть я отдаю на суд публике Во-первых, это выражение Большая ложь Я ничего не отдавал на суд Ни публике, ни критике Я зарабатываю свой хлеб тем трудом, который мне приятен То есть это все равно Как если бы я для собственного удовольствия Сел у себя дома играть на фортепиано Мимо раскрытого окна идут люди Кому нравится, остановится Кому нет, пройдет мимо Но ни у кого я не прошу мнения Отметки или суда Я играю для своего удовольствия И пишу я для своего удовольствия И пропитания Я не говорю, что мне неприятно знать Что публике нравится мой талант Но пусть они сознают это про себя Пусть печатают в газетах Но в глаза-то В глаза-то мне пусть молчат Пусть не низводят меня На степень школьника Который только их отметкой и интересуется Только ею и жив И с которым не очень больше говорить Я под судом в жизни не был, черт возьми И быть не хочу, и не буду Критика в печати Это еще туда-сюда Хотя и это по нашим временам Бесполезный пережиток Но только в печати и обсуждайте то Что в печати же вам было предложено А переносить литературу в жизнь И мучить меня ею Это такая же гадость Как если бы я написал пасквит То есть перенес бы жизнь В литературу Да и согласен я Что есть лица и моменты По отношению к которым Допустимо такое Глядение массы в глаза живому человеку Это моменты энтузиазма Моменты действия Они возможны для актера Для оратора Которые тут же на месте Наэлектризовав публику Срывают гром аплодисментов Но для писателя Или художника Такие моменты невозможны Потому что его действие Происходит за сценой Так что поймите Когда публика смотрит в глаза Вызванному ею актеру Или только что смолкнувшему оратору То и он, и она Полны еще энтузиазма Вдохновения А когда я, писатель Прохожу по своему захолустью И одна дама указывает на меня Другим трем дамам То здесь энтузиазм Неуместен И его нет А есть только желание Подробно осмотреть меня Не признавая за мною Никакого права на стыдливость Черт возьми И до чего же невыносимо противно Это глазение Это, простите, что-то такое Вроде насекомого, понимаете? Назойливого насекомого Которое забралось вам Под воротник И от которого нельзя избавиться И ведь право Дошло до того Что на меня Если не на улице То в концертах В театре На бульваре Начали глазеть Просто кучками В популярность вошел И нет-нет Из этой кучки Выделится знакомая фигура Подойдет И выскажет Мнение Я перестал быть Свободным гражданином Я сделался аппаратом Для писания статей И только с этой точки зрения И смотрели на меня Добрые люди И знаете, что я сделал? Когда они нарвались У меня раз пять На грубости Когда я нескольких дам Прямо обрезал Заявлением Что не желаю Знать их мнение И вообще Всем своим знакомым Дал понять Что мне неприятны Всякие разговоры Со мною О моих писаниях И когда все это Не помогло Потому что верно Они считали это Кокетством Я напечатал Желчный фильетон Где объяснил Все то, что докладывал Только что вам И привел афоризм О том, что Глазение публики Производит впечатление Пододежного насекомого И даже называл насекомое По имени и отчеству А в тот же вечер Пришла Анна Михайловна Закивала головой И сказала, улыбаясь Читала, читала Очень сильно А все-таки вы не правы А? Шо скажете? А тут приходит Из цензуры моя комедийка Разрешили Я боялся Толкнуться На столичную сцену Пошел к нашему Антрепренеру Я с ним знаком И дал прочесть Он указал Некоторые поправки И обещал поставить А редактор В отделе театра И музыка Поместил об этом Пять строк петита Вечером Того же дня Шел в театре Дядя Ваня Я опоздал К началу Вошел К середине действия А в антракте Побежал было К буфету Стоп Идет Навстречу Анна Михайловна Улыбается Кивает И говорит Читала, читала Скоро, значит, Будем и вас Вызывать Только отчего Же-то вы Не попытались Пустить пьесу На императорскую сцену Где Савина Мравина Славина Вы верно Рассчитываете На нашу Провинциальную Снисходительность Ой, мы будем Очень строги Я ей ровно Ничего не ответил Скользнул в буфет Забился в уголок Потемней И шепотом Попросил чаю Не помогло Идут Идут Мировой судья Считавод Земской управы Дамы Околоточный Десяток фигур Которых я не знаю Идут на меня Улыбаются Кивают И говорят Читали Читали И не взвидел Я свету божьего На глазах У всей этой публики Хватил стаканом На пол И закричал Да что вы Говорю Глаза на меня Пялите Чего вы Пристали Когда вы Меня в покое Оставите Ведь вы Мне хуже Клопов Надоели Ведь меня От одного Запаху Вашего Тошнит Вы меня До печени Доведете Что за Каторга Господи Ты мой Уйдите Вы Говорю С глаз Моих Долой Из Навалевшей Души Вырвался У меня Этот Вопль И Эти Пошляки Захлопали Воладоши Жиденько Но Захлопали Я Ушел Из театра Сказал Антрепренеру Что пьесы Не дам Пошел Утром К издателю И объявил Что еду За границу И если он не хочет Меня потерять Пусть назначит Корреспондентом Он со мной бился Да ничего Не вышло Что ж Говорит Поезжайте В Рим Только уж Платить будем Конечно Поменьше Ну и уехал я И не успел Еще отдохнуть Вы Навстречу Поклонник Таланта Это уж Знаете Рок Простите Великодушно Коллега Ответил я Вы были Правы А я был Виноват Если бы Вы были На моем А я На вашем Месте Я бы Вас Еще Хуже Обругал Честное Слово Журналиста Конец Очерка Правда Газета Одесские Новости 23 декабря 1900 года Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Рассказ Одна минута Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием Одна минута Рождественский рассказ Огоньки берега давно пропали Месяца не было Волны Светились Частью от себя Частью от блеска множества ярких выпуклых звезд Снасти парохода Стонали Своим странным звуком Не то скрипя Не то гудя Капитан С вышки кричал Кому-то что-то на языке Которого я не понимал Стало холодно Я ушел в каюту Там было шумно Было много народу Были хорошенькие иностранки Но для всего этого людо Важные и злые на вид лакеи Уже накрывали долинный стол Они собирались ужинать Это не входило в мои расчеты Я скрылся в кабину Лег на свою верхнюю полку И утешился плиткой душистого шоколада А потом задремал Подмерное, скрипящее Неприятное дрожание парохода Разбудил меня стук Перед умывальником стоял мужчина С седоватыми быкинобардами Этот счастливец так хорошо поужинал Что даже пришел отмывать следы пиршества Увидев, что я открыл глаза Он обратился ко мне с какой-то речью Расслышав слово Керем Прошу Я сообразил, что он говорит по-венгерски И сейчас же ответил Нем туда мадьяр Я твердо верил, что это значит Не говорю по-мадьярски Хотя обыкновенно мои соседи по вагону Когда я прерывал их расспросы Этими тремя словами Почему-то продолжали беседу со мною Как ни в чем не бывало На том же непостижимом наречии Но господин с быкинбардами меня понял И спросил по-итальянски Не найдется ли у меня куска мыла Я дал ему мыло Он привел себя в порядок Поблагодарил меня И лег на нижнюю полку Но за это время мы уже успели разговориться Теперь он лежал внизу и расспрашивал А я вверху и отвечал Мадьяр был очень любознателен И обстоятелен Я должен был рассказать ему все, что знал О торговых делах Одессы О крымском и бессарабском виноделии Он был камневоезжером какой-то фирмы Продававшей такайское Окончив раз спроса Он переменил разговор Вы счастливец Вы говорите, что у вас там много друзей А вот мне придется встретить Рождество на чужбине И одному Это неприятно До Рождества месяц Отвечал я Еще успеете вернуться Вы живете далеко от филма Нет, моя семья живет в местечке Гаршфальва Это около Уйдамбавара В восьми часах от Будапешта Я знаю эту станцию Сказал я Даже помню, что там поезд останавливается Только на одну минуту, правда? Он ответил немного изменившимся голосом Да, только на одну минуту Я свесил голову за край койки Улыбнулся Приятной улыбкой человека Нашедшего интересную тему И сказал Ведь правда По-венгерски Одна минута будет Эд-эдс Это единственное Что я знаю, по-вашему Хотя уже три года Как ест же по Венгрии И то Запомнил Благодаря странному Случаю Я собирался рассказать ему Этот случай Но тут по глазам его увидел Что он меня не слушает А думает о чем-то своем И о печальном своем Он повторил машинально Эд-эд-эд-эд-эд-эд-эдс Да Одна минута может много значить Я вот вам расскажу Что для меня значит одна минута Да вы не свешиваетесь А то кровь к глазам прильет. Берегите глаза. Я лег навсничь и стал слушать. Остальные две койки нашей кабины были не заняты, Его слова доносились снизу медленно и отчетливо. Моя семья живет в местечке Горшфальва, Не доезжая нового домбовара, Как я уже вам сказал. У меня жена, два сына и дочь. Нинка. Три года тому назад Нинке было восемнадцать лет. Она была высокая, полная, красивая. Он помолчал и прибавил тише. Черноглазая. Три года тому назад нашей фирмы еще не было, Я служил у Ковача из Будапешта И все время жил в столице, А домой наезжал только к Рождеству, к Пасхе и летом. И вот как раз три года тому назад, утром, Двадцать четвертого декабря, Я телеграфировал своим «Встречайте», Сел в вагон и поехал домой праздновать Сочельник. По расписанию поезд должен был прийти в Гаршфальву около половины четвертого. Я еще за две станции увязал свой плед, Собрал чемодан и ящик с подарками, И стал ждать с неерпением, которое все росло. За четыре месяца, которые я провел в разлуке с семьей, Нинка стала невестой и сама писала мне, «Атья, папа, атья, я очень похорошела». Двадцать четвертого декабря во втором классе Не могло быть большого числа путешественников. В моем вагоне было четыре купе. В первом сидел я, А в соседнем был тоже один пассажир, Но я не думал о нем, И положительно не могу вспомнить даже того, Был ли это мужчина или женщина, А остальные два купе были пусты. И вот я, наконец, слышал по стуку поезда И по свисту, что моя станция близко, Вокзал по правую руку, Но мои всегда ожидали меня у депо налево от рельсов И, не доезжая вокзала, Я выскочил на площадку со своей поклажей в руках, Отворил дверцу и выглянул. Поезд замедлил ход, Показалось депо, А на перроне мои все пятеро С женихом и Нинка впереди всех. Я до сих пор слышу, Как Нинка кричит мне, Пока мой вагон приближается к ней. — Скорей, папа, А то поезд стоит одну минуту! И мне так захотелось поцеловать ее, Что я не стал ждать остановки И спрыгнул с чемоданом и пледом на перрон, Бросил чемодан и плед, И кинулся к Нинке. И в эту минуту, Из полузакрытого окна моего вагона, Из окна второго купе моего вагона, Вылетела наискось небольшая бутылка, Ударилась о косяк, Упала на перрон и разбилась. А моя Нинка закричала диким голосом, Схватилась за глаза и упала мне на руки. Поезд миновал нам, Остановился, Кондуктор по ту сторону вагонов закричал Гаршфальва Эд Перц. А жених Нинки завыл, как волк, Бас сама, Венгерское ругательство, И побежал к вагонам, Старший сын за ним, Но как только они добежали, Поезд тронулся. Одна минута прошла, С того дня моя Нинка слепа На оба глаза, И жених навсегда уехал В Семиградию. Я хотел сказать этому Мадьяру, Если бы вы знали те муки, Смесь невыносимых угрызений И подлого давящего страха, Который перенес Тот неизвестный пассажир За ту минуту, Когда в его жилах остановилась кровь, И он помнил только два крика, Вопль невидимой женщины за окном И возглас кондуктора Эд Перц. Вы бы, может быть, Простили его. Но я ничего не сказал, И утром в Анконе, После таможни, Я ушел, Не попрощавшись с ним. Зачем мне глядеть ему в глаза? Зачем мне говорить с ним? Разве я могу утешить его? Разве я могу заплатить ему За погубленные черные глаза Его дочери Нинки, Которая так страшно, Так безумно и отчаянно Закричала тогда, Три года назад, На минутной станции, Так страшно, Что ее вопль До сих пор Звенит у меня в ушах. Газета Одесские новости 28 декабря 1900 года Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Рассказ Ученическая газета Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись Сделана для проекта LibriVox И является общественным достоянием. Ученическая газета Из школьных воспоминаний Может быть, Доброе внимание лиц, Призванных к преобразованию Русской школы Остановится и на ученической Литературе, В которой, кажется, Ничего зловредного Быть не может. Мне хочется В подкреплении этой надежды Рассказать вам Крошечную историю Одного ученического журнала И его влияние, Конечно, Не столько на читателей, Сколько на составителей. Он назывался Правда. Это было серьезное В своем роде предприятие. Журнальчик Гектографировался В полусотни копий И расходился По всем гимназиям Одессы. Хотя мы строго следили За цензурностью Направления и статей, Приходилось вести Дело секретно. Распространялись Выпуски Через доверенных лиц И через них же Приходили рукописи И письма. Впрочем, Присылали мало материала, И весь журнальчик Почти всегда Заполнялся Трудами Самой редакции. Правда Выходила Не периодически. Но по мере Накопления Статей. Так как Мы были Очень сердны, То выпуски Являлись Очень часто. Раза по три В месяц. Даже чаще. Редакция И печать Находились У Баньки. Если этот очерк Попадется на глаза Тому, Кто когда-то Назывался Этим полуименем, Пусть он И вообще Мои старые товарищи, О которых я здесь Упомяну, Простят мне смелость, Которой я теперь Называю их Так же, Как называл Тогда. После продолжительной Разлуки, Отчудившей нас Друг от друга, Вероятно, Навсегда, Я не имею Права на такую Фамильярность, Но искушение Слишком сильно. Мне так приятно Воскресить И пережить Хорошие вечера, Проведенные За работой Вместе с ними, Единственное Светлое воспоминание Моей гимназической Карьеры. И тоже, Думаю, И для них. Ванька был Главный редактор И цензор. Мы были тогда В седьмом классе. Я имел уже Проблески славого Понятия О настоящей литературе И дивился Ваньке И до сих пор Дивлюсь. В нем Была Бездна Такта. Он всегда Умел найти То слово, Которое Нужно было Удалить Из статьи, Чтобы не портя Сока, Убавить Излишек Опасного Перца. И, Уговаривая Самолюбивого Сочинителя Поступиться Этим Словом, Он делал Это Так Мило, Любезно, Добродушно, Что никаких Недоразумений В лоне Редакции Никогда Не возникало, Несмотря на большое Несходство Направлений У отдельных Ее членов. Ванька Сам писал Редко, Но симпатично. Я помню Его рассказ О чиновнике Хвостикове, Позванном На блины К их Превосходительству, Рассказ, Который Вполне Мог быть Напечатан В хорошей Юмористической Газете, Зато Передовицы, Кажется, Ему не удавались. Передовицы Были хороши У инициатора Всей затерии, Которого Мы называли Алешей, Со вздумчивым, Отчасти Мечтательным Складом Характера И с искоркой Лукавого юмора В уголке Умных Клод. Он писал Бериакему Сжато, Но глубоко, Особенным Стилем, Немножко Невясно, Под которым Чувствовалось Страстное Напряженность Убеждения. Чтобы дать Представление О передовицах Алеши, Позвольте Сказать, Что Proportion Gauze При разнице В масштабах В.В. Розенов В общем Литературном Облике Напоминает Мне иногда Эти фиолетовые Строчки Курсива С подписью Азра Под ними. Брат Алеши Пепка Был Моложе нас И лишен Литературного Самолюбия. Нельзя было Уговорить Его писать, Но он был Очень важной Спицей В редакции Правды, Как первая Инстанция По разбору Входящего Материала, Затем, Как хороший Метрампаж, И особенно Как гениальный Гектографист. Он изучил Совершенствие Эту липкую Капризную Массу, Которая Так и Народила Пристать К листу И прорваться, И умел Держать Ее В повиновении До Пятидесятого Оттиска Восьмой, А иногда Двенадцатой Страницы. После Каждого Промывания Он как-то Особенно Ловко Возжигал Спирт И потом Охлаждал Машину, Так что Она слушалась Его почти Беспрекословно. Когда Не было Пепки, Гектограф Буянил И ничего Не выходило. Четвертым Китом Постоянной Редакции Был Ваш Покорный Слуга. Я писал Фильетоны Без Заглавия, Которыми Приходилось Много Возиться Сен-Зарубаньки. И я же Собственно Ручно Переписывал Статьи Бегитографирования. Для этого Употреблялись Особенные Чернила, В которых Вязло Перо И Санье Шло Черепашьим Галопом. И вдобавок Надо было Подделываться Подпечатный Курсив, Чтобы добрые Люди Не узнали Почерка. И если При всем Том, Я без Рокот Напереписывал, Посудите, Какова Была Любовь К делу. Был Еще Один Главный Сотрудник, Писавший Для Каждого Выпуска, Но Никогда Не Бывавший В нашей Редакции. У него Был Оригинальный Псевдоним Перо, Но Не Написанное Буквами, А Нарисованное Гусиное Перо. Это Был Умный И И Искренний Юноша. Внешняя Форма Ему В то Время Не Вполне Давалась, Или Относился Он К ней Сквозь Пальцы, Но В Его Статьях И Очерках Всегда Была Толковая И Настойчивая Мысль. Я Давно Его Не Видел. Судьба Забросила Его Куда-то Вглушь, И Эти Строки Уже Верно Не Дойдут До Него. Я Жалею Об Этом. Мне Так Бы Хотелось Послать Именно Ему Сердечный Глубокий Поклон И Доброе Пожелание. Мило И Весело Было В Наши Рабочие Вечера У Ваньки На Дому. Хозяин В то Время Хворавший Лежал На Астаманке И Починял Приславный Неизвестный Кем Рассказ. Алеша Диктовал, Я Писал Под Диктовку, А Пепка Осторожно Втихкивал Веженаписанный Лист В коробку Диктографа. — Да Ты Туда Ли Попал, Беспокоился Ванька. Пепка Не Удостаивал Отвечать На Такие Вопросы. Алеша Оглядывался В сторону Брата, Сближая Красивые Черные Ресницы И Отвечал За Него. Ну Да В ту Самую Туду. И Мы Громко Хохотали По Поводу Этой Туды. Подавали Чай, Мы Подкрепляли, Затем Ванька Заставлял Меня Рисовать Линьетку Для Заглавия Журнала. На Этот Счет Он Был Очень Требователен И Жевал Для Каждого Выпуска Особую Преподавателя Греческого Языка В виде Балерины Должен Был Грызть Ручку Выдумывая И Приблизительно Изображая Не помню Какие Арабески Среди Которых Покоилось Слово Правда. Когда Все Было Отпечатано Пепко Потягивался И Бежал Мыть Руки Что Было Совсем Не Так Легко Мне Думается Что У Него По Сей День Должны Быть Фиолетовые Пальцы Мы С Алешей Складывали Страницы А Манька На Особой Машинке Скреплял Их Тоненькой Металлической Скобкой Потом Начиналось Втроем Пепко Имел Святое Право На Отдых Корректура То Есть Ручная Подправка Тех Мест Которые Почему Нибудь Неясно Вышли На Гектографе Все Наконец Было Готово И Сложено Мы Любовались Чистеньким Видом Нового Выпуска Громко Восхищались Пепкиным Талантом И Лихо Пели Хором Песни Мало Правда Подходившие К моменту По содержанию Но Вполне Отличавшие Нашему Радостному Настроению Что На Искаженном Французском Означает Если Ты Меня Любила Скажи Что Ты Меня Любила Но Это Не Так Ай Обманщица Притворщица Мы Страшно Любили Свой Журнальчик Отошли Куда-то На 150-й План И Бакара И Вин И Дерибасовская И Бильярд И Барышня И Попойки Правда Нас Околдовала Я Хорошо Помню Ее Содержание Она Проповедовала Товарищество Самообразование Полицало Картеж И Кутеж В последнем Выпуске Вышедшем Перед Самыми Экзаменами Требовалось Чтобы Успевающие Ученики Не Подавали Прошений Об освобождении От Письменных Испытаний На которых Помощь Так Необходима Товарищам Бывали Статьи Посвященные Интересам Гимназисток Были Кажется И Дамские Сочинения Была Одна Заметка О Предстоявшем Прохождении Какой-то Звезды Через Поле Земного Наблюдения Были Критические Заметки О Книгах Имевших Отношение К Гимназическому Вопросу Мы Написали На языке Эсперанто Во все Страны Европы И из Германии И Швеции Получили На том же Языке Обстоятельные И любезные Ответы О тамошних Гимназиях Из Кенигсберга Писал Какой-то Доктор Из Упсалы Гимназист Аулхандер Оба ответа Были Переведены И помещены В правде Были Конечно Статьи Против Классицизма Против Порядка Задавания Тем Для ученических Сочинений И тому Подобное Белетристика Состояла Из Рассказов Которые Бывали Иногда Право Недурны Из Стихов Которым В редакции Придавался По возможности Приличный Вид Кроме Того Был Редакционный Роман Сначала Это была История Фантастических Приключений Трех Гимназистов В предисловии Прямо Говорилось Что Наше Намерение Вовсе Не излагать Случившиеся Случаи А именно Заманчивыми Небулицами Вызвать Читателей Гимназистов Тоску По удальству И отвращение В серой Гимназической Действительности Иными Словами Правда Уже Предугадала Литературу Настранения Опередила Максима Гольского Но после Второго Выпуска Мы начали Другой Роман Так как Прежний Показался Нам Через Чоруш Детским Новая Эпопея Называлась Тогда Тоже Трое Но Но Фантастического Ничего Во всех Гимназия Причем Как Это Не Странно Тайна Осталась Тайной Даже В нашем Классе Никто Не Подозревал Что Издавали Правду Мы К нам Приходили Письма И критические Заметки Мы Вели Отдел Шамокритики Доказывавшие Что К журналу Относились Внимательно Когда Одна Глава Романа Показалась Скабрезной Мы Получили Протесты Сбор Пожертвований На покрытие Расходов По изданию Шел Удовлетворительно Тем Не Менее Настоящего Влияния Журнала Не Было Заметно Мы Сами Грустно Шутили По этому Поводу Что Наши Читатели Собравшиеся В кружок И Журналов Швырнул В колоду Свирепо Дуются В банчок И Разговоров О правде В гимназической Среде Было Еще Мало Конечно Со временем Пришло Бы Все Но Перед Экзаменами Вышел Седьмой Выпуск А в Следующем Учебном Году Наша Редакция Уже Распалась Мне Свалилась С неба Возможность Осуществить Желанный Отъезд За границу Я Перед Самыми Экзаменами Отряхнув Прах Заведения От ног Своих Перекочевал В Швейцарию Ваньке И Алеше Пришлось Много Заниматься И Наша Правда Уж Не Воскресла Конец Рассказа Ученическая Газета Газета Одесские Новости 16 Мая 1901 Года Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Аминьи Рассказ Трактория Студентов Из сборника Ранних рассказов Владимира Жаботинского Это записи сделаны Для проекта LibriVox И являются Общественным Достоянием Трактория Студентов Однажды Я с приятелем Поздно вечером Набрел на харчевню На вывеске Которой Значилось Латинский квартал Студенческая Трактория Мы вошли В первой комнате Не было никого Вторая Наполнена Была Молодежью Почти у всех На головах Пестрели Бархатные Факультетские Белеты Редкость Потому что Вообще Итальянские Студенты Не носят Своих Традиционных Головных Уборов Стены Были Расписаны Масляной Краской Видна Была Нелепая Но Небездарная Рука Тут Были Все Шесть Героев Богемы Сноска Богема Опера Джакома Пучини Тут были Все шесть Героев Богемы В разных Позах И комбинациях Но главное Место Занимали Карикатуры И портреты Завсегдатаев Этой Самой Харчевы Оригиналы Фресок Сидели Тут же Группами И орудовали Безобразными Итальянскими Картами Выкрикивая Тройка Чаш Конь Мечей Туз Палет Валет Гривен Сноска Грубой Слушать Лекции Шапочки На них Были Юридические Мой Факультет И действительно Ни одного Из них Я В Аудитории Не Видал Впрочем И они Миниатур С Разных Сторон Предлагались Разные Методы Иногда В качестве Гипотезы Еще Подбежащей Проверке А иногда На основании Опыта И с последнего Разряда Мне запомнился Один Рассказывал Толстый Римлянин С лицом Сократа Если Сократа Побли Прихожу я На экзамен По инструкциям С самыми Серьезными Намерениями А именно Не сдавать Собственно Только ради Читча пошел Читча В меня верит Такая физия Говорит Верное Средство Против Дурного Сглаза Сел я В уголочек И жду Очереди Чичиной Понятно Не могей А пока Слушаю Как Филамузи Спрашивает Сноска Филамузи Гуэльфи Итальянский Юрист Профессор Философии Права В Римском Университете Вижу Сверепа Спрашивает Мямлите Вы Говорит Курс Пожалуй Знаете Но для Юриста Этого Мало Юрист Не медик Ответ Юриста Должен быть Блестящий Ответ Меткий Целый Том В одной Фразе Студенты От страха В поту А он Требует Блеска Совсем Понятно Смутились Один за другим Проваливаются А бедный Чича Стучит Зубами И шепчет Дай Еще раз Взглянуть На твою Физию Вдруг Смотрю Филамузи Глядит Прямо На меня Узнал Мерзавец А Говорит Синьор Малатеста Редкий Гость Редкий Полгода Уж Не видал Вас На лекциях Что ж Удостоить Решили Сдать Экзамен И тут У меня Вдруг Разразился В душе Громовой Удар Вдохновения Ага Тебе Нужен Блеск Остроумие Целый Там В одной Фразе Отлично Я Встаю И громко Ответствую Кум Бенефицио Инвентарии Профессор Сноска С договорками Условно После Проверки Кум Бенефицио Инвентарии Профессор Хочу Раньше Послушать Строго Ли Вы Нынче Экзаменуете Вижу Остолбенел Профессор Глядит На меня Словно Глазам Не верит Потом Посмотрел Вокруг Ткнул В меня Пальцем И сказал Учитесь Осел Ослом А отвечать Умеет Будете Адвокатами Будете Депутатами Вот Как Надо Парировать И хоть Он Невежда Но Вам Всем В назидание Ставлю Молотесте Высшую Отметку Слушатели Отнеслись Сочувственно Смеялись И кивали Только Один Заметил Совершенно Серьезно Все Таки Не в этом Вопрос Молотеста Как Никак Очевидно Просмотрел Главу О Наследственном Праве Задача В том Как Извернуться Не Прочитав Вообще Ни Одной Страницы В это Время С другого Конца Комнаты На всю Харчебню Загудел Внушительный Бас Явно Тосканский Бас Произносящий Энрихо Вместо Энрико Обладатель Лазурной Жабе Все Захлопали А я С любопытством Смотрелся В лауреата Имя его Я слыхал О нем Говорили На окраинах Литературной Кружковщины Которые Я иногда Встречался Подолгу Газетной Службой А Лазурная Жаба Считалась Нечистивейшим Из декаденских Подвалов Где По слухам Ежемесячно Устраивались Черные Мессы Сноска Черные Мессы Ритуал Профанации Святого Причастия Приписываемый Христианской Традицией Сатанистам Три Господина Каждый Из другого Источника Давно Рассказывали Мне об этом Хотя В чем Заключается Черное Месса Объяснить Не умею Лауреат Оказался По виду Походящий Бледный Фиолетовый Извеки Черная Бородка Бархатный Воротник Ошейник Широкополая Шляпа С высокой Тульей Именно Все так Как я Представлял Себе Лазурную Жабу Внимание Гудел Бас В инженерном Берете От вашего Общего имени Прошу Синьора Энриха Рамуальди Прочесть Нам он И тримированный Санет После чего Угощаю Марсалой Браво Сор Эджисто Затричали Голоса Со всех сторон Эввива Хозяин И я С удивлением Понял Что Басисты И флорентиевцы Есть Содержатель Этой Харчебной Но Зачем На нем Шапочка Инженерной Школы Шепнул Я Кому-то Из-за Всегдатой Он Ответил Очень Рассудительно Чтобы Не Простудить Лысину Между тем Лауреат Уже Встал Выбрал Удобное Место Оперся Подоконник Правым Локтем Нашел Это Неудобным Оперся Левым Велел Завесить Газеты Одну Из Ламп Потом Другую Взял Сор Эджиста Что Во время Декламации Половые Не будут Подавать Можно Было Еще Десять Строк Заполнить Его Приготовлениями Но В конце Асанет Свой Он Прочел Читал Он Действительно Хорошо Низким Грудным Голосом Из-за Которого Каждое Слово Казалось Непривычно Ценным Асанет Был Приблизительно Такой Гашиш В терзаниях Неги Одинокой Я Воскресал И Умирал С Нагорной Троицы Далекой Колоколов Плывет Хорал Я Гасну Телом Никну Духом Тускнеет Ум Мутится Взор И Этот Звон Гремит Над Ухом Неотвратимый Приговор Трех Не Касаясь Но Сжигая В объятья Призрака Моя На Ложе Пытки Вновь Меня Влечет Она Мечта Нагая Сквозь Чоканье Я Расслышал Такое Замечание Одного Соседа Другому Причем Дух Гошей Дело Житейское Все Расслышали И долго Хохотали Энрик Рамуаль Съеми В харчевный Вошел Человек Без пальто В костюме Между Приличным И треханым Снял Шляпу И начал Натасканным Тоном Уличного Продавца Специальных Открыток Господа Прошу Позволения Произнести Несколько Слов Перед Этой Иллюстре Ассамблея Почтенным Собранием Воцарилось Молчание Слово Принадлежит Он Револь Неизвестному Сказал Сор Эджисто Даруя Вошедшему Депутатский Титул Сеньоры Начал Неизвестный Вы Сочли Бо Человеком Неблаговоспитанным И даже Не Джентльменом Того Кто Бо Отсмелился Заглянуть В ваш Карман Или Попробовал Бо Выпытать Вас Сведения О сумме Какую Дежемесячно Предоставляют В ваше Распоряжение Почтенные Но я Не покушаясь На такой Непристойный Образ Действий Просто И искренне Позволю себе Напомнить вам Что Какова Бы Небыла Эта Сумма Ее Роковым Образом Хватает Студенту Не на Месяц А только На Три Недели Совершенно Верно Поддержала Аудитория Ассор Эджисто Кивнул Головой Роковым Образом Говорил Я Ибо Если Увеличить Эту Сумму Для каждого Студента На Недостающую Треть Или Если Угодно Четверть То Получится То же Самое То Есть Три Недели Веселого Житья И Одна Неделя Мигранья Эт Из Веселого Мигранья Да Здравствует Бедность При Всем Почтении Не Могу Согласиться На Туроке Долой Образом Мигранья Долой Бедность Из За Нее У Студента Воротнички Из Белых Становятся Серыми И Стрепанные Брюки Не Заменяются Новыми Магисточку Нечем Угостить И Она Переходит К Художнику Но Синьоры Мигранья Вещь Неприятная И Вместе С тем Неизбежная Но Я Синьоры Пришел Предложить Вам Спасительное Средство Для Уничтожения Этого Недуга Прошу Внимания Внимание Господа Это Интересно Синьоры Как Бы Вы Не Относились К Правительству Вы Должны Признать Что Им Создано Одно Безукоризненно Благотворительное Учреждение Я имею Ввиду Институт И Именуемый Официально Горою Милосердия Сновка Название Ломбарда И Служащий Для Выдачи Студ Под Заклад Предметов Обихода Не Буду Распространяться О Достоинствах Этого Института Ибо Имею Честь Говорить Перед Молодежью Образованной И Опытной Я Перейду Прямо К моей Задаче Моя Задача Выяснить Путем Чистой Дедукции Свойства Идеального Предмета Наиболее Подходящего Для Залоговой Операции Во-первых Это Это Должен Быть Предмет Первой Необходимости Под Каковым Определением Я Понимаю Предмет Выставляемый Обыкновенно На вид Окружающему Обществу Это Не Должно Быть Ни Новое Пальто Ни Золотая Цепочка Ни Дорогие Запонки Ни Кольцо Ибо Такие Заметные Предметы Самим Своим Фактом Своего Внезапного Отсутствия Подчеркивали Бы Состояние Меграньезности Тогда Как Наша Цель Уничтожить Он Ю С другой Стороны Идеал Закладываемого Икса Не Должен Однако Быти Совершенно Бесполезным Предметом Например Если Это Золотая Лицейская Медаль То Однажды Попав На вершины Горы Милосердия Она Там И Останется Навеки Необходимо Чтобы В самом Предмете Заключалось Побуждение К Скорейшему Выкупу Правильно Ли Я Рассуждаю Правильно Отозвался Один Голос Но Слишком Распространенно Отозвался Другой Я Приближаюсь К Окончанию Синьоры Мне Осталось Сделать Еще Одно Указание Относительно Свой Искобого Идеального Предмета Он Не Должен Быть Слишком Дорогим Если под него Гора Милосердия Будет Выдавать Слишком Большие Суммы То Цель Наша Уничтожение Мигранги Не Будет Достигнута Потому Что Предмет Такой Цены Разложенный Уже Нелегко Выкупить И В конце Ближайшего Месяца Наш Студент Окажется Опять В Зеленом Состоянии Покороче Я Кончил Он Синьоры Мы Вывели Такой Рецепт Для получения Требуемого Идеала Предмет Не первой Необходимости Но и не Излишний И притом Не слишком Дорогой Что же Это За предмет Носовой Платок Подтяжки Пытались Острить Слушатели Нет Часы Позолоченные Но Отню Не золотые Их Отсутствие Не бросается В глаза Ибо Часы Носят В карманах Значит Их Отсутствие Не будет Компрометировать Студента Как Компрометировало Бы Отсутствие Цепочки Необходимость Жить Часов Для студента Есть Понятие Относительное Если студент И опоздает На лекцию Это не беда А на свидание Он все равно Не опоздает В то же время За серебряные Позолоченные Часы На горе Милосердия Дают От Тридцати Пяти Франков Сумма Которой Вполне Достаточно На приличную Жизнь В течение Одной Недели Уф Закричал Сор Эджистер Показал бы Нам прямо Часы И сказал бы Сколько Они стоят Вместо Всей Этой Философии Но Вытаскивай Их От кармана Извольте Ответил Неизвестный Я удивляюсь Проницательности Почтенного Хозяина Вот Часы Идеальные Серебряные Позолоченные Часы В продаже Стоящие Сто Франков И на Горе Милосердия Ценящиеся В тридцать Пять Я Уступаю Их За Пятьдесят Франков И на Условиях Самой Выгодной Расстрочки Часы Обходят Аудиторию Никто Их Не Покупает Неизвестный Благодарит Желает Всего Лучшего Иллюстре Ассамблея И уходят И мы За ним Конец Рассказа Трактория Студентов Газета Одесские Новости 14 декабря 1901 Года Читал Марк Чульский Массачусет Соединенные Штаты Америки Рассказ Студентеско Почерк Первый Из сборника Ранних Рассказов Владимира Жаботинского Эта запись Сделана Для проекта LibriVox И является Общественным Достоянием Студентеско Очерк Первый Я проснулся Поздно И встал С левой ноги Между тем Погода Стояла Чудная Облаков Было Совсем Мало Как раз В меру А юнгфрау Эйгер И монах Заглядывали В окошко Моего чердака Отчетливее И пристальнее Чем когда-либо Ясно было Что сегодня Лекции Пропали Потому что Стоило мне Завидеть Со своей Вышки Оберланд Как меня Начинало Непобедимо Тянуть Вон Из Берна Если Если у меня До того дня Набралась Жиденькая Тетрадка Записок По лекциям То Исключительно Потому Что Май Был Туманный И горы Прятались За дверью Стояли Мои Вычищенные Башмаки Из них Левый Подавал В отставку А в правом Торчало Письмо От университетского Казначея С приглашением Уплатить За второе Полугодие Я Остался Одинаково Недоволен Обоими Башмаками Надел их С проклятиями На ноги И пошел На парных Штрац Так называли В нашем Кружке Ту улицу На которой Поселился Парных Потому что Парных Не понимал Ни слова По немец Он Служил Где-то На Волге В земстве Скопил Двести Рублей Потом Потерял Место И приехал В Одессу Не то Искать Другого Не то Отдыхать Однажды Я гулял Сказал Что еду За границу Он Вспомнил Что сам Собственно Давно Думал Съездить В Европу Это В Германию В Париж А особенно В Лондон Вошел В трактир И настрочил Прошение О паспорте Когда мы Получили Паспорта И укладывали Вещи Он спросил Куда Собственно Я еду Оказалось Что Собственно Немцы Его не занимали И он Собственно Готов был Ехать Сначала В Швейцарию Наконец В подволочистке Нам пришлось Долго ждать Поезда И по этому Случаю Парных Надумался Считать Свои деньги Оказалось Разными Европейскими Монетами 147 рублей Четыре Из них Он тут же Отдал Пограничному Обывателю За черные Контрабандные Часы Они встали Чуть Поезд Двинулся А остальные Тоже Уплыли И Парных Так ничего И не увидел Кроме Берна И теперь Ждал присылки От друзей Сибиряков А впрочем Был по большей части Доволен Судьбою Мне было известно Что у него Не будет ни гроша И не затем Я шел На Парных Штраста Чтобы просить Одолжить мне Пятьдесят Франков Для университета А просто Так И не застав Парных Дома Я пуще Затасковал Улица Улица Меня злила Потому что Была Немощеная А я Этого Не люблю На проходящих Тошно Было Смотреть Из-за Их Очевидной Глупости На стенах Были налеплены Избирательные Афиши Но такие Маленькие Что их Одни мухи Только и замечали И это Было Ясно На первый Взгляд Ощущение Захолустья Начинало Меня Душить Вдруг Повеяло Свежей Я увидел Зиночку Энн Которая Мне всегда Нравилась Во-первых Она была Почти Единственная Хорошенькая На полсотни Студенток И одна Красиво Причесывалась Во-вторых Ум У нее Был Хоть Небольшой Но хорошего Складу С приятной Способностью Забывать Многое Из прочитанного Зиночка Была В розовом Несла В руке Тетрадки И смотрела С сочувствием На мою Понурость Поравнявшись Она Осведомилась Вы Похоронные Шествия Изображаете Госпожа Мне Скучно Мне Тоже Но я Иду На лекции А я Не пойду Из Двух Зол Это Дело Вкуса Нет Без Вкусия Тогда Зиночка Приказала Идите Домой Вы В опасном Настроении Фрейлин Зина Голубочка Золотистая Взмолился Я Пойдемте Погулять Но Зина Только Пожала Плечами И я Понял Это Значило Идти На час Не стоит Да и Мы Все Вблизи Исходили А Отправиться В Оберланд Дня На два И Хорошо Было Бы Да У Меня Нет Денег И У Вас В Кармане Двадцать Сантимов Никелевого Достоинства Так Я Перевел Движение Зиночкиных Плеч Которые Робко Просвечивали Сквозь Розовую Ткань И Прошел Своей Дорогой И Меня Обуяла Кромешная Стопудовая Скука У Самого Моего Дома Мне Вдруг Почудилось Будто Я Заглянул В Зеркало Дело В Том Что Парных Шел Мне Навстречу И Его Лицо Породительно Походило На Мое Купил Картошки На Пяти Алтынной И Остался У Меня Дву Гривенный Доложил Он Я Ответил Я Не Покупал Картошки Но Результат У Меня Тот Вы Были У Чопура Был Но Хозяйка Ему Одолжила Три Франка И Он Пошел Вносить Плату За Правоучение А У Белевича Был Но Не Застал Он Пошел К Хозяйке Попросить Три Франка Взаймы Чтобы Пополнить Плату За Правоучение А Где Еще Были Был В Столовой Дежурит Минская Она Меня Попросила Одолжить Три Франка И Мы Оба Приблизили Ели К Возможно Основание Бровей К Переносице И Побрели Куда Глаза Глядят И Парных Принялся Повергать На Мое Рассмотрение Следующее Умозрение Черт 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 Знает Что Допустим Что Они Уплатят В Университете Ну И Что Дальше Станут Они От Этого Умней Белевич Научится Говорить По Русски Минская По Хорошеет Дался Им Университет От Чего Б Дома Не Учиться Точно Будто Университет Помогает Заниматься Че Он Мешает Заниматься Вот Что Я Допустим Сейчас Расположен В Химию Заглянуть А По Расписанию Гистология Или Я Устал Спать Хочу А По Расписанию Работа В Клинике Не Будь Этих Самых Заведений Было Больше Образованных Людей Верно Вам Говорю В Голове Только То Держится Что Сам Усвоил Разве Это Значит Сам Когда Тебя Профессор Разжевал Да Вложил И Швейцарцы Тоже Хоть бы Постыдились Земля Маленькая А Пакости Этой Шесть Штук Университетов Тоже Называется Передовая Страна Хорошо Вы Мне Пожалуйста Не Толкуйте Про Телля Тель То Он Был Тель А Его Потомки Уже Только Телята Поглядите Чем Это Они Довольны Чего Им Здесь На Улице Надо Куда Они Идут Что Им Дома Не Сидится Я Был Им Скандал Устроить То Есть Чтобы Небу Стало Жарко Вот Сниму С себя Пару И Пойду Гулять На Шенсли Скажите Этому Швейцарцу Чтобы Не Проходил Близко А то Ему Как Дам По счастью Мы были У дверей Парных И Я Толкнул Его На Лестницу Прежде Чем Швейцарец Успел Подойти Слава Богу Не Было Сомнения Что Опоздай Я На Минуту Парных Поколотил Б Неповинного Бюргера И Я Тоже Потому Что Слишком Уже Нас Накипело И Не В Мочь Было Переваривать Невозмутимость Туземного Довольства Мы Добрались До Каморки Парных И Снова Нам Обоим Показалось Будто Мы Заглянули В Зеркало На Кровати Сидел Кольнер Который Прибрел Сленг Гассе Чтобы Попросить У Парных Капельку Древесного Спирта Для Горелки На Который Хотел Сварить Себе Химический Суп У Него Еще Оставалась Одна Плитка Препарата Мадзли Он Подумав Согласился Разделить Ее С Нами Но Взамен Потребовал Своей Доли Картофеля Парных Зажег Горелку И Полез В Шкаф За Солью Но Распахнув Дверцы Шкафа Он Вдруг Замер В Полной Неподвижности А Электричество Было Столько В нашей Атмосфере Что Замерли И Мы С Кольнером Загорелое Лицо Парных Все Вдруг Так И Распустилась Растаяла В улыбке Озарившей Эту Физиономию От Одного Уха До Другого И Тот же Маневр Исполнили Мы С Кольнером Парных Рынулся В шкаф Извлек Из него Свою Меховую Шубу И Потряс Мансарду Ликованием Вот Она Спасительница Наша Родная Сибирская Тетенька Черно Бурая Как Ж Ей Спрашивается Своего Красноярца Да В беде Не Выручить Ну И Покажем Же Мы Тутошнему Племени Как Пельмени Варят До Нового Века Не Забудут Ой Да И Через Четверть Часа Мы Шли Чинно По Парных Штрассе И Вся Улица Бежала За нами Парных Шел Впереди Дымил Папироской И Приказывал Толпе Раступиться По-русски Но С успехом За ним Мы с Кольнером Торжественно Несли Сожженный Плед На котором Покоилась Бережно Уложенная Парных Ская Тетенька Чернобурая В Ворот Ее Была Воткнута Ветка А на Ветке Висел Плакат Черной Каймой И Надписью Готического Склада На Немецком Языке Ломбард И За нами Шли Встревоженные Обыватели Бежали Школьники Несколько Собак И Даже Один Блюститель В Форме Никто Из Никогда Нигде Ничего Подобного Не Видел А Придраться Было Все-таки Не К чему По лицу Блюстителя Было Видно Что Он Про Себя На Память Бормочет Все 111 Пунктов Союзной Конституции И Никак Не Может Найти Подходящего Статское Население Растерялось Совсем До Потери Соображения Растерялись Даже Собаки Которые Чуя По Запаху Что Вещи Не Краденые В Первый Раз За Свой Собачий Век Не Знали Как Ими Наша Процессия Нечто Незаконное Недопустимое И Возмущались И Злились А мы Были В своей Тарелке И Ликовали И парных Ненавидевший Швейцарцев Сиял Как Вымазанный Маслом Таким Шиком Мы Явились В столовую Где Уже Собралась Вся Колония В ожидании Обеда Я Сейчас Вошел В читальню И Отыскал Библиотекаршу Она Купно С другими Четырьмя Девицами Висела Неподвижно Над Свежей Книгой Толстого Журнала И Видно Было Что Все Пятеро Задыхаются Не Столько От Тесноты Сколько От Блаженства И Мления Его Журнал Был Из Хороших Госпожа Перцова Позвал Я Зная Что Библиотекаршу Ничем Горше Не Взбесишь Так Как Она Не Признавала Титулы Госпожа За мною Кажется Долг В библиотеке Она Перевела Дух От Восхищения Оторвала Глаза От Книги И Призрительно Посмотрела На Меня Гивис Об Верно Но Зачем Это Вам Ведь Вы Все Равно Не Заплатите Пять Франков Я Заплатил И Она Так Растерялась Что Опрокинула Чернильницу На Страницу Хорошего Журнала Тут Мне Показалось Что Я Схожу С Ума От Восторга Девицы Вскипели Я Выбежал В Переднюю И Наткнулся На Зиночку Я Богат Фрейлин Зина Голубочка Золотистая Пойдемте На Штоп Горн Дня На Три Спорных И Коннером И Мы Мчались По Славной Мягкой Пыльце Немощеных Улиц К Локзалу И Добряки Туземцы С Ласковым Любопытством Глядели На Нас Когда Мы Затопляли Вагон Третьего Класса Гамом Хохотом И Широкозвучной Гармонией Русского Языка Лучшего Из Наречий Мира Сего Конец Первого Очерка Из Цикла Студентеска Газета Одесские Новости 16 Октября 1900 Года Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Очерк Второй Из Цикла Студентеска Из Сборника Ранних Рассказов Владимира Жаботинского Эта Запись Сделана Для Проекта LibriVox И Является Общественным Достоянием Студентеска Очерк Второй Приближался Июнь Около Этого Времени По обычаю У нас В колонии Начались Приготовления К Баву Отпечатали Очень много Билетов На немецком Языке По Аристократической Цене Полтора Франка И раздали Их нам Отчасти Насильно С тем Чтобы мы По одному Или больше Приобрели Для личного Употребления И чтобы Остальные Продали Не принимая Никаких Возражений Знакомым По личному Горькому Опыту Многие Из нас Вообще Были Склонны Считать Фикцией Очень Распространенное Мнение Что у Человека Могут Быть Знакомые Даже У себя На родине В Томске Или В Севастополе Они Привыкли Считать Своих знакомых По системе Раз Два И Обчелся Парных Утверждал Что это Неумение Знакомиться Знамение Времени Тем более Не было Ни у кого Знакомых И здесь В почтенной Столице Швейцарского Союза Я узнал Четырех Болгар И нарочно Пошел На их лекции Которые Обыкновенно Не посещал Потому что Был курсом Ниже Но болгары Как старожилы Узнали Наши Обыча И теперь Скрывались Я ушел С лекции Без результата В очень Злом Настроении Легко Ли было Сидеть Бесплодно Битый час На чужом Каноническом Праве Студентам Туземцам Нельзя было Предложить Билетов Потому что Никто из нас Не знал Никого из них Впрочем Об этом Впрочем Об этом Все Мы мало Заботились На первом Пламе Была Программа Вечера Ее В глубокой Тайне Вырабатывала Однобойкая Медичка Дамочка Лет Двадцати Восьми Которая Считалась Образцовой Распорядительницей Она Вывесила В читальне И столовой Такое Объявление Предполагая Возобновить Для предстоящего Бала Обычай Уже Несколько Лет Оставленный Постановки Перед Танцами Спектаклей Распорядительница Просит Желающих Участвовать В нем Сейчас же По окончании Обеда Заявить Ей Об этом Вывешено С разрешения Комитета Дали ей Стакан И ложечку Вместо Колокольчика Потому что Колокольчик Был под замком У комитета А у комитета Если не ошибаюсь Инфлюенса Дамочка Позвонила И сказала Объявляю Заседание Открытым А ядовитый Кольнер Изображая Барабан Прибавил Бум Затем Председательница Поставила вопрос О выборе Пьесы Я заметил Что уже С четверть Часа Пять Девиц Первокурсниц Сидевших В уголке Шептались О чем-то Настолько Горячо Что даже Перестали Отвечать На поклоны Теперь Одна из них Очень покраснела Оглянулась На правую Подругу На левую Подругу Потом Встала И сказала Я прошу Слова А потом Села Совсем Покраснела И ничего Не сказала А за нее Подруга С усилием Выкрикнула Мы хотели Бы предложить Поставить Ткачей И Кольнер Снова Провозгласил Бум Это пришлось Очень кстати Потому что Нас всех Охватило Некоторое Недоумение От выдумки Пяти девиц Первокурсниц И надо было Найти ему Разрешение Мы немного Похохотали А дамочка Председательница Больше всех И при этом Она громко Звонила Ложечкой О стакан И говорила Задыхаясь Кольнер Призываю вас К порядку Отдохнув Она обратилась К первокурсницам Я думаю Что ткачей Будет очень Трудно Поставить Здесь Не в том Дело Вмешался Кто-то Нам надо Привлечь Публику То есть По возможности Швейцарцев А они На ткачей И не подумают Пойти Потому что Кто же Их здесь В театре Не видел Правда Послушались Голоса Ткачей Провалились Я посмотрел На первую Девицу Первокурсницу У нее На лице Явственно Отражалась Борьба С той Характерной Непостижимо Странной Для передовых Девиц Дамской Водобоязнью Перед всякими Парламентарными Формами И обучения Которая Делала Из молодых Студенток Самый Неудобный Элемент На собраниях Нашей Колонии Они Никогда Не просили Слова Хотя Мысли Очевидно Так и кишели Под их Прическами И рвались Наружу Но они Никогда Не признавали И чужого Права На слово И по Всякому Поводу Начинали Все разом Громко Жужжать Изливая Полноту Души Перед Ближайшими Соседками Впрочем Все это были Очень милые Барышни Борьба На лице У первой Девицы Окончилась Победой Ормузда Она Встала И произнесла Очень Жаль Ткачи Такая Идейная Драма Кольнер Толкнул Меня Вбок И шепнул Мне на ухо Надо Повеселиться Сегодня Ради Бога Предложите Шейлока Только Серьезно А я буду Возражать Скорее И громко Добавил Первоприсутствующая Вот он Просит Слово Только Рабеет Я Исполнил Его просьбу И подкрепил Шейлока Вескими Доводами Во-первых Эту комедию Очень редко Ставят Во-вторых Она будет Понятна Немцам А в-третьих У нас есть Все силы Для постановки А самого Шейлока В крайнем Случае Согласен Сыграть Хотя Бо Я Тут Кольнер Попросил Слово А я Сел Предвкушая Удовольствие Кольнер Бесподобно Умел Попадать В то Направлению И незаметно Вышучивать Правоверную Публику Хотя По-моему И сам Он был В достаточной Степени Правоверным Я не знал Начал он Что Коллега Намеревался Предложить Именно Эту Пьесу Против Его Выбора Я должен Сделать Возражение Которое Может Показаться Вам Очень Странным И даже Смешным Дело В том Что У нас Несмотря На Плодотворную Критическую Работу Славной Эпохи Шестидесятых Годов У меня Волосы На голове Шевельнули До сих пор Еще Сохранилось Поклонение Авторитетам Буду Краток Для меня Нет Авторитетов Шекспир Великий Писатель Хотя По своему Миросозерцанию Он Не подходит К позитивным Течением Нашего Времени Шекспир Велик Но я Безусловно Против Его Комедии Шейлок Как Тенденциозного Памфлета Полного Узкой Национальной Нетерпимости Этой Комедии Место Не на сцене Студенческой Колонии А в театре Дрюмона И Люогера Если бы Они таковое Открыли И будь я Редактором Честного Журнала Я получив Перевод Шейлока Вернул бы Его переводчику Советом Отправиться В редакцию Наблюдателя Таково Мое Мнение Сказав это Сильным тоном И с жестикуляцией Кольнер Очень серьезно Сел И мы сейчас Увидели Что клюнуло Собрание Молчало Открытие Произвело На них Впечатление Встала Одна из студенток Вопрос Поднятый Товарищем Кольнером Начала она Очень важен И интересен И я прежде всего Тут же прошу Его изложить Своё мнение В реферате Который может Вызвать Живые пления Лично Я не согласна С мнением Товарища Кольнера Я думаю Что тенденция Шейлока Напротив Самая симпатичная Передовая Как это Впрочем Уже доказал Великий Гейне Кроме того В усташейлоку Сам Шекспир Вложил Такие тирады Которые Не только Были бы Неуместны В наблюдателе Или в театре Леогера А напротив Представляют Страстный протест Гениального Писателя Против всех Клевет Которые Распускаются Наблюдателями И леогерами Эта речь Тоже Произвела Впечатление Встала Одна из Пяти Девиц Первокурсниц Я тоже Предлагаю Не отказываться От постановки Шейлока Я нахожу Что эта вещь Как раз Теперь Очень Своевременно Особенно Здесь В Берне Где Союзный Совет На днях Опять Провалил Проект О допущении Женщин В адвокаты Я нахожу И вот Мои подруги Тоже Мы находим Что с этой Стороны У Шекспира В Шейлоке Прекрасно Решен Женский Вопрос Там Порция Переодившись Мужчиной Защищает Антонио Так удачно Как не сумели Самые настоящие Судьи И адвокаты Хотя Они и мужчины К тому же Они получили Юридическое Образование А порция Нет Так что Я нахожу Что Шекспир Доказал Способность Женщины Заниматься Адвокатурой Я нахожу Что если Мы поставим Шейлока То этим Выразим Протест Учащиеся Молодежи Против ретроградной Политики Бундесрата Эта речь Туже Произвела Впечатление На все Собрание И особенно На Кольнера Такого Успеха Он не ожидал Поднялся Парных Вот что Сказал он Есть такой Хороший Веселенький Водевиль Денщик Подвел Коротенький И смешной Предлагаю Поставить Водевиль Денщик Подвел На том И порешили Когда мы вышли Сам Кольнер Развел Руками Поднял Глаза К жиденькому Швейцарскому Небу И воскликнул Эти люди Способны Поверить Даже В Левиафана Если только Подать Его С соусом О Что это Был За спектакль За первые Репетиции Я играл Хвостикова Но Респорядительница Сейчас же Вычеркнула Меня Ввиду Полной Бездарности На мое место Назначила Другого А меня Чтобы не плакал Как выразилась Дамочка Распорядительница Произвели В суфлеры На остальных Репетициях Я не был Потому что Как раз Тогда Ездил С Зиночкой Смотреть Шапплох У Тунского Озера И вернулся Как раз В день Бала Было Нанято За пятьдесят Франков Большое Кафе Со Ценой Студьями И электричеством Кроме того У полиции Было Выхлопотано Разрешение Пировать До утра Потому что Местному Человечеству Обыкновенно Предоставляется Предаваться Радости Только до Полуночи Кутить Так кутить Сказал мне По этому поводу Чубар Которого Я застал За кулисами Он играл Деньщика Ивана И был Очень типично Загримирован И одет В полную Форму Зуала Которая Нашла Тепортного Распорядительница Была Прелестна Она Велела Хозяину Кафе Посадить Меня В суфлерскую Будку Хозяин Посадил Меня А Чубар Сунул Мне Из-под Занавеса Тетрадку Я раскрыл Ее И убедился Что почерк Чубара Был за пределами Моей проницательности Но было Уже поздно Я ждал 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 За спиной В зале Я слышал Шум Собиравшейся Толпы Наконец Подняли Занавес Спектакль Начался И Наконец Кончился И Хорошо Что Кончился Они Обвиняли Меня Я Их Бог Нам Судья В зале Было Много Народу Вся Колония Собралась Даже Те Члены Которых Я Никогда Еще Не Видал Ни В столовой Ни В читальне Было Несколько Туземных Семейств Два Три Профессора Злополучные Болгары Их Все Таки Изловили И Десятка Полтора Швейцарцев Рабочих Которым Продавали Билеты За Полцены Рабочие Пришли Каждый Со Своей Худощавой И Краснощекой Шецхен Милашкой Сидели В уголке Бесцеремонно Обнимали Шецхен За Талии Пили Пиво И Уверяли Что Водвилем Очень Понравился Начались Танцы А Хорошо И Весело Было На нашем Балу Я До Безумия Люблю Такие Мгновения Когда Всем сердцем Вспоминают Что Есть У них Что То И Кроме Разума И Когда Вдруг Такой Добрый Ветер Повеет На Книжника Или На Зазубрившуюся Барышню И Зашипит В них Живая Красная Драгоценная Кровь Человеческая От Бога Разлитая По Жилам И Нервам Становится Весело Смотреть На Эту Молодежь И Вообще Жить На Свете И Вдруг Встрепеняться Причепуриться И Невольно Бросит Вам В глаза Свои Двадцать Два Года Свои Длинные Весницы Свои Покатые Плечи Так Что Вы Только Изумитесь А Студентик У Которого Очки Лопались От Усердного Чтения Вдруг Покажет Вам Что Он Вовсе И Не Так Коротканок И Не Так Кривонок И Не Так Близорог Как Вы Думали И Ни Он Ни Она Не Скажут Вам Как Это Интересно А Скажут Раскрасневшись И Блестя Глазами Славными Молодыми Глазами Как Мне Весело И Не Хочется Вам Думать Что Послезавтра Поутру Студентка Опять Покажется Вам Как Тлявый И Переученный А Студентик Кривоногим Точно Так Думать Не Хочется И Вы Бежите К Ни И Зовете Ее На Вальс Если Танцуете Я Разыскал Зину Мою Мою Зину Мою После Шафлоха И Попросил Ее Фрейлин Зина Пойдемте За кулисы Научите Меня Танцевать Вальс Я Хочу Танцевать С Вами А Что Дадите Угощу Мороженым Двумя Порциями Двумя Идемте И Она Научила Меня Танцевать Вальс И Я Танцевал С нею Все Время Толкая Встречные Пары И Весь Вечер Не Отпускал Ее Ни Нашал Конец Очерка Студентеско Читал Марк Чульский Массачусетс Соединенные Штаты Америки Третий Очерк Студентеско Из Собрания Ранних Рассказов Владимира Жаботинского Эта Запись Сделана Для Проекта LibriVox И Является Общественным Достоянием Студентеско Очерк Третий Накануне Светлого Воскресенья В семь Часов Вечера Я в Большой Тоске Пробирался На улицу Монте Белло Номер 48 Тоска Отягчалась Унижением Мои Товарищи По квартире На Пасху Разъехались По родным Роберто И Лелла В Сицилию Джина В Абрусце Я Остался В Риме Роберто Приглашал Меня с Собой Но у меня Не было Денег Даже на то Чтобы расплатиться С нашей общей горничной Линой Оттого Я и чувствовал Себя Униженным По нашим Взаимным Расчетам Заплатить Лине Двадцать Франков Должен Был Именно Я А у меня Не было Двух Соль Да В тот День Накануне Светлого Воскресенья Я обошел Кол Рима И нигде Не достал Двадцать Франков Некоторые Мне Предлагали Пять Но мне Было Стыдно Принять Пять Лир Точно Я нищий Я шел На Вио Монте-Белло Номер Сорок Восемь С тем Чтобы сказать Дожидавшейся Лине Что ее Денег Нет Я шел И злился На день Своего Рождения На моих Трех Приятелей И на всю Эту Вздорную Затею Поселиться Вчетвером На собственной Квартире Это будет Рай Вапил Роберто Когда мы Ее только Проектировали Я до сих Пор Не могу Разобрать Был ли То Ад Или Рай Мы Сняли Этот Апартамент У Старушки Которая Сама Жила В другом Доме С контрактом На год Мы Прожили Там Полтора Месяца И то Хозяйка Была Еще Рада Что Удалось Нас Выжить Без Убытку Хотя Для Пополнения Платы За эти Шесть Недель За ней Остались Наша Посуда И Наше Столовое Белье И Кроме Того Хозяйка Прислала К нам Брата Своей Дворничихи Которому Не в чем Было Прилично Явиться К призыву Я ему Отдал Свои Старые Брюки И Туфли Скороходы А Роберто Жилетку Бедная Хозяйка Последние Две Недели Она Каждый День С утра Звонила У нашей Дверь И Спрашивала Синьор Роберто Дома Нет Ушел Он Вернется Вечером И Она Садилась На Софу В комнате Молчания И ждала А в два Часа Она Посылала Лину За ветчиной Подкреплялась И Опять Ждала В шесть Часов Как буря Влетал Роберто И начинал Трещать Потому что У него Вообще Была Система Зажимать Собеседнику Рот Своим Многоречием И В этом Случае Его Система Была Хороша Ах Вы Опять Тут Вы За Деньгами Сегодня Их На Почте Не Было Но Я Вероятно Получу Их Завтра Будьте Спокойны Идите Домой Идите Синьора А то Вы Нам Мешаете Вот Он Должен Написать Корреспонденцию А мне Нужно Составить Экстренно Речь Для Одного Депутата К Завтрашнему Заседанию Палаты Это Очень Важно И Для Вас Синьора Потому Что Если Он Не Произнес От Этой Речи То Палата Повысит Квартирный Налог Идите Домой Синьора Синьора Шла Домой И Утром Возвращалась Когда Мы Ей Объявили Что Мы Несмотря На Контракт Выбираемся В Первый День Пасхи Она Даже Не Протестовала А Только Вздохнула И Сказала Мне С Типичной Наивностью Римской Квартирной Хозяйки Вы Пишите В Газету Нельзя Ли Поместить Такую Статью Что У Меня Отдается В Наем Квартира Я Даже Обиделся Но Джина Понял Эту Китайскую Грамоту И Обещал Бедные Старушенцы Поместить Объявление С Этого Дня Началось Непрерывное Татарское Нашествие На Наш Несчастный Рай Приходили Колбасники Булочники Зеленщики Виноторговцы Бакалейщики Все Обитатели Виа Монтеделла Причастные К торговле Потому Что Всем Им Мы Задолжали Все Ворчали Грозили И Уходя Щипали Лину Потому Что Лина Самоотверженно Защищая Нас Всегда Выскакивала Вперед Особенно Если Кредитор Был Из себя Не Дурен Эпопея Нашего Общежития Заканчивалась Под Аккомпанемент Целой Метели Дрян Кредиторы Болтали Про нас Одно Кумушки Улицы Другое И даже В университете Который Слава Богу Был На час Пути От нашей Улицы Коллеги Стали К нам Относиться Как-то Странно С уважением Но Подальше А все-таки У нас Было Хорошо Каждый Вечер Мы Хотя Вдолг Но Вкусно И шумно Обедали Ели Чудесные Макароны Соус Из печенки С луком Пили Много Хорошего Дина Вчетвером Или с гостями И Лина Всегда Веселая И бойкая Была Тут же И вносила Смягчающую Ноту В наше Веселье И скверная Но свежая Контральта В наши Хоровые Песни Лина Была Типом Горничной Миловидная Палменькая Молоденькая Живая С карими Глазами И розовыми Щечками Когда Дзину Жившую У нас На правах Товарища Пришлось Выселить По настоянию Невест Роберто И Дзина Тогда Роберто Где-то Разыскал Эту Лину И сказал Ей Наши Условия И спросил А ночевать Где будете Лина Засмеялась И ответила На квартире Я никого Не боюсь Потом Когда уже Все это Ушло В область Воспоминаний Роберто Уверял Меня Что Лина Принадлежала Только ему А Дзина Клялся Мне Что Лина Принадлежала Только ему Лина же успела Принадлежать И тому И другому Потому что У нее Вообще Было Очень Доброе Сердце Лина Тосковал И болел Под Зине В которую Влюбился Тайком От брата Ребяческой Любовью И потому Относился К Лине Равнодушно А я Был с ней Корректен Потому что Блага Общего Пользования Не в моем Вкусе И еще Потому Что в Италии Я считал Долгом Разыгрывать Холодного Северного Человека Может быть От того Лина Привязалась Ко мне Больше Чем к другим Кроме того Я и обращался С нею Иначе Мои приятели Исповедовали Тоже Демократические Взгляды Но Это не мешало Им Говорить Лине Ты Русский Демократизм Утонченнее Западного Я говорил Лине Как барышне В третьем Лице И это Ей Льстило Почему Быто Ни Было Она Ко мне Привязалась Под Конец Робарта Надодел Ей Своей Удивительной Шумной Головокружительной Многоэтажной Пустотой От Жина Своей Противной Прилизанной Сдержанностью Небогатого Графского Сынка Из-за Холустья Который Корчит Декадента И человека Высшего Света И когда Они Уезжали Не заплатив Ей За прожитые У нас Три Недели Она Повторяла Если Сор Владимир Оручается Что Мне Убудет Отдано Все Тогда Я Спокойно И Вот Теперь Я Шел Сообщить Ей Накануне Светлого Воскресенья Что Денег Не Нашлось Мне Было Ужасно Тяжело И Завтра В полдень Предстояло Очистить Квартиру Я Стукнул Скобкой В дверь Лина Мне Отперла Я Снял Летнее Пальто Повесил Его В углу И Сказал Лине Моим Самым Серьезным Тоном Линетта Мне Очень Жаль Но Я Не Мог Достать Ни Одной Лиры И Завтра Тоже Не Достану Что Же Я Буду Делать Спросила Лина Раздраженно Я Не Знаю У Меня Нет Совсем Ничего Ни Сантима Мне Даже Некуда Будет Перебраться Завтра Она Ушла В кухню А Я В Комнату Молчания Бедный Храм Наук Искусство Казался Теперь Таким Не Уютным Когда Причудливая Вкус Роберто Драпировка Была Уже Снята Со Стен Портреты Спрятаны Ладан Вкус Роберто Не Курился Больше На Маленькой Подставке И Ни Одной Не Осталось Из Четырех Кип Бумаги На Которой Роберто Писал Свою Тридцатую Драму Джина Свои Стихи Лелла Греческие Вокабулы И Я Корреспонденции Я лег поясницей на подоконник, перегнулся назад, закинул руки за голову и уставился в сизое вечернее небо. Если я пишу два слова «небо Италии», то для вас это избитая формула, а для меня что-то вроде имени недалекой любовницы. Мне от этих двух слов становится так хорошо и так грустно, что иногда сил человеческих не хватает выдержать без стона эту сладость и эту печаль. Я бы хотел уметь молиться и знать, кому помолиться о том, чтобы все, сколько может быть на земле счастья и довольства, снизошло на эту чудную страну, за ее красоту, за райские ласки, которыми прелесть ее дарит нас, иноземцев, лишенных рая. Лина неслышно подошла ко мне и положила мне руку на жилет. — Тосковать все-таки нечего, сэр Владимиров, — сказала она громко и живо. — Теперь мы поужинаем, а завтра посмотрим. Может быть, вы что-нибудь заложите? У меня был только бинокль. Я его заложил третьего дня, мне дали два пранка и вычли шесть сантимов на проценты вперед. А как мы поужинаем, когда не на что купить макароны и все прочее? — Ничего, я возьму еще раз в долг. — Колбасник опять будет вас щипать. — Это пустяки, пощиплет, а все-таки даст в долг. Вот что главное. А вина хватит? — Идите ли нет-то, — сказал я, повеселев. — Славная вы девушка. Оставшись один, я опять уставился в сверкавшее небо и сильно задумался о том, что бы по совету Лины заложить. У меня в то милое время не было даже черных часов. У меня было шесть воротничков и рукавчиков, перламутровые запонки и серый пиджачок. Я мечтал обмундироваться, но мои корреспонденции печатались пятая через десятую, а то, что я выручал за них, исчезало без следа, потому что наше общежитие ужасно поглощало деньги. В сером пиджачке неловко было ходить в гости, так что недели за три до Пасхи я отдал его к красильщику вычернить целую неделю, и дома, и в университете щеголял в летнем пальто. Как раз в это время Роберто и Джина выселили Дзину. Нужно было третье лицо, чтобы известить об этом мамашу-невесты, тоже провинциальную графиню. Лелла наотрез отказался путаться в это дело. Тогда пошел я, просидел у графини битый час, беседовал с ее дочками и не снял пальто, несмотря на просьбы. Веселые годы, прекрасные дни, как вешние воды промчали они. Это запела возвратившаяся Лина, то есть запела не совсем это, но нечто похожее. — О, какие темпы феличи, о, какие белые моменты, мамы вененоменте, мадон торнадо кию. — Потому я не буду досказывать вам, как мы ужинали в этот пасхальный вечер вдвоем с Линеттой, и какие песни мы пели, и что она мне рассказывала о своей жизни, и каким путем я на следующий день достал деньги, и тому подобное. — Многое сам я уже неотчетливо помню, а многое совсем неинтересно, и я не сумел бы рассказать так, чтобы заинтересовать вас. Я только хотел напомнить себе, и, если властен вам о прекрасных годах, о веселых днях, которые больше не вернутся, поверить на себя и, если могу, на вас, с молистым запахом молодости. Я хотел напомнить ее себе в этот праздник прощения. Я не христианин, но я люблю этот праздник прощения, для того, чтобы сердечно простить моей прошлой и будущей жизни, все ее скорби за эти несколько веселых лет, прекрасных дней, которые больше не вернутся. Конец третьего очерка Студентеска. Газета «Одесские новости», 14 апреля 1902 года. Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки. Рассказ номер 23. Из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Бичетто. Эта запись, сделанная для проекта Либри Вокса, является общественным достоянием. Я жил тогда в очень бедном семействе почтового чиновника против Капуцинского монастыря. Чиновник постоянно возил почту на юг и на север, и это мне в нем очень нравилось. Дома оставалась его пожилая жена, добрая и неглупая женщина, и две дочки. Старшую звали Ольга, младшую — Бичи. Бичи было 15 лет. У нее было такое славное, серьезное личико, что все приходившие ко мне заглядывались и потом говорили «У твоей хозяйки прелестная дочка». Я спрашивал «Кто там? Кофе». Я оправлял одеяло и говорил «Войдите». Входили Ольга и Либичи, поздравляли меня с добрым утром и ставили на дешевый плетеный стул старенький поднос с чашкой изобеленного кофе и куском белого хлеба. Кофе было скверное, блюдце немножко грязное и хлеб пресный. Но Ольга и Либичи были так милы, что я прожил там три месяца, ни разу не восстав против того, что мне подавали слишком скудный завтрак, а ведь я им обедал, на недостаточно перемытой посуде и невкусное вино. У меня еле хватало жестокости даже на то, чтобы вовремя требовать перемены наволочек. Ольга и Либичи были удивительно милы, хотя на них были бедные платьица и не всегда чистенькие. У Ольги был жених из немецкой Швейцарии, сахарный приказчик, здоровенный керл, который мог бы левой рукой отколотить двух корреспондентов из Одессы. Я вот терпеть не мог. Стены моей комнаты были очень тонки. Вечером я садился работать, а в соседней комнате Ольга с женихом мне мешали. Не то чтобы они говорили чересчур громко, они говорили чересчур тихо. Я слышал только журчанье двух голосов, баритона и контральта, и часто даже это журчание замолкало. Мне становилось не по себе. Не то завидно, не то обидно. В конце концов приходилось, бросив перо на пол, уходить в кафе Оранье или в театр, или просто по городу, лишь бы уйти от них. Зато с Бичи мы подружились. Когда Бичи приносила мне кофе, мы всегда серьезно и тихо беседовали. Я под одеялом, она прислонясь у двери. Я ее называл Синьорина, а она меня Синьорино. Она мне рассказывала, что до последнего года жила у монахинь, но теперь дела дома стали хуже, и ее взяли домой. У монахинь ей жилось очень хорошо, и она бы охотно вернулась туда, но учиться ее не тянуло, и читать она не любила, а нравились ей женские рукоделия. Вы и в монастыре среди подруг были всегда такой серьезной, Синьорино. Девушка должна быть серьезной, Синьорино. В ваши годы надо быть резвее. Девушка не должна быть резва, Синьорино. Она всегда говорила с интенциями. Я спросил как-то, вы любите Синьорино Ольгу? Она могла ответить «да» или «нет», но ответила буквально так. «Мы должны любить наших родных, особенно в первой степени родства, Синьорино». И все это говорилось степенно, вежливо, негромко, отчетливо. Она давала ответы немедленно, как хорошо обученный солдат, и глядела прямо в глаза своими славными, спокойными, темными глазками. Я привязался к ее милому и открытому, еще полудетскому личику, и любил в него всматриваться. И меня удивляла одна вещь. Откуда брался на этом лице какой-то неопределенный оттенок затаенной веселости или, может быть, невысказанной восторженности? Ведь это была кукла, прелестная кукла, искусно сработанная монахинями и говорящая сто слов. Неужели в кукле таилась сокрытая жизнь? Я спросил у ее матери, «Отчего ваша младшая барышня так меланхолична?» Бичи при этом не было. Мать всплеснула руками. «Бичи меланхолична. Бичи дьяволенок. В этой девочке огонь, говорит. Когда она вырастет, у меня с ней будет много хлопот». На другой день Бичи убирала мою комнату, сжав губы и внимательно следя за пучком перьев на палке, при помощи которого она стирала пыль из зеркала. Я столь же внимательно всматривался в нее. «Синьорина?» Спросил я. «Почему вы не поднимаете волос над олбом?» Она носила гладкую прическу и косу. Она выпрямилась и неторопливо, но немедленно ответила, смотря мне в глаза. «Девочка моих лет должна причесываться скромно». Я подошел и прикоснулся к ее волосам. Она чуть-чуть улыбнулась и покорно наклонила голову. У нее были каштановые волосы. Я приподнял их спереди и закрепил гребешком по тогдашней моде. Бичи взглянула на себя в зеркало, опять улыбнулась и сказала. «Мне еще нельзя так носить». И хотела пригладить, и я с трудом упросил ее оставить так до конца уборки. Она стерла всю пыль, опустила руки будто по швам и сказала. «Теперь я приглажу волосы». И когда она без зеркала подняла левую руку, вправой была палка с пыльными перьями, к волосам я ее поцеловал. Она поступила так. Встрепенулась и убежала, и через десять минут опять вошла и спросила. «Синьорина будет обедать дома?» Я всегда обедал дома, спрашивать было незачем. В сумерке она принесла мне новую свечу. Она всегда приносила свечи зажженными, а на этот раз не зажгла. Мне казалось нехорошим целовать ее иначе, как в лоб. Были густые сумерки. Я поцеловал ее два раза в лоб, а она стояла тихо и терпеливо. Я отошел, и тогда она сказала отчетливо, степенно и без выражения, как всегда. «Прошу у вас извинения, синьорина, что не зажгла свечи. У нас вышли спички. Спокойной ночи, синьорина!» Я провел ночью одного приятеля, с которым мы вместе переводили русского писателя, Массимо Горки. Надо было завтра доставить старуху из Иргиль в готовом виде редактора журнала, так что мы работали до пяти часов утра. Я лег спать у него и проснулся к полудню. Мы пошли завтракать, потом к редактору, который заплатил нам двадцать лир, честное слово, и только часа в четыре вернулся домой. Бича услышала мои шаги и вышел на лестницу. «Комната, синьорина, прибрана!» — сказала она. «Зачем же вы прибирали? Ведь я не ночевал дома, я ночевал у приятеля, с которым мы переводим одного русского писателя». «Синьорина имеет право ночевать где ему угодно и не обязан давать отчет, где он провел ночь. Наша обязанность — следить, чтобы все было прибрано каждое утро». Я всматривался в нее изо всех сил, но у нее на лице нельзя было прочесть ни мысли, ни чувства. И слова, в которых был несомненный намек, она произносила по-всегдашнему, официально, открыто и вежливо. Я стоял и молчал, она стояла и молчала. Я кивнул ей и пошел к себе. Прошло дня два. Я возвратился домой к десяти часам вечера. Бича встречала меня на лестнице и покорно подставляла головку, а потом спрашивала. «Синьорина, что-нибудь нужно?» «Благодарю вас, Бичетто, ничего». «Спокойной ночи». На третий день она принесла мне завтрак, отошла к двери и сказала. «Синьорина больше не должен целовать меня». «Почему Бичетто?» «Не следует». «Но почему же?» «Я не могу вам сказать теперь». «А когда?» «Перед вашим отъездом». «Как прикажете Бичетто, простите, если это было вам неприятно». Оно выдержало паузу и произнесла. «Синьорина, ничего больше не нужно». «Через два месяца я вложил свой гардероб в чемоданчик и книги, у меня их мало, не люблю этого громоздкого предмета, обвязал веревочкой и пошел к хозяйке прощаться». «Куда?» «В России». Я расшаркался перед хозяйкой, учтиво попрощался с Ольгой и крепко пожал руки Бичетти. «Синьорина, ничего не нужно». «Нужно», — ответил я, — «вы мне обещали объяснить перед отъездом, помните?» «Помню». «Объясняйте». Она колебалась. «Я лучше напишу». Она довольно долго возилась с карандашом, потом подала мне записку, а сама отошла в угол и отвернулась к стене. Письмо начиналось «Мио», потом «Мио» было зачеркнуто и заменено так. «Многоуважаемый синьорина». «Причина, которую вы хотите знать, очень проста. Я была с вами строга для того, чтобы сохранить свою честь. Уважающая вас, Беатрича Н.» «Я расхохотался». «Да при чем тут была ваша честь?» Бичи не отвечала. Я оглянулся и увидел, что она спрятала лицо в пыльную портьеру и как будто плакала. Я подошел, поднял ее головку. Она не плакала. Но это славное личико было серьезнее и задумчивее, чем обыкновенно, и не лежал уже на нем тот оттенок затаенной веселости, и глаза глядели хмуро. И мне стало непередаваемо грустно. «Прощайте, Бечетто, вы вернетесь в Рим?» «Бог знает, вернусь ли. Я вас не забуду никогда». Я ушел, унося на губах ощущение ее странного, неловкого, терпкого поцелуя, и в душе мятежное воспоминание об этом полуребенке, о дьяволенке, которого монахини нарядили куклой. Первая публикация в газете «Одесские новости». 5 августа 1902 года. Конец рассказа Бечетто. Читал Марк Чульский, Массачусет, Соединенные Штаты Америки. Рассказ «Когда-то» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Рассказ «Когда-то». Не припомню где, в Фиуме, или в Анконе, или в Болонье, видел я эту маленькую пьесу на рождественский сюжет. Не помню, чья она, не помню заглавия. Было это проездом, мне хотелось спать, но как-то неловко было лечь рано, и я заглянул в первый встречный театрик. Там давали эту пьесу. Помню, что актеры говорили стихами. Первая сцена разогнала мой сон. На улице стоял туман и сырость, а пальто мое никуда не годилось. В театре было тепло и светло, я чувствовал тут себя хорошо и уютно. Потому, может быть, и понравилась мне эта пьеса. Когда она окончилась, и я вышел снова на улицу, снова на сырость и туман, мне опять захотелось спать, и я пошел в гостиницу и заснул. Оттого теперь, когда я вспоминаю об этой пьеске без заглавия и автора, она мне представляется каким-то интермеца между сном и сном. Я даже не помню подробно содержание, и могу передать его именно так, как рассказывают привидевшийся сон, одного не досказывая, другое прибавляя, восстанавливая целое по неясным обрывкам воспоминаний. Это было в Вальдаосте, в Сочельник, когда-то, давно. Шел густой снег, вылогорное вьюга. В замке, в одной из горниц было тепло и укромно. В камине трещали дрова, восковые свечи горели ярко. Старый граф сидел в кресле у камина. Иоланда, его дочь, придвинула свою невысокую скамеечку к самым ногам старика. Слуги и вассалы, приходившие поздравить с праздником, уже ушли. Граф задумчиво смотрел на огонь и говорил. Много искорок и огоньков пробежало предо мною за мою долгую жизнь. Много видел, много поработал и устал. — Хорошо так отдыхать у теплого камина, рядом с тобой. Только слишком у нас тихо, Иоланда. — Спеть вам, отец? Граф помолчал. — Не надо. Ты хорошо поешь, Иоланда. Но в твоем голосе нет чего-то. Нет лучших, самых звучных нот. Твой голос похож на голос твоей покойной матери. Но когда она пела над твоей колыбелью, В ее песнях была глубина, которой я не слышу у тебя. Потому что ты не мать, Иоланда. Я бы хотел, чтобы и ты скоро запела над колыбелью. Тогда бы я радостно слушал тебя с утра до ночи. Иоланда поцеловала руку отца. — Когда ты пишешь или мечтаешь, Иоланда, мне пусто. Моя жизнь убывает. Мне нужно восполнять ее близостью существ еще полных жизней. Если бы у меня были внуки, они шалили бы у меня на коленях, А я ворчал бы на них. — Отец, — сказала Иоланда, — не вините меня. Я часто мечтаю, что вот в один прекрасный час Зазвенят ступени нашего замка под шагами какого-то сильного и красивого, Кто придет и покорит меня. Но проходят месяцы и годы, А он, сильный и красивый, еще не явился. — Разве мало дворян просили твоей руки? — Барону Рокко-Груара ты отказала? — Медвежатник, который заснул, когда я пела. — Герцогу Кьерравалле ты отказала? — Я не могу быть второй женой и мачехой. — Первому рыцарю Ломбардии, Джина Малатеста, ты отказала. — Отец, — то был действительно сильный, но ведь очень уж некрасивый. Старик замолчал и, покачивая головой, следил за огоньками в камине. Иоланда ласково прикоснулась к его руке. — Отец, не сыграешь ли со мной в шахматы? — Не хочу. Вот уже десять раз подряд ты меня побеждаешь, Подрывая мою славу искусного игрока. С меня довольна. Больше не хочу. И оба замолчали и ушли в свои думы. Вдруг за рвом звонко прозвучал рог. Иоланда вздрогнула. Кто это так поздно? Вошел дворецкий и сказал, Барон Тибальда Кальпеста пожаловал в замок. — Бальдинов, старый друг, — радостно сказал граф, подымаясь навстречу. Гость был такой же седой и крепкий старик, как и хозяин. Когда они обнимались, смешивая белые кудри, казалось, что два высоких облака на небе сблизились и сочетали свои седые космы. — Здравствуй, друг, — говорил барон Тибальда. За эти десять лет ты только побелел, но остался тем же богатырем. — А это Иоланда, Кантесина. Десять лет тому назад вы были прелестной раковиной, очаровательной раковиной, но я не представлял себе, какая чудная жемчужина вышла из этой раковины. — Мой привет. — Как у тебя хорошо и тепло, старый дружище, а в долине так холодно и жутко от волчьего воя. Позволь мне, прежде чем пойти переодеваться, присесть здесь и погреться с тобой у камина, и попросить твою прелестную дочь разрешить тоже этому юноше, моему пажу Фернандо, который только сегодня, я тебе сейчас расскажу это приключение, спас мне жизнь. Юноша в черном дорожном платье, который, войдя за бароном, учтиво поклонился хозяевам, встретил теперь внимательный взгляд старого графа спокойно и гордо. — Я решил непременно свидеться с тобой на это Рождество, — говорил гость, грея руки у огня, — и выехал третьего дня с этим пажом и тремя слугами. Все шло хорошо на сегодня за час до заката, милях в пяти от Борго Бенедетто. Нас вдруг окружил добрый десяток молодцов с большой дороги. Все верхами. Если бы дело дошло до свалки, мы бы погибли. И тогда Фернандо срывает с моего пояса кожаный кошелек, подымает его над головой и, привлекши таким образом алчность разбойников к себе, дает шпоры коню. — Молодцы растерялись. Половина кинулась за пажом, стреляя на скаку из пистолетов. Тут мы поняли, в чем дело, и легко справились с оставшимися шестью, а затем понеслись по следам на помощь Фернандо. Вообрази, не проскакали и трехсот шагов, как наткнулись на одного из мерзавцев, распластанного на снегу. Фернандо удалось на скаку сбросить его метким выстрелом. Еще через сто шагов лежал второй, корчась и хрипя, и, наконец, на лужайке сам Фернандо отчаянно отбивался от двух рассвирепевших врагов. Завидя нас, негодяи ускакали, Фернандо, к счастью, оказался нераненым, и мы могли продолжать дорогу. Граф пытливо смотрел в спокойное и гордое лицо пажа. — Ты храбрый юноша, — сказал он, подходя к молодому человеку. — Твой отец должен гордиться таким сыном. Паж слегка покраснел и холодно и твердо ответил. — Мой отец не может гордиться мною, потому что я найденыш без имени и рода, но зато дети мои будут гордиться тем, что будут носить мое имя. — Граф нахмурил брови. — Это нехорошие слова, паж. Даже великая рыцарская доблесть не извиняет в молодом человеке чеванство. У пажа засверкали глаза. — Господин, — заговорил он, — ваша слава мне известна. — Когда я состарюсь, то с гордостью буду рассказывать внукам, я видел его и говорил с ним. Но даже в моменты лучших триумфов в вашей жизни вы не испытывали того счастья, которое каждый день и час доступно мне. Это счастье, сознание, что я всем обязан в себе, что ни знатность, ни богатство, ни содействие родных не облегчали моей дороги, что все было против меня, и все, чего я достиг, сделано и завоевано мною, мной одними. — Мальчик, — сурово и резко ответил граф, — тебе удалось, может быть, случайно проявить мужество и находчивость, и это вскружило тебе голову, и ты уже надменно говоришь все, чего я достиг. Чего же ты достиг, ты, пожалуй, на хорошем пути. — Если только твоя самонадеянность не совратит тебя, но на этом пути ты сделал только первые шаги, у тебя еще не может быть и начатка в той зрелой мудрости, которая создает истинного рыцаря. Паш засмеялся тихим, но гневным смехом. — Славный старец, — сказал он, — испытай меня, подягайся со мной, в чем тебе угодно. — Фернандо, — воскликнул барон, возмущенный этой терзостью, но граф остановил его. — Пусть этот мальчик говорит. — Я не думал оскорбить графа, — холодно сказал паш. — Я не предложил бы ему состязаться в воинской ловкости и силе, так как хорошо понимаю, что за мной преимущество молодости. Но я говорю о более тонких вещах. Я много слыхал о вашей мудрости и начитанности, граф. Но и с вами я рискнул бы поспорить глубиной познаний в алгебре, схоластике и поэзии, умением слагать стихи, играть на лютне и толковать бессмертного Данте. Я вижу у вашего кресла шахматный столик. Эту игру называют игрой для избранных. Еще никто не победил меня в этой игре. Граф улыбнулся раздраженной улыбкой. — Сыграй с моей дочерью, паш. Она не так хвастлива, как ты, но берегись ее искусство. — Контессина прекрасна, — ответил паш с поклоном. Ее красота ослепительна. Но я ослепленный. Я не могу быть побежден. Граф потерял терпение. Все лицо его потемнело. В тихом голосе, которым он заговорил, слышалось предчувствие грома. — Иоланда, — приказал он, — принеси шкатулку с шахматами. Иоланда вышла. — Паш, — сказал граф, — бейся со мной об заклад. Я беру в заклад твою голову. — Граф, — сказал паш, — ваша дочь. Прекрасно. Я беру в заклад вашу дочь. — Что? — загремел граф. — Если я проиграю, вы берите мою голову. Если я выиграю, ваша дочь моя. Или вы боитесь заклада? Вошла Иоланда со шкатулкой и остановилась посреди горницы. Граф сказал голосом, худо скрывавшим гнев, — играйте, Иоланда, ты должна победить. Старики сидели у камина, тихо вспоминая былое. — Что с вами, паш Фернандо? Выглядите на меня и молчите. Я смотрю в ваши глаза, которые так прекрасны. — А я тем временем уже сняла у вас третью пешку. Вы рассеяны. — Нет, не рассеян. Берегите башню. — Правда, погибла моя башня. — Ну что, Иоланда, как твоя партия? — Пока еще наравне, отец. — Что с вами, паш Фернандо? Выглядите на меня и молчите. — Я смотрю в ваши очи, которые так прекрасны. — У вас красивый выговор, какого я никогда не слыхала. Откуда вы родом, паш Фернандо? — Я родом из дикого края. Там солнце горит ярче, чем у вас. И ночи там чернее вашей. Там лето пышет пламенем. Зима леденит потоки трамонтаной. Там любят так, что идут на смерть за любовь. Там ненавидят так, что и смерть не убивает ненависти. Там веруют беззаветно. Богохульствуют безумно. Там все прекрасное трижды прекрасно. Все безобразное трижды ужасно. И эта страна лежит далеко-далеко. — В вашем крае должно быть много красавиц. — Женщины моей родины очень красивы. У них черные глаза, черные косы. Но небо наше голубое, как ваши глаза. Солнце наше золотое, как ваши кудри. Вы прекрасней, чем женщины моей родины. Шах королеве. — Ах, мой бедный конь, я не спасу королевы, если не пожертвую им. — Ну что, Иоланда, как партия? — Контессина проигрывает, граф. — Нет-нет, отец, я еще не думаю сдаваться. — Это напрасно, Контессина. Когда победа мне нужна, я побеждаю. — А зачем вам так нужна победа, паш Фернандо? — Спросите вашего отца, Контессина. Шах королеве, вы теряете другого коня. — Бедные мои кони. Отец, зачем Фернандо так нужна победа? — Он шутит, Иоланда. Я с ним пошутил, и он шутит. — Граф, вы со мной не шутили, и я с вами не шутил. С вами никто и никогда не посмел бы шутить. Если я проиграю, вы знаете, что я проиграю. Если выиграю, вы знаете, что я выиграю. — Шах королю, вы теряете другую башню. — Отец, он искуснее меня. — Паж, оставь игру, я пошутил с тобой. Забудь наш спор. Я сделаю тебя богатым, я отвезу тебя ко двору. — Мне ничего не надо, граф. Ваш ход, Контессина. — Паж, пока моя дочь обдумывает ход, подойди со мной к камину. Я должен сказать тебе два слова. — Я повинуюсь? Ваши два слова? — Зачем тебе моя дочь? — Я полюбил ее с первого взгляда. — Ты любишь ее. Это хорошо. Помни же, если ты потребуешь заклада, ты сделаешь несчастной ту, которую любишь. — Почему? — Ты не знаешь жизни. Женщина происхождения и красота, которой с первых лет обещали знатную, блестящую и роскошную судьбу, не будет счастлива, став женой безымянного бедняка. Она будет страдать громко или молча, если молча — это еще хуже. Ты не знаешь жизни. — Паш Фернандо, ваш ход, Паш Фернандо, вы не слышите, Паш Фернандо? Паш Фернандо, очнитесь от вашей задумчивости и займите ваше место. — Простите, контессина, мой ход сейчас? — Что с вами, Паш Фернандо? Выглядите на меня и молчите. — Я смотрю в ваши очи, которые так прекрасны. — Слова те же, но звук их другой, печальный. Что вас печалит, Паш Фернандо? — Что богатый контессине до печали и безымянного пажа? — Вы не безымянный паж, у вас есть имя. Это имя — герой. А ваша печаль, ваша печаль... — Да говорите, контессина. — Не знаю. Мне как-то не хочется, чтобы вы были печальны. Отчего вы печальны? — Ага, шах вашей королеве. Отчего вы печальны? — Я не печален. У вас в саду есть цветы, контессина? — Да. Если бы не зима, я подарила бы вам цветов. Какие ваши любимые цветы, Паш Фернандо? — Гвоздика. Вы срывали когда-нибудь красную гвоздику в полном цвету? — Срывала. Когда красную гвоздику сорвут в полном цвету, она должна умереть. Но она умирает пышной и прекрасной. Сорванная потом, она вянет и бледнеет. Но это уже после смерти. — Да. Мне всегда поэтому жалко рвать цветы. Это все равно, что убить молодое существо. — Почему жаль? — Если вы не сорвете гвоздику, она постареет, потускнеет и тоже умрет. Но умрет не пышной и прекрасной, а хилой и жалкой. Лучше умереть в расцвете, в самый яркий полдень жизни. Тогда все прекрасно. Тогда и смерть прекрасна. — Почему вы говорите о смерти, паш Фернандо? Почему ваши глаза потемнели? Вам грустно? — Я не грущу. Я цветок красной гвоздики в полном цвету. Как же я могу грустить? — Паш Фернандо, мне жутко. Что вы проиграете, если проиграете? — Ничего такого, что было бы мне дорого. — А что вы играете, если вы играете? — Я не выиграю. — Граф, слышите? Я проигрываю. — Отец, я уже сняла у него почти все фигуры, но мне не по себе. Не оставит ли эту партию? — Ты права, Йоланда. — Паш, довольно. Мне не нужно твоего проигрыша. Я пошутил с тобой. — Старик! Никому и никогда не позволял я шутить со мною. Не позволю и вам. То, что я проиграю, будет вам отдано, и не от вас зависит помешать мне. Я не похож на вас, знатных и богатых людей. Моё слово свято. Мне не жаль отдавать то, что я проиграл. — Отец, что это значит, ради бога? — Паш, твои слова резкие, но справедливые. Йоланда, мы бились об заклад. Если он выиграет, ты должна стать его женою. Проиграв, он должен... Граф, я не даю вам права открывать пред Контессиной наш тайный договор. Ваш ход, Йоланда. — Твой ход, Йоланда. Ангел твоей покойной матери доводит твоей рукой, потому что поистине благородная душа трепещет в запальчивом сердце этого юноши. — Контессина, этим ходом вы открываете путь моей королеве. — Мой ход сделан, Паш Фернандо. — Девушка, мне не нужно твоего милосердия. Ты нарочно даешь себя победить. — Не сердись на меня, Паш Фернандо, ведь ты победил уже меня другой победой. — Шах королеве. — Королева твоя? — Шах королю. — Отец, я побеждена. — Да сбудется воля Божья. — Подойди сюда, старый друг мой Тибальдо. В эту ночь родился младенец, сын бедных и незнатных людей, которого Бог поставил превыше царей земных. Оттолкнуть человека, рожденного в бедности, значит оттолкнуть Христа. Моя дочь Иоланда будет женой человека, рожденного в бедности, и я верю, что такова его святая воля. — Будьте благословенны, дети мои. — Что с тобой, Паш Фернандо? Ты глядишь на меня и молчишь? — Я гляжу тебе в очи, которые так прекрасны. Конец рассказа «Когда-то». Диана, часть первая Действие происходит далеко от нашей юдоли в пространстве и во времени, порядочно лет тому назад и в Риме. Действующие лица выяснятся дальше. Впрочем, одно из них я, а второе будет представлено сейчас. Я пошел раз в оперу, там встретил проезжего соотечественника и с удовольствием беседовал по-русски во время антракта. Язык русский, по-моему, для разговоров и литературы неудобен. Очень богат, не спорю. Но богатство это какое-то бесцельное, вроде русских рек. Рек этих много, и они громадны, а пользы от них мало, потому что текут или к Северному полюсу, или в Каспийский тупик. Так и с языком. Оттенков масса можно сказать и зевать, и зевнуть, и позевывать. А когда нужно перевести с немецкого «масгебенд», так и нечем. Сноска. «Масгебенд» по-немецки авторитетный, влиятельный. Но это все философия, а говорить по-русски приятно, поэтому я толковал с проезжим соотечественником много и громко, так что соседи притихли и старались угадать, по какому это. Около меня сидел молодой человек большого роста и широкоплечий, с белокурой бородой и весь в черном. Вместо галстука был у него бант из широкой черной ленты. Крылья банта раскидывались до самых плеч, а свободные концы с бахромою свисали до двенадцатого ребра. Под стулом лежала его черная шляпа, мягкая, с такими большими полями, что обеими руками не в обхват. Между колен держал он толстую палку черного дерева, усеянную серебряными монограммами, датами, именами городов и женщин. Лицо было крупное, чуть-чуть рябоватое, без румянца, глаза серо-зеленые, веки чуть красноватые, руки в веснушках и ногти ужасно обкусаны. Однако в целом это была пышная фигура и не без своеобразия, не похожая на заурядного щеголя. Этот сосед больше других прислушивался, а в третьем антракте бесцеремонно тронул меня за плечом. — Виноват. Можно спросить, что это за язык? — Я ответил. Он шумно воспламенился. — Шусский! — Ой, это прекрасно! Я очень люблю шоссию. Я знаю шусскую литературу. Я читал Достоевского и Толстого. Он прибавил и Стринберга. Но я не люблю придираться к людям из-за мелочей, разное лицо доброе и намерение. Сноска. Стринберг. Юхан Август. Шведский прозаик, драматург и живописец. Кроме того, я бы и не успел остановить его. Ни до, ни после того не попадался мне такой говорливый мужчина. И при том его болтливость была совсем особенного типа. Он не торопился. Не сыпал словами. Говорил не быстрее, чем всякий другой человек. Но так смело, громко, уверенно, с таким опломбом и с такой непринужденной настойчивостью, что собеседник терялся. Он мне задал несколько вопросов о России. Один за другим, не дожидаясь или не слушая ответов. Потом приказал нам еще поговорить по-русски. Но не так быстро. Потом стал всякую минуту спрашивать, что он говорит, переводите. И толкал меня при этом вбок. Потом объявил, что это скучно, когда человек совсем не знает по-итальянски и все время говорит на непонятном языке. А потом вышел из театра вместе с нами, сказал, что не стоит ехать трамваем, а чтобы мы лучше взяли двухместную коляску, где отлично усядемся втроем. Причем, так как я поменьше, то могу сесть к нему на колени или уместиться посередине, в глубине сиденья. А когда я спросил, по дороге ли нам, он объяснил, что мы едем все трое в гостиницу к приезжему соотечественнику и будем пить у него русский чай. В гостинице номерные уже спали, и на звон электрической кнопки никто не пришел. Тогда он сам побежал через длинный коридор в людскую, привел слугу и велел изготовить чай. Потом потребовал, чтобы мы продолжали рассказывать о России, но прервал меня на втором слове и начал рассказывать о себе. Он родом из Сицилии, он адвокат, то есть он, собственно, еще не кончил курса, но уже все знает, и все адвокаты с ним советуются о важных делах. Кроме того, он вертит как угодно несколькими девушками, для которых составляет речи. Кроме того, он драматург, и где-то недавно шла его пьеса с громадным успехом. Если хотите, он сейчас съездит за нею и охотно прочтет ее нам. Ах, да, этот господин не понимает по-итальянски, очень жаль. Но, собственно говоря, ведь я мог бы переводить ему фразу за фразой. Впрочем, так не будет никакого впечатления, оставим это до другого раза. Кроме того, он журналист, хотя пишет мало, дело в том, что ему это не нужно. Он и без того много зарабатывает. Знаете, он в этом году прожил 16 тысяч лир. Не удивляйтесь, это вполне понятно. У него за этот год было 19 любовниц, не считая мимолетных. Особенно много в Париже, ведь он полгода живет в Париже и полгода в Риме. Он знает весь Париж. Приво и Анатоль Франц, его друзья. И, кроме того, он хорошо знаком с русским князем Файнбергом. Приво такая-то, вы его, должно быть, знаете. Бедный соотечественник изнемогал. Я поднялся, сицилийский господин пошел со мною и проводил пешком до самых дверей моих. Он крупно, смело и гулко шагал и все время говорил уверенно и громко среди ночного затишья. Я молчал и безобидно дивился его фантазии, его поразительной активности, проявлявшейся в неугомонном водоеме мыслей и движений. К тому же он был совсем не глуп и удачно комбинировал несколько вычитанных или подслушанных парадоксов. Мимоходом он спросил, кто я и сколько у меня доходу. Я объяснил, что получаю из дома ежемесячно по 25 рублей. Он обещал бывать у меня и попрощался, махнув шляпой в воздухе с широкой грацией мушкетера. А у меня в руке осталась карточка с его именем и титулом. Редактор журнала «Социальное пробуждение». Потом я узнал, что этого журнала еще нет, но что мой новый знакомый проектировал основать его и почти уговорил одного зажиточного купца дать на это дело 5000 лир под вексель. В качестве жира на следующее утро после вышеописанной ночи он предложил купцу подпись молодого русского помещика, невероятного богача, оригинала, который носит обтрепанные брюки и тратит сотни тысяч на благо своих мужиков и студентов в университете своего родного города, а именно Полтавы. Так как читатель, должно быть, не догадывается, кто сей последний, то я мучить его не стану и прямо скажу, сей последний был я. Впрочем, купец отказался. Имя Белокурова сицилийца было Гофредо. Это второе действующее лицо в нашей истории. Мы сблизились, я не знаю сам почему. Приятели мне очень советовали не водить с ним компании. О нем дурно говорили, считали жуликом, способным на все. Даже уверяли, будто в Сицилии еще мальчиком он предложил свои услуги сыскной полиции и функционировал не без успеха. Доказать это никто не мог, но я бы и тогда не очень удивился, если бы мне все это неопровержимо доказали. Выбираю себе друзей не за добродетель, а за то, что они мне нравятся. Он ко мне очень привязался, приходил всякий день, мешал мне работать, читал мне все свои драмы и отрывки, излагал мне свои планы, как ему наискорейше пройти в министры. Когда не было денег пойти в харчевню трех разбойников, где мы обедали, сам бегал в ловчонку за хлебом, ослиной колбасой и оливковым маслом. Меня он не пускал, его раздражала моя медлительность, хотя обыкновенные люди считают меня человеком подвижным и далеко не капуном. Когда у него были деньги, он никуда не ходил без меня, платил всегда за двоих, а моя доля тщательно записывалась в книжечку. Брюки мои действительно были плохи, это его коробило. Он потащил меня к баконе, выбрал мне штаны и пришлось записать в книжечку еще 15 франков. Вместе с тем я не помню случая, когда бы он оказал мне хоть малую услугу. Я был уверен, что попроси я у него двадцать лир взаймы на личные надобности, касающиеся меня одного, он ни за что бы не дал. А при малейшей резкости или холодности с моей стороны, он по-детски огорчался, допытывался, оправдывался, лгал, сыпал клятвами, бил себя кулаком по голове и предлагал сунуть руку в железную печь. Это меня забавляло, так что я иногда нарочно его дразнил. Он, например, живописал красоту молодой актрисы, у которой провел одну ночь, а я спокойным деревянным тоном оспаривал в корне самое существование этой актрисы. Он выходил из себя, кричал на весь дом, предупреждал меня, что я сильно рискую, раздражая такого вспыльчивого человека, что вот уж он даже побледнел, а это очень плохой признак. Если я был достаточно зол и выдерживал эту игру до конца, то он выхватывал и раскрывал свой карманный нож, изгибался, готовясь к прыжку, потом нож выпадал из его рук, глаза в изнеможении закрывались, он падал на кушетку, стонал и хватался за сердце, а потом мы шли в кафе «Оранье» выпить по капуцину за мраморным столиком. В жизни я не видал более занимательного человека и любил его очень искренне. Однажды я поджидал его у трех разбойников. Это маленькая трактория, которая, может быть, и по сей час стоит в одном из переулков близ Корсо. Сноска. Корсо — одна из главных улиц Рима. На переулке и трактории совсем не отразилось соседство главной улицы города. Переулок напоминал самые глухие улицы Транставеринского квартала. Сноска. Транставеринский квартал. Старинный римский квартал на правом берегу Тибра. Переулок напоминал самые глухие улицы Транставеринского квартала, а харчевня носила первобытный характер. Кормили просто, дешево и сытно. Мы ее называли трактория «трехразбойниц», потому что прислуживали там три хозяйские дочки. Три великолепных типа настоящего коренного римского простонародья. Суровые, неторопливые, грубоватые и одна другой краше. Лучше всех была старшая. Однажды я поднял с полу шпильку и спросил ее, «Это не вы обронили?» Она взяла, посмотрела, ответила «нет», спокойным, равнодушным и величавым жестом выбросила шпильку за окно и пошла по своим делам, не поблагодарив меня. Все это не за тем, чтобы меня унизить, а так, от простоты и цельности душевной. В этот раз гав Фреда замешкался, я заказал себе не йокки, так и и вареники, и пока болтал с другими завсегдатаями. Это были студенты, приказчики, чиновники с окладом в 1200, публика молодая и бойкая на язык. Она группировалась большей частью по симпатическим кучкам, одиночек было мало. Более значительные содружества имели нечто вроде постоянной организации, председателя, казначея и занимали всегда определенные столы, над которыми водружали плакат с именем общества, заключавшим нередко крупную двусмысленность. Их разговоры, особенно о хозяйских дочках, тоже состояли почти целиком из таких двусмысленностей. Трактирщик, здоровенный ссор, сноска, ссор по-итальянски господин. Здоровенный ссор Нино ухмылялся и поддакивал из-за прилавка, а девушки оставались серьезны и спокойны, не обижаясь, но и не отвечали на намеки и делали свое дело, как ни в чем не бывало, с безмятежной непринужденностью матери нашей Евы до яблока. В Риме это был тогда обычный тон беседы молодых людей с девушками, и далеко не в одном простонародье, а и повыше. Вам это, понятно, не нравится, но простите неисправимому обожателю милой Италии, и для меня в этом есть что-то симпатичное, подкупающее своим здоровьем. Это не сальность, по крайней мере у них это не сбивается на сальность. Это искренняя, безыскусственная и безобидная игра к пенящейся молодой крови, где обе стороны не лицемерят. Юноша весело и смело, на глазах у всех кричит девушке «Это я!», а девушка не краснеет, не жеманится, не дуется, только просто отмалчивается по девичьей скромности и проходит мимо, внутренне довольная своей женственностью, знающая свое предназначение и спокойно выжидающая своего срока. Наконец Гаффредо пришел, а с ним пришла барышня лет восемнадцати в шляпке, одетая небогато и мило, с затейливой прической, славным личиком, маленькими руками и загрубелыми кончиками пальцев. Класс этот носит по-итальянски такое изящное имя «Сартина», что прямо жалко перевести это слово некрасивым эквивалентом «Портниха» или «Швейка». Это было третье и главное действующее лицо моей истории. Гаффредо нас познакомил, ее звали Диана. Впоследствии оказалось, что имя это было выдуманное, она просто не решилась сразу сказать настоящее, но мы уже не хотели называть ее иначе. Лицо у нее было привлекательное, фигурка небольшая и стройная, хороши были волосы, очень много волос, каштанового цвета, а лучше всего были карие глаза. С удивительно чистыми, синеватого отлива белками и смех, какого я с тех пор уже больше не слыхал. Люди обыкновенно не умеют смеяться, давятся, икают, задыхаются. А она закидывала голову и хохотала сколько угодно долго, ровно и чисто, как серебряный бубенчик. Кроме того, она себя держала скромно и за несколько часов не сказала ни одной глупости. Она мне понравилась. Гаффредо ей сказал, «Это мой единственный друг. Я за него дам себя зарезать, и он за меня. Ты его должна любить». Мы с Дианой пожали друг другу руки и выпили вроде брудершафта, по-итальянски вежливая форма обращения в третьем лице, и это звучит слишком церемонно. Говорить женщинам «ты» я не люблю, так что мы выпили на «вы». Это не принято, считается манерным, все равно как в польском языке, и это сразу, вероятно, придало нашим отношениям с Дианой, по крайней мере в ее глазах, оттенок некоторой изысканности. Гаффредо отвез ее домой, и, вернувшись, мы тогда жили рядом, разбудил меня, чтобы сообщить, что Диана ему сказала, «Твой друг очень симпатичный». Гаффредо был в это время при деньгах, у него были разнообразные и подчас оригинальные способы доставать деньги. Отчасти он приподнял над ними завесующие в тот вечер нашей встречи. Тогда я принял все, что он успел наговорить за сплошную билетристику, но после оказалось, что была в этом и кое-какая правда. Например, он действительно собирал материалы для речей одному депутату, титулованному дурню из южных округов, где крестьяне выбирают, кого все он звелит. Как раз в это время разбирался на Монте-Читорио вопрос о понижении хлебных пошлин. Гаффредо Фонореволь хотел выступить против этого невыгодного новшества, и мой друг по ночам энергично выстригал ножницами какие-то вырезки из разных газет королевства. Сноски. Монте-Читорио. Дворец-резиденция Палаты депутатов итальянского парламента. Фонореволь. Депутатский титул. Почтенный. Досточтимый. Я тоже внес свою крупицу для защиты пошлин на зерно. Мы выписали бюллетени одесского гофмаклера, и мне было поручено выловить оттуда всю истину. Анароволь остался очень доволен и произнес такую свирепую речь, что социалистическая печать с того дня стала употреблять его имя как нарицательное, или даже скорее бранное, для обозначения законченного феодала, реакционера, вешателя. Гаффредо получил триста лир и еще два заказа, в том числе один от ярого противника хлебных пошлин. Мы просидели ночь, скомбинировали те же вырезки на другой лад, и Гаффредо получил еще сотню франков. Зато мы почти всякий день ездили втроем за город кутить. Он, я и Диана. Нет на свете места лучше равнины кругом Рима. Она была в ту пору темно-зеленая, очень темного оттенка, строгая, величавая, под небом такой совершенной синевы, которую хочется назвать классической. На небе вырезывались резко очертания пеней. Это, по-моему, самое простое и самое прекрасное дерево на земле, и тоже темно-зеленое. И гармония темной зелени с темной синью была так хороша, так возвышенно, что и говорить об этом жутко. По равнине изредка двигался грузный волк, за собой волоча плуг, и волк тоже был особенный. Это о нем в одном санете Кардуччи сказано «благочестивый». Сноска Джозуэ Кардуччи, итальянский писатель и критик. И еще о нем у Кардуччи сказано «из широкой ноздри влажной и черной дымится твое дыхание, и подобно радостному гимну в ясном воздухе разносится мычание твое, и в суровой кротости влажного темного ока безбрежное и спокойное отразилось божественное зеленое безмолвие равнин». Хорошо, правда, но в жизни это еще лучше. В полумиле от ворот пия была таверна, которой теперь уже нет и которая так и называлась полумиля. Сноска Ворота пия построены в аврелианской стене в 1560-х годах и названы в честь папы пии четвертого, поручившего разработку проекта Микеланджело. Там мы обедали чаще всего, нам было очень весело от молодости и от того, что Диана умела веселить. Как ей это удавалось, тайна ее натуры. Девушки из римского простонародья часто очень острыны язык, но у Дианы этого не было. Она не отпускала словечек, не рассказывала ничего смешного, не тормошила, вообще никак определенно не старалась оживить беседу, она просто разливала кругом себя что-то неуловимое, бодрящие, как гвоздика свой запах, словно у нее внутри непрерывно звенел хрустальный колокольчик, даже когда она не смеялась. Она мне нравилась больше с каждым днем, она была умна, хотя писала с ошибками и говорила ближе к диалекту, чем к литературному языку. У нее было много наблюдательности, она умела заглядывать во все дальше показной стороны и часто определяла людей и вещи меткими угаданными словами. Впрочем, ей помогал должно быть сам диалект, сочный и задорный. Римский говор очарователен. Все, что вынес этот город из уроков огромной своей истории скептицизм, самоуверенность и грубоватый юмор бывалого человека за панибратское отношение к жизни, к земному величию, к монархам и папам, которых столько прошло и столько еще пройдет перед глазами вечной столицы, и даже к самому Господу Богу, все это осело на тамошнем Романеско, и во всяком его обороте чувствуется как бы отзвук любимого тамошнего девиза «Честь Сенефрега наплевать». У Дианы была еще одна черта, которой я не мог досыто налюбоваться. Ее жестокость, откровенная, простодушная, словно у котенка. Раз мы увидели очень уродливого горбуна, Диана убежала, чтобы не прыснуть ему в лицо. Раз перед нами опрокинулся велосипедист, у него было все лицо в крови, а Диана с полчаса потом заливалась своим удивительным хохотом. «Отчего же вы подаете милостыню?» спросил я. Она подумала и ответила «Эх, так принято, а в душе мне ничуть не жалко». Но всего отчетливее сказывалась эта черта в ее отношении к нам обоим. При ней мы с Гаффредо постоянно пикировались, отчасти потому, что все друзья так делают, а отчасти должно быть из бессознательного соперничества. Хоть он и был тут признанный властелин, а я просто сбоку припеку. Гаффредо был остроумнее и, кроме того, знал множество итальянских двусмысленностей, на которые нетрудно было поддеть иностранца. Зато у него было больше слабых сторон, и я их отлично изучил, поэтому состязание наше напоминало качели. То брал вверх Гаффредо и я бессильно злился, не находя ответа, и криво улыбался, то я одолевал, и Гаффредо выходил из себя, ерошил волосы, хмурил белые брови над красными веками и, наконец, предупреждал меня, что он уже побледнел и что это плохой признак. И Диана всегда и во всякую минуту была на стороне того, чей был верх. Ей никогда не приходило в голову смягчить его или мое поражение, сгладить укол, переменить тему. Она слушала с наслаждением, подстрекала, взвизгивала при удачных выпадах и под конец закидывала голову назад и беззаветно хохотала с ним надо мною или со мною над ним. И с кем хохотала, к тому ближе садилась, к тому заглядывала глаза, становилась как-то ласковее, ни с умыслом, ни по расчету, а по инстинкту неподдельной женской природы. До сих пор я не знаю и никогда не буду знать, влюбился ли я. Пережил я из-за Дианы все то, что переживают влюбленные и много больше. Сам я считал себя одно время глубоко и мучительно влюбленным, но теперь я уверен, что если бы тогда или позже в самый разгар нашего странного романа мне пришлось уехать из Рима, я погрустил бы до Анконы и уже в Фиуме, сходя с парохода, был бы совершенно спокоен. Но ведь дело не в этом. Я проводил с нею часы почти каждый день, иногда наедине, тогда у меня были очень рыцарские взгляды в вопросах дружбы. Гаффреда это знал, доверял мне, безусловно, и Диана нередко оставалась у меня, пока он ходил к депутату или по другим своим делам. Я был очень корректен, но ведь она мне нравилась, и я был едва ли на три года старше своей миловидной гостьи. Мне приходилось следить за собою, держать себя в ежевых рукавицах, и эти упражнения в самообладании волновали меня еще сильнее, чем самая близость с Дианой. В придачу Гаффреда, если возвращался в хорошем настроении, а ему как раз в это время везло, испытывал потребность озарить всех лучами своего счастья и заставлял меня целоваться с Дианой. Но третий раз я отказался, и она пристально взглянула на меня, а потом притихла на минуту. В другой раз Гаффреда начал при ней восхвалять мою дружескую верность. Он бы никому не доверил Диане, кроме меня, и отнюдь не потому, что считает меня малоопасным. Маче, напротив, он кое-что знает о моих похождениях, Санта-Дьяволония. Сноска, Санта-Дьяволония, черт побери, по-сицилийски. Но он уверен, что я сгорю внутри дотла, а не прикоснусь к подруге моего друга. Диана все это слушала, и опять притихла на минуту, и опять я встретил ее пристальный взгляд. Через несколько дней после того мы обедали в полумиле. Гаффредо начал подтрунивать надо мной. Наконец он объявил, что я рискую, что он уже бледнеет, и все это может очень плохо кончиться. Я ответил ядовито. Он вдруг закусил губу, стих, медленно достал из кармана свой большой сицилийский нож и выбросил его за окно, прибавив многозначительно. Так будет безопаснее. Когда я и в ответ прыснул, он заметался по комнате, хватая себя за волосы и жалуясь, что я его обижаю, а потом выбежал, повторяя, «Я не ручаюсь, я за себя боюсь, это кончится плохо, мне нужен свежий воздух, иначе это кончится плохо». Надо признаться, что мы в тот день все трое выпили по лишнему бокалу грота Ферраты. Мое лицо пылало, возбужденное вином и удачей. Я встал у окна, подышал ветром с широкой равнины и увидел на террасе Гаффреда. Терраса была пуста, он бегал по ней взад и вперед, скрестив руки, наклонив голову и кусая губы с видом действительно взволнованного человека. Я сказал, не оборачиваясь, «Диана, вы пойдите к нему, надо его успокоить». В эту минуту я догадался, что она стоит совсем близко за мною, и мне вдруг захотелось не оборачиваться. Она мне ответила не сразу, ответила тихо и действительно у самого уха. «Вы меня прогоняете?» Тогда между нами произошел короткий разговор. Вам он покажется стереотипным, потому что все это говорят обыкновенно и в книгах, но когда это переживаешь или через много даже лет вспоминаешь, это так ново и необычно. Она сказала, «Вы меня гоните». Она стояла на коленях. «До сих пор не понимаю, зачем ей это понадобилось. Мы в тот день выпили, должно быть, по несколько лишних стаканов грота Ферраты». Издали послышались шаги Гаффреда, она вскочила и бросилась к нему навстречу с потоком ласковых укоров. Я с ней больше не разговаривал и скоро пошел домой, а они вдвоем уехали кататься. На следующий день нам с Гаффреда предстояло переселение. Наша хозяйка отказала ему за неуплату денег, за шум и еще за обилие и разнообразие ночевавших у него дам. Тогда я тоже отказался от своей комнаты, и мы решили поселиться там, где жила Диана, в Борго. Это часть города, по ту сторону Тибра, между замком Святого Ангела и Ватиканом. Сноска, замок Святого Ангела, императорская усыпальница, получившая свое название после чудесного явления на том месте Ангела, предвозвестившего прекращение чумы 590-го года. Три узкие улицы, кривыми лучами расходящиеся от громадной площади Святого Петра, пересечены тесными переулками, где каждому дому больше ста лет. Тяжелые деревянные двери ведут к темным и скользким лесенкам, по которым не пройти толстому человеку. Дворики увешаны бельем, и вечером соседи и соседки на улицах грызут каштаны и беседуют, ссорятся и кричат на детей. А если вылезти на шестой этаж и взглянуть в окошко, вам откроется картина невыразимой красоты и величия. Круглый замок Святого Ангела, свинцово-синяя шапка Ватикана, холм Януса, где сидит на коне Грибальди, повернув строгое лицо к убежищу папы, и между этими высотами, и перед ними, и за ними, дивная громада улиц, переулков, мостов, площадей, дворцов, обелисков, статуй, храмов и тюрем, и мокрого белья на веревках, Третий Рим под темно-синим небом, в темно-зеленой раме своей задумчивой равнины. А живет в Борго коренное, исконное римское мещанство, Романи де Рома. Мужья столярничают, чеботарствуют, куют для Ватикана или водят по Ватикану приезжих, жены шьют и стирают на Ватикан, и все они еще глубже остальных римлян знают цену папству и монархии, и всей щите земной, и не веруют ни в сон, ни в чех, а с Мадонной живут за панибрата, и хотя любят ее, но при случае крепко и звонко вымещают на ней свою досаду. Только в Борго, да еще в Транставеринском квартале сохранился Рим первой половины прошлого столетия. Если в другой части города услышите ночью серенаду, не верьте, это хозяин соседней гостиницы послал переодетого полового разыграть комедию, чтобы иностранцы не жаловались на отсутствие «Couleur locale». Но в переулках Борго можно вечером подслушать неподдельные римские старнелли. Сноски. «Couleur locale» по-французски «Местный колорит». «Старнелли» по-итальянски «Частушки-куплеты». Есть темница неподалеку от Ливорна, там плачут узники горькими слезами, горькими слезами плачут они, но за одну ночь с тобой я пойду в тюрьму на всю жизнь. «Унна ноте конвоа, витта ингалера». Я в полчаса разложил по ящикам свои убогие вещи и пошел помогать Гаффреда. Он поселился через дорогу. Убранство его комнаты было куда сложнее. У него был солидный гардероб. Кроме того, кокотки в Париже научили его драпировать стены разноцветной материей, в изгибах которой он не без вкуса разместил тридцать женских портретов и мадонну-барабину. Книги он тоже не расставлял на этажерке, а развешивал по стенам на разноцветных шелковых лентах, завязанных кудрявыми бантами. Книги эти были все французские романы «La Morphine», «La Mareuse Trinité», «La Vierge et la Verge» — все с голой барышнины в ленцевитой обложке. Вбив последний гвоздь, Гаффреда расчувствовался. «Как нам здесь будет хорошо втроем?» — сказал он. Я поправил вдвоем. «Э? Вдвоем, я говорю? Почему? А Диана? Я буду приходить только в те часы, когда Дианы не будет». Он распахнул воспаленные веки. «В чем дело? Вы поссорились?» «Нет», — сказал я. «Но... «А-ля-лонг» — это смешно и неудобно. Сноска «А-ля-лонг» по-французски «в конце концов». «Что?» «Да вот!» «Роль третьего лица!» Он вскочил и забегал по комнате. Он не ожидал от меня такой банальной выходки. Люди высшего полета, как он да я, не должны обращать внимание на такие малости. Я совсем не третье лицо, а необходимая струна в тройном созвучии души, которую он создал. Если я уйду, вся гармония испорчена. Он не может жить без гармонии. Я ему необходим. Без меня Диана теряет для него всю прелесть. Я не должен уйти. Я преступник, если уйду. Вам я передал сущность его речи в немногих словах, но в подлиннике она продолжалась около часа. Я всю эту философию знал и раньше, наполовину из других разговоров с ним, наполовину из того самого романа «Ла-мога-острените», что висел на желтой ленте над кушеткой. Мне это надоело. Кроме того, как бывает в этих случаях, что-то меня толкало разболтать свою тайну, и я сказал «Гофрадо мио, я ведь не деревянный. Диана мне нравится. Я не хочу ни посягать на твои права, ни себя мучить. Пойми и не спорь. А пока чао. До свидания». Конец первой части рассказа Диана читал Марк Чульский «Массачусетс, Соединенные Штаты Америки». Продолжение рассказа Диана из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. «Гофрадо мио, я ведь не деревянный. Диана мне нравится. Я не хочу ни посягать на твои права, ни себя мучить. Пойми и не спорь. А пока чао. До свидания». Я завернул сначала в библиотеку, потом побывал у приятелей, которых уже месяц не видел, а потом пошел в кафе Араньо. В этом месте Корса немного расширяется. В двух шагах дальше виднеется огромная пьяцца колонна. Сноска. Пьяцца колонна. Площадь колонны, где установлена колонна в честь Марка Аврелия, римского императора, философа и стойка. В двух шагах дальше виднеется огромная пьяцца колонна, и тут считается главная средоточие Рима. Кафе было в мое время совсем не роскошное, просто уютное, с дымными зеркалами и синим плюшем диванов. Но прелесть его заключалась в публике. Каждую знаменитость показывали тут в ее определенный час. Около пяти собирались самые боевые франты города. Обычно они за столики не садились, а стояли живописную группой на тротуаре. Постоять перед Араньо считалось высшим испытанием элегантности, да и на это действие не каждый решался. С шести часов появлялись деловые люди, грузные банкиры, почтительные адвокаты. По дороге из конторы домой каждый заглядывал на минуту сюда, выпить рюмку туринского вермута перед ужином и раскланяться с приятелями по сокращенному обряду, сделав ручкой и крикнув звонкое «Чао». В восемь часов обыкновенно кончалось заседание на соседнем Монте-Читорио, и кафе наполняли депутаты. Шумное племя, приносившее с собой все двенадцать акцентов итальянского языка, венецианцы ласково и наивно припевали и называли свой город Венесия, неаполитанцы с азартным и страстным томлением затягивали ударяемую гласную и глотали окончание слов, сицилийцы надували губы, говорили тоном обиженного ребенка и произносили «Патшиот» вместо «Патриот». К этому времени кафе окончательно наполнялось, приходили журналисты, поэты, художники, профессора, купцы, отставные министры, нарядные дамы, иностранцы с иностранками, студенты и все. Подымался гармоничный гомон итальянской толпы, не грубый, не резкий, не утомляющий слуха, благословенный каким-то массовым чувством меры и грации. К тому времени было совсем уже темно, голубое небо зажигало все свои свечки, и на улице начинался ежевечерний концерт газетчиков. Мальчишки взрослые, они разлетались во весь опор по тысяче направлений, выкрикивая звучные имена то звонкими, то хриплыми голосами всех высот и оттенков, словно в весеннее утро лес от птичьего щебета звенела стройная корса от этого набега. Кафе мигом белело, и к запаху сластей, духов и летней ночи примешивалась струйка славного аромата типографии, а издали уже доносились звуки настоящего концерта. Музыканты городского духового оркестра в треуголках с петушинами перьями играли марш из последней модной оперы на громадной площади под колонной Марка Аврелия. Я подсел к одному из завсегдатаев Араньо. Это был ученый, теперь уже покойный, с именем хорошо известным даже в Германии и в России. Сноска. Речь идет об Антонио Лабриоле, 1843-1904 годы, итальянском философе, теоретике и пропагандисте марксизма, профессоре римского университета Ле Сапиенце. Его считали одним из самых умных людей в Италии и самым злым на язык. О нем говорили, что у этого человека две кафедры, одна по философии и истории в Сапиенце, другая по злословию в кафе Араньо. Люди с положением боялись его и старались не попадаться ему на глаза. Только молодежь, над которой еще не за что ему было смеяться, толпилась вокруг его столика и училась горько-соленой мудрости житейской из его сарказмов об искусстве, политике, о людях. Там я сидел, пока меня кто-то не хлопнул по плечу. Это был Гаффреда. Я все-таки плохо знал его. Я думал, что он опешет и будет несколько дней ломать голову над новой ситуацией. Оказалось, что он через полчаса после моего ухода принял совершенно твердое решение и пустился меня искать по всему городу. Он был очень утомлен, но тем не менее изложил мне свой взгляд на дело ярко и красноречиво. Сущность этого взгляда на дело заключалась вот в чем. Он, во-первых, не желает лишиться моей дружбы и моего общества. Но, с другой стороны, если я и дальше буду себя сдерживать из уважения к его правам, это его тоже мало устраивает. Он не желает благодеяний. Это бы его стесняло и унижало передо мною. Да и нет у него никаких прав, и я совсем не обязан насиловать себя. Мы, люди высшего полета, можем смело обойтись без устарелой терминологии. Права нет, а есть сила. И борьба за власть, за власть над вещью или за власть над женщиной, это он и предлагает. Что именно? Борьбу за власть. Милый, я не желаю с тобой враждовать. Владей себя на здоровье своим добром и оставь меня в покое. Но мы не будем враждовать. Напротив, мы останемся друзьями, как до сих пор. Наша дружба, напротив, только очистится, благодаря тому, что мы честно и открыто вынесем из нее за скобку единственный пункт, который нас разделяет, и локализуем всю борьбу. На этом одном пункте очень просто. Ты дитя, сказал я, мы возненавидим друг друга на третий день. Почему? Вообрази, что мы бы ежедневно шестязались в цехтовании или играли друг с другом в шахматы. Разве люди из-за этого шорятся? Я ответил, что пойду лучше послушать оперетту пять частей света. Но он пошел за мной и в каждом антракте долбил свое. Когда дошли до борга, поднялся ко мне и долбил свое. Нервы мои не выдержали, я почувствовал, что через секунду расплачусь, и мне действительно захотелось целовать Диану, как он, и еще лучше, чем он. Я повернулся к нему и сказал сердито, «Хорошо, принимаю вызов». Тогда он протянул мне руку и торжественно произнес «Итак, мы остаемся друзьями. Ты ради меня ни от чего не отказываешься и будешь добиваться любви Дианы, как сделал быть чужой. Я тебе тоже не благодетельствую, ничего тебе даром не отдаю и буду стараться, чтобы Диана с тобой не виделась. Запрещу ей бывать у тебя. Словом, мы в этом чужие люди до того момента, пока один из нас не признает себя побежденным». И мы остаемся друзьями. Тут он, слава богу, ушел, а я провел бессонную ночь. В эту ночь я, быть может, по-настоящему любил Диану. Я вспоминал, как она в полумиле стала передо мной на колени и поклялась, что любит. Она сказала «Ви воля бене» Сноска. Я к вам очень привязана по-итальянски. Какое хорошее, ласковое, сближающее слово. Если бы она пришла ко мне в эту ночь, я бы ей подарил всю жизнь. Бери и играй, как хочешь. Если вы ждете, что я теперь вам изложу военный план, проникнутый отвагой и фантазией двадцати лет, то ошибаетесь. Вести осаду, посылать записки, назначать свидания, рискуя ждать и не дождаться, или подстерегать у дверей. Это не в моей природе. Из России я вывез одну внутреннюю ценность, еще до ныне подкрепляющую меня на путях земного бытия, незыблемую, убежденную веру в святой авось. Я занялся, как ни в чем не бывало, своими учебниками, очень пострадавшими за время наших тройственных кутежей, и не беспокоился. Когда пришел Гоффредо, я его принял очень просто и не обмолвился ни словом о Диане или о вчерашнем. Это его, видимо, коробило. Беспокойная натура не переносила молчание о том, что на уме. Он вглядывался в меня, делая нарочно паузы, как бы приглашая меня начать, и не мог ничего добиться. Тогда он сказал, — А тебе кланялась Диана? — Я ответил, — Спасибо. Поклонись и ей. Пойдешь сегодня смотреть Джачинто Пиццана в Терезе Ракен. Сноска Джачинто Пиццана 1841-1919 годы итальянская драматическая актриса Тереза Ракен спектакль по одноименному роману французского писателя Эмиля Золя. — Нет, я занят. В тоне этого занят ясно звучало приглашение спросить, чем. Я сказал, — А я пойду. Тогда он сказал, — Я занят. Мы с Дианой едем смотреть закат на Виле Боргезе и вернемся поздно. Я сказал, — Жаль, Пиццана удивительная артистка, в молодости она гремела, ее помнят еще в России под именем Гавальтьери. Он сказал, — Что же, я тоже недурно проведу время? Он начинает нагличить, подумал я и сел молча за бюллетень Одесского гофмаклера. Он постоял у окна, постучал пальцами о стекло, потом каблуком о каменный пол, а потом не выдержал и обернулся. А я Диане все ж сказал. Я тихо проговорил. — Ульки — четырнадцать процентов, сандомирки — двадцать два процента. Сноска — Улька, сандомирка, сорта зерна. Он продолжал. — Все, что она не должна с тобой видеться, а при встрече должна вежливо поклониться и пройти мимо, и все рассказывать мне. Я тихо проговорил. — Остальное смельницы Вайнштейна. Он сказал. — И она, знаешь, отнеслась вполне спокойно и была весь день в прекрасном настроении. Я поднял голову и сказал ему. — Я тоже. А теперь иди домой и не мешай, а то твой депутат наговорит глупостей и все скажут, что ему дурак писал речь. На другой день Гаффреда, не трогая опасных тем, только спросил у меня. — Хорошо играла Пиццана. Я видел, что он ждет с моей стороны такого же вопроса. Я разразился диссертацией о натурализме на сцене, сопоставил Эрмета Дзаконис Эрмета Навелли и не без удовольствия чувствовал, что в душе моего друга нарастает невнятное чувство тревоги. Он, по-видимому, органически не переносил недомолвок. Невысказанное слово жгло его, как горячая картофелина, лишало спокойствия и самообладания. Ему необходимо было знать, что я затеваю, по крайней мере, что испытываю. Но я молчал. Я потом узнал, что он старался выпытать о моих планах у Дианы, даже довел ее до слез, но ей решительно не о чем было рассказать. Тогда он пришел на четвертый день. Я увидел, что он положительно несчастен и хочет вызвать меня на разговор о Диане во что бы то ни стало. Я сейчас же достал свои хлебные таблицы и начал пространное объяснение о движении зерновых грузов по Днепру. Он меня прервал на шестой минуте. — Это пошли. Я сейчас устал. — Хорошо, — ответил я и запер аккуратный ящик. Мы молчали. — Слушай, — начал он. — Что? — Не пора ли кончить эту комедию? — Какую? — Да вот эту. Ведь все равно ничего не выйдет. — Может быть. — Я тебя уверяю, ничего не выйдет. — Может быть. — Не может быть. Она верная. Да чего тебе еще? Сама мне сказала. — Ну и радуйся. — Конечно, радуешь. Но мне жалко тебя. Ты себя ставишь в глупое положение. Если бы ты знал, как она вчера хохотала при одной мысли. Смешно сказать. Игра была грубая. На меня она глубоко задела. Я почувствовал себя словно после пощечины. Я Диану знал. Она всегда с тем, кто в эту минуту сильнее. Может быть, она и действительно вчера хохотала при одной мысли. Я напряг все силы, чтобы не выдать своих ощущений и найти колкий ответ, но ничего не находилось. Он это мгновенно понял, и мы оба почувствовали, что в эту минуту он получил надо мной верх. — С тебя этого достаточно, — сказал он. — Послушайся меня. Заяви, что отказываешься и кончено. — Давно ли ты сам настаивал, чтобы я не отказывался? — То было другое дело. Ты считал, что можешь добиться всего и только ради меня сдерживаешь свою волю. За это спасибо. Мне благодеяние не нужно. Теперь у нас речь идет о другом. Ты убедился, что все равно ничего не достигнешь. Признай это, и мы опять заживем по-старому. — Да кто тебе сказал, что я убедился? — Как? Ведь я тебе говорю, что она? Или ты мне не веришь? Я успел взять себя в руки и сообразил, что лучшее оружие против него — уклончивость и отмалчивание, как до сих пор. Я постарался выразить на лице полное спокойствие и ответил ему так. — Вот что я тебе лучше скажу. Сегодня Мальдачая читает неаполитанские куплеты в саду Савоя. Ты мне его всегда хвалил. Хочешь пойти? Он криво улыбнулся. — Хорошо, — сказал он. — Тебе видно этого мало. Тебе нужны ошизательные доказательства. Ты их получишь. Я вернулся домой за полночь. Хозяйка случайно еще не спала. Она мне сказала через дверь, — Ваш друг с рыжей бородой спрашивал вас недавно. Раздеваясь, я услышал на улице условный свист. Мы пересвистывались рефреном в Марсельезе. — Паузан, си ту аем. Я выбросил ключ, и Гаффредо вошел ко мне. В руках у него был запечатанный конверт. — Пожалуйста, это для тебя. Адрес был написан каракулем Дианы. Я взял письмо и похолодел. Во рту стало горько. Я не сомневался. Ее можно было уговорить, написать все, что только угодно. Сейчас я должен буду прочесть это письмо, сам прочесть, и бог знает, какие обидные вещи там написаны. Он ждал и приговаривал с улыбкой человека, у которого дело в шляпе. — Будь любезен, прочти. Я, конечно, не знаю, что там сказано. Не веришь? Честное слово, не знаю. Даже вышел из комнаты, пока она писала и запечатывала. Но я ей велел написать тебе всю правду. Надеюсь, это тебя влечит. Тогда я почувствовал, как вся кровь прилила к моему лицу. Мне было стыдно, я был унижен, мне хотелось спрятаться. Я попытался что-то сказать, но только застонал. Удушье меня взяло. Я разорвал письмо на мелкие кусочки, бросил на кровать и заплакал, как девочка. Он что-то говорил надо мною, трогал меня за плечо. Я сказал ему, уходи, и он ушел, а я провел опять бессонную ночь. Это, кажется, была самая нехорошая ночь в моей жизни. Бог с ней, не хочу ее описывать. Да я бы и не мог ее описать, до сих пор не знаю, что это было, муки ревности или бешенства самолюбия. Мне с ужасной отчетливостью рисовалось, как он ее награждал за это письмо. И я рвал на себе волосы, как делают люди от ревности. Но я в то же время сознавал довольно ясно, что если бы ее сто человек еще жарче ласкали, мне было бы все равно. И корень моей муки не в ней, а в Гафредо, в моей обиде, нехорошая ночь. А на завтра часов около двенадцати, когда я еще спал, ко мне постучались. Я сказал, «Аванти!» Я думал, что это Гафредо или другой знакомый, или, может быть, ничего не думал, а просто сказал, «Аванти!» со сна. Сон оставил меня в одно мгновение. Это была барышня с миловидным личиком, с каштановыми волосами и карими глазами, в синеватой белизне яблок, небольшая, стройная, свежая, лукавая, по имени Диана. Моя комната наполнилась звоном серебряных бубенчиков. О, нечего бояться, он уехал к своему депутату и будет там обедать. Ах, как он ее пилил в эти дни, он только и говорил, что обо мне. Она бы сама столько не думала обо мне, если бы он не напоминал всякую минуту. А вы, какой глупый, на что было ему рассказывать, что я вам нравлюсь? Или вчера, почему не ответили ему просто, «Хорошо, я сдаюсь, признаю себя побежденным?» «Мы бы тогда гораздо удобнее устроились. Он ведь дикарь, они все такие в Сицилии, я ему всегда уступаю и потом делаю по-своему. Зачем вы не прочли моего письма? Уж я там написала все обранные слова, сколько знаю, так что он остался доволен. Делайте, как я, а то вы его дразните, и что в этом за смысл? Вы там, в России, тоже, видно, дикари». И я рассчитался с Гаффреда за эту ночь, и за письмо, и за насмешки. В три часа мы видели сквозь зеленые жалюзи, как он проехал к себе домой, когда она ушла и еще раз велела мне на прощание. «Делайте, как я». Я сказал, «Нет, Диана, я вас не выдам, как бы он не издевался надо мною, но признать себя побежденным. На это я не согласен». Она пожала плечами и вымолвила, уходя, значит, послезавтра. Гаффреда пришел ко мне вечером с бегающими глазами. Он не знал, как себя держать со мною. Вчера он видел меня разбитым на голову и был бы очень рад заключить после этого мир, но, как и Диана, он считал меня северным дикарем, который способен опять заартачиться. Мой спокойный вид и прием укрепил в нем это последнее опасения. Я очень подробно расспросил его, как и что говорил депутат по поводу наших таблиц, о каждой мелочи переспрашивал десять раз, так что он наконец от нетерпения задергал плечами и ногами и сказал мне резким тоном, «Да зачем ты все говоришь о том, что меня нишколько не интересует?» «Потому что это интересует меня?» «А меня интересует вопрос, решился ли ты прекратить свои дурачества?» «Милый», сказал я, «мы условились воевать до тех пор, пока один из нас не признает себя побежденным. Разве ты уже собираешься признать себя побежденным?» Он в досаде отшвырнул от себя какую-то из вещичек моего стола. «Знаешь, сказал он, нужна большая развязность, чтобы говорить это после вчерашнего письма». «Я не читал никакого письма». «Рассказывай, после моего ухода ты собрал колочки и поручел, я уверен». «Наивный ты человек, зачем мне читать письма, продиктованные тобою?» Он вскочил. «Я сейчас придащу Диану сюда, она тебе все это повторит в лицо». Я кивнул головой, конечно, повторит. Я ей даже скажу, не стесняйтесь, Диана, говорите мне все, что он прикажет, я ведь хорошо знаю, что вы этого не думаете». «Как же не думает?» закричал он. «Если бы ты знал, что она мне говорила о тебе еще до письма, еще до нашей войны, не жаль тебя, я не хочу повторять, ты ей физически противен, когда ты садишься возле нее, она старается отодвинуться, то ой, вид ее смещит, и я даже чердился на нее за это, что ты на меня так усытовился, да, да, она мне все это говорила, что ты на меня так смотришь». «Гафреда», спросил я самым спокойным тоном, какой имелся когда-либо в моем регистре ленивого человека, «а тебе не приходит в голову, что я в эту минуту, быть может, смеюсь над тобой?» Он опешил, «глаза его забегали». «Почему?» «Так, я не спорю, ты прав, она тебе все это говорила, и ты пока победитель, я-то это знаю, но откуда у тебя в этом такая уверенность? Подумай только, что за комичное положение у тебя, если я, допустим, в эту минуту слушаю твои ядовитые речи и хохочу про себя». Он подскочил к моему лицу, я заметил, что на этот раз «Ты ж не виделся». «Я с ней? Боже, сохрани!» «Дай еще минуту честное слово». «Сколько угодно, только ты вообще на мое честное слово не полагайся, я знаешь, в этих формальностях не щепетилен, мы люди высшего полета». Гафредо вышел из себя. «Ты хуже всякого иезуита!» крикнул он, сильно акцентируя по-сицилийски. «Ты меня морочишь намеками и сейчас прячешься, выпусыкаешь яд и не даешь себя поймать. Не разражай меня, берегись!» И он бросился на стул, тяжело дыша и бегая глазами по углам. Так прошла минута. «Видишь, сказал я, пусть эта сцена будет тебе уроком. Когда ты меня вызвал на эту борьбу, ты мне обещал, что мы останемся друзьями, а вместо того ты меня с первого дня дразнишь и вызываешь. Будь спокоен, я Дианы пока не видел, но советую тебе от чистого сердца не заговаривай о ней со мною, иначе тебе всегда хуже будет, потому что ты можешь только верить. Знать правду могу только я, и это всегда мне дает преимущество над тобою. Самое смешное на свете это хвастать своими богатствами перед человеком, который только что сунул эти самые твои богатства себе в карман. Пойми это и не рискуй. Будем говорить о чем угодно, только не о Диане. Он совета не исполнил, и странные отношения завязались между нами с того дня. Я никогда не наблюдал ничего похожего, даже в книгах кажется не читал. Он не мог послушаться меня и больше не заговаривать о Диане. Ему необходима была уверенность. Он не в состоянии был провести час спокойно без полной уверенности, а между тем он понимал, что я сказал истинную правду, вытекающую из положения. Он мог только верить, но знать мог только я. Эта мысль не давала ему покоя. При каждой встрече Диана жаловалась, что он ее мучит подозрениями и допросами. Со мной он беспрестанно нервничал. Каждый день с точностью закона повторялось одно и то же. Он наводил разговор на Диану, убеждал меня отказаться от бесполезной борьбы. Я отмалчивался. Тогда он переходил на боевой тон, насмехался, говорил мне унизительные вещи от своего имени и от ее, пока я не задавал ему стереотипного вопроса. А что если все воробьи кругом в эту минуту помирает со смеху, слушая тебя и зная что-то такое, чего ты не знаешь? Десять раз я повторил эту глупую фразу, и десять раз она выводила его из себя. Он чувствовал себя в какой-то ловушке, среди полной темноты ему необходимо было кричать, бередить свою царапину, и он раздражался против меня обвинениями во всех пороках мира, переходил к угрозам, это плохо кончится, берегись, несколько раз чуть не довел себя до истерики, а на завтра начинал сначала. Однажды мы с Дианой поехали далеко за город, на кладбище, где похоронено сердце Шелли, там же могила Китса, под камнем без имени, согласно воле поэта. Сноска Перси Биш Шелли 1792-1822 годы и Джон Китс 1795-1821 годы английские поэты романтики. Вы хорошо провели время, как раз у меня тогда не было денег и даже в придорожный трактир нельзя было завернуть, она это называла мигранья сноска, мигранья по-итальянски скудость, бедность, безденежье. Она это называла мигранья и приняла как новое развлечение. На десять сольдов она умудрилась купить удивительно много хлеба и салами и даже четвертушку белого вина из фраскати. Мы позавтракали на траве, она хохотала и провозгласила напыщенный тост за здоровье всех миграньюзи в Италии, в России и в целом свете. Потом она подробно расспросила про Шелли и Китса и почему английский язык такой некрасивый. Потом мы бродили по окрестностям, она пела песенки на диалекте, плела венки и играла в прятки с детьми, прибежала, запыхавшись, и объяснила мне, что детки прелесть, в особенности на расстоянии пятнадцати сантиметров. — Почему? — Блохи дальше не скачут. На обратном пути мы поместились на площадке трамвая. Мы были одни, я расспрашивал о Гафреда. — Он стал совершенно бешеный. Вы знаете, недавно кулаком ударил меня по голове, так что гребешок врезался, и у меня кровь пошла. Все за то, что я нечаянно повторила какую-то вашу остроту, а виноваты вы. — Чем это? — Вы его дразните. Я вам сто раз говорила, скажите ему, что сдаетесь, потеряли надежду, я недоступна, и баста. Он успокоится и перестанет мучить меня, а то и его жалко. — Скажите, Диана, спросил я, вы его любите? Она подумала, я такая, я всех люблю, кто со мной хорош, вас, его, его больше, потому что он любит меня по-настоящему. А я нет. Вы я вам нравлюсь и только. Если бы не вся эта комбинация и не ваше самолюбие, вы бы и не обратили на меня внимания. — Вы давно такого мнения? — О, я знаю человека с первой встречи. — Отчего же вы не отогнали меня, коли так? Она засмеялась по-своему, а потом сказала неопределенно а через десять минут стряслась беда. Конец второй части рассказа Диана из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Через десять минут стряслась беда. Я уговаривал ее пробраться в мастерскую глухими переулками. В восемь часов вечера Гаффредо обещал прийти за ней туда и отвезти домой, но ей непременно хотелось пройти по Корсо. На Корсо была нарядная толпа. Вдруг она вскрикнула прямо на нас шел Гаффредо. Его лицо выражало невероятную степень бешенства, а в руках у него был букет, очевидно припасенный для Дианы. Я не успел опомниться, как он подскочил к Диане и ударил ее по щеке. Она закрыла лицо руками и бросилась в переулок. Он за нею, а я за ним. Из публики сзади кто-то засмеялся, кто-то свистнул. Гаффредо нагнал Диану и вел ее теперь под руку, почти тащил, говоря на ухо, вероятно, что-то очень грозное. Я не знал, что делать. По моим тогдашним понятиям о долге кавалера, мне следовало вернуть Гаффредо пощечину. Может быть, я бы так и сделал, в те годы мы храбры. Но он усадил ее в коляску и, не глядя на меня, велел ехать в борго. Я погнался за ним в другой коляске. Извозчики, стоявшие на том углу, народ бывалый, поняли сцену и тоже засвистали нам вслед. Но самый опытный из всех был мой извозчик. Он ни за что не хотел догнать коляску Гаффредо и всю дорогу советовал мне повернуть в другую сторону, уверяя с видом знатока. А не помириться, вы только не мешайте. Гаффредо увел Диану к себе наверх. Когда я сбежал за ними, дверь уже была заперта, я постучался, не ответили, я прислушался. За дверью Диана говорила довольно спокойным тоном. Гаффредо молчал, он очевидно успел высказаться по дороге. Потом у Дианы изменился тон, стал не то мягче, не то жалобнее. Я испугался, не режет ли он ее, но в эту минуту разобрал, что она говорила. Не плачь, как тебе не стыдно. Это меня успокоило. Гаффредо очень легко рыдал, почти до истерики, он мне рассказывал, что в семье у них кто-то страдал падучей. Я знал, что его припадки гнева кончались слезами, и после этого он был безопасен, по крайней мере, на полчаса. А за эти полчаса они без сомнения помирятся. Умный человек мой извозчик. Я пошел к себе, уже темнело, и я машинально по привычке поставил кастрюлю с водой на спиртовую горелку и зажег, хотя мне совсем не хотелось чаю. Я был сильно взволнован, я ругал себя за всю эту историю. Что за глупая игра, Гаффредо ее любит, а я тешу свое ребяческое самолюбие. Он страдает, ее срамят посреди улицы, а я в сущности тоже играю дурацкую роль. Я почувствовал, что все это мне надоело. Как я просидел много минут, вода уже кипела, а я не заметил, и вдруг моя дверь отворилась, и Гаффредо вошел, не постучавшись, и не снимая широкой шляпы. Войдя, он повернулся и запер дверь на ключ, а ключ положил себе в карман. Потом он остановился у двери и сказал «Я с тобой сейчас расправлюсь». И он медленно достал из кармана кривой сицилийский нож и стал его открывать зубами. Я знал этот нож, у них в Сицилии такие называются чинкесолди, и не раз открывал его просто пальцами, чтобы нарезать колбасы. Но Гаффредо был, видимо, под обаянием своей роли Мстителя, действовал торжественно и картинно, подражая мафиозу своего родного острова. У меня была полная уверенность, что он меня не тронет, но стильность этой сцены захватила и меня. Я рванул свою кровать и поставил поперек комнаты между нами обоими. «Это тебя не спасет», сказал он и поставил колено на край постели. Тогда я взял дымящуюся кастрюлю за длинную ручку и ответил ему «Если ты двинешься, я тебя ошпарю физиономию кипятком, сиди смирно». Он улыбнулся. Я вспомнил, что в книгах моего детства это называлось дьявольской улыбкой, и сказал, любезно кланяясь, «Ничего, я подожду, пока остынет». Я молча поставил кастрюлю на стол, потушил горелку, долил спирт из бутылки и опять поставил кастрюлю на огонь. «Бутылка полная», прибавил я лаконически, «сегодня купил». А затем я взял стул и бросил в ту сторону. «Присядь!» Он ответил, «Спасибо, присяду». Мы помолчали. Она мне все сказала. «Все?» спросил я. «Все?» Я ответил по-латыни. «Блаженны верующие, таковых бо есть царствия небесные». «Все!» Как ты ее нагнал сегодня на улице и как клянчил, да, клянчил, слышишь, клянчил, чтобы она прошлась с тобой, иначе ты грозил отравиться. Она говорит, я ему не поверила, разве такой трус покончит с собой? Я все-таки испугалась, и мне стало жалко». Так она говорит, ты ей теперь еще более гадок, чем до сих пор. Слышишь? Слышу. Она говорит, что на тебе был потертый воротничок, ей было неловко идти с тобой юрьядом. Понимаешь? Понимаю, само собой. Худой воротничок — это непривлекательно, что и говорить. Она говорит, что ты скуп, как раввин. Ты угостил ее на пол лиры черствыми салами и заставил пройти полдороги пешком. А тебе не показалось в эту минуту, что комары, вьющиеся над лампой, что-то знают и смеются над глупым Гафредом? Он сорвался со стула. Я ухватился опять за ручку кастрюли. Он положил руки в карман. Ты будешь со мной драться на дуэли, на пистолетах, через пилоток. Один из нас должен умереть. Обязательно должен, спросил я. Обязательно. Так иди на мост святого ангела и утопись, потому что я намерен еще пожить. Он опять улыбнулся той самой улыбкой. Его осенила новая мысль, и он ее мне изложил мягким, учтивым и ядовитым тоном. Да, ты прав. Нам действительно лучше не драться. Я сделаю иначе. Под нами у трактирщика есть слуга, он из моего города и большой молодец. И кугюни чесану депульверуцу. Это по-сицилийски высшая аттестация, мужество и опытности, но предам их ее нельзя перевести даже приблизительно. Я его найму сопровождать Диану повсюду, и если ты только покажешься на той улице, он тебе кости переломает. Нанимай, сказал я. А кроме того, я пойду с Дианой в полицию к самому квестеру, и она заявит, что она моя невеста, и ты ей не даешь проходу. Тебя выселят из Рима, можешь быть уверен, квестер меня знает. Сноска. Квестер полицейский чиновник в Италии. Я ответил. Мне действительно рассказывали, что квестер тебя знает, и что ты ему даже оказывал маленькие услуги. Впрочем, это кажется не тут, а в Сицилии. Да я и без квестера обойдусь, скричал он. Я пойду в русское посольство и заявлю, что ты компрометируешь свое отечество. Они тебя этапом доставят в Россию и отдадут на попечение родителям. Ты дурень, сказал я. В русском посольстве тебя велят изложить это на бумаге и прийти за ответом через два месяца. Кончи мне это, крикнул он. Я тебе приказываю поклясться сию же минуту, что ты оставишь Диану в покое. Я сказал ступай домой Гафреда, не заставляй меня доливать горелку. Он опять схватил нож, а я кастрюлю, тогда он тяжело задышал, отпер дверь и вышел, а в синях повернулся и сказал мне с глубоким убеждением ты злое бессерудеечное существо, пусть тебе судьба отравит каждую минуту счастья. В полночь ко мне вошла Диана. Я читал в постели, я приподнялся и удивленно взглянул на нее. Она сказала меня прислал Гафреда, он ждет внизу. Что такое? Я должна вам наговорить кучу ужасных вещей, гром и молнию. Вы и так ему наговорили достаточно по моему адресу, ответил я с горечью. Она простодушно объяснила он меня щипал. Я невольно улыбнулся, она смотрела на меня так наивно, миловидное личико было совсем спокойно, на синем отливе белков ни следа слез, ни все пуговицы блузки были застегнуты, и каштановые волосы едва закручены. У нее бывали минуты, когда не было во всем борг девушки лучше ее. Мне стало грустно, что сейчас она мне объявит о необходимости больше не видится, но вместо того она сказала, завтра я весь день проведу с ним, хотите послезавтра утром в восемь часов на пинчо у большой стены, и протянула мне руку. Я взял обе и привлек ее к себе. Она испуганно оглянулась на окошко, и вдруг ей стало смешно, она закинула голову и засмеялась, но не как серебряный звоночек, а тихо, как шелест шелковистой травы под ветерком перед зарею, а Гафредо ждал внизу. Все-таки через пять минут я остался один, и скверно было у меня на душе. Мне представилась сторона этого дела, которую до сих пор я как-то упустил из виду, что мы с Гафредо, в сущности, как он тогда верно сказал оранье, играем в шахматы, а ставка у нас живая, и с каждым ходом мы ее глубже запутываем во что-то нехорошее. До встречи с Гафредо у нее не было ни с кем настоящего романа, мы это знали, наверное. Прошло два месяца, и вот она в один и тот же час, и его, и моя, так мило, легко, беззаботно. Зачем мы ее заманили на этот путь? И даже не мы, а я? Мысли перешли на нее. Я до сих пор не умею раскусить человека, знаю, часто его привычки, знаю, что он сделает или скажет в любом случае, но определить его одной формулой, свести отдельные, хорошо мне знакомые черты к немногим основным свойствам, поставить диагноз личности, это никогда мне не удается. Я живу с человеком годами и затрудняюсь сказать, добрый он или злой. В то время я был понятно еще слабее по этой части. Диана мне казалась величайшей из загадок мира сего. Для чего ей все это? Чувство? Может быть, его она еще любила, но ко мне было, по крайней мере, так же равнодушно, как я в глубине души к ней. О власти темперамента смешно было и подумать. Ей не доставало еще добрых пяти лет, когда из этой гамин вырастет женщина. Сноска гамин по-французски девчонка проказница. Не могло быть и расчета. Гафредо за все время подарил ей кушак и перчатки, а я был и вовсе меграньоза. Без любви, без страсти и корысти зачем она скользила по канату между Гафредо и мною, терпела его грызню и побои, и такой стыд, и необходимость лгать, изворачиваться. Тогда не мог понять и по сей час не понимаю. В восемь часов утра на послезавтра я был на пинчо. Может быть, опоздал на пять минут, и Диана была уже там. Она стояла спиной ко мне у парапета большой стены. Я остановился, смотрел на нее, и мне пришла в голову новая хмурая мысль. Эта большая стена была любимым местом девических самоубийств. Точно такие сортины, как Диана, приходили сюда, надев чистое белье с самыми нарядными кружевами своего бедного гардероба, чтобы городовой не смеялся, и бросались на мостовую с огромной высоты. Каждую неделю случалось такое дело, и в газете Миссаджеро даже был для этих случаев постоянный заголовок Даль Муральон и Даль Пинчо самоубийцы стены Пинчо. Не придет ли за этим сюда через несколько лет Идиана? Чем она хуже других и чем она лучше? Она стояла у парапета, заглядевшись пока не на мостовую внизу, а на Рим. Ночь была холодная, город только что начал освобождаться из тумана, здания и площади уже были видимы, но так, как, видимо, тело женщины сквозь летнюю ткань или, как в очертаниях подрастающей девочки предугадываются будущие линии полного расцвета полутенью, полутоном, полунамеком. Казалось, Рим заново создавался перед нами уже задуманное, грандиозное, но недосказанное диво. Я окликнул Диану. Она сказала «Как красиво!» И я увидел у нее две слезинки на ресницах. Если бы мне это рассказал другой, я бы не поверил. Я повел ее в Аллею и сказал ей, что во всей этой путанице нет ни капли смысла. Гафреда мучит меня насмешками, и я не могу положить им конец, в отместку извожу его пыткой неуверенности, а он свою муку срывает на Диане, и она расплачивается за всех троих. Стоит ли и ради чего? — Добро бы вы хоть любили меня, но ведь этого нет. — Э-э-э, неопределенно ответила она и после прибавила, — Я же вам говорила третьего дня. Я ее тоже не любил, но в эту минуту мне показалось, что я мог бы всю жизнь играть ее каштановыми прядями и слушать ее смех. Неизъяснимая нежность переполнила мою душу, в гортане защекотала, что-то горячее подступило к глазам и остановилось на самом пороге. Я сказал, — Бог с тобою, довольна, и так я тебе сделал много зла. Попрощайся со мною, поди своей дорогой и не поминай лихом нашего часа, только уходи сейчас, а то тяжело. Она взяла мою руку, погладила, посмотрела мне в глаза, улыбнулась грустно и так тонко, словно много знала о себе и обо мне, такого, о чем не говорится, потом сказала, — Хорошо, я пойду, проводите меня до конца аллеи, и пошла. Я шел за нею, в конце аллеи мы остановились, она подала мне руку и стояла спиной ко мне, я глухо сказал, — Диана. Она глухо отозвалась, — Что? Я спросил, — Если вы не любили, зачем это? Долго она думала, не отнимая руки у меня, потом сказала, — А я откуда знаю? и ушла, не оглядываясь, только наобороте еще раз улыбнулась и пропала с глаз. В полдень я вложил свой чемодан и переехал к другому приятелю, не помню теперь, как его звали и кто был он такой и был ли рад гостю, все равно. Помню только, что жил он в дальнем квартале, куда редко забредают люди из Борга, оттуда я послал до Фреда письмо. Всего доброго, если узнаешь мой адрес, не тревожь меня. Сам я никуда не ходил и не помню, о чем думал и что делал, кажется, ничего. Так ушло несколько недель, настало мне время ехать домой, и по стечению личных и семейных дел видно было, что я, должно быть, уж не вернусь обратно. Тогда ощутил я, что нет на свете места, где можно человеку жить после Рима. Мило, как улыбка покойного друга, стало мне все, что я знал, видел и пережил в этом городе дома, случаи, люди. В вечер накануне отъезда я взял коляску и объехал несколько любимых мест, только в Борго не велел ехать. Но меня на Корсо заметили молодые люди и закричали, «Куда вы спрятались?» А один прибавил, «Бедный сицилийский друг ищет вас по всем катакомбам!» А я им крикнул, «Завтра еду в Россию! Чао!» Никто не провожал меня. Кондуктора уже прокричали, «Инветтура!» и захлопнули дверцу моей неуютной клетки. В это время я услышал знакомый свисток на мотив припева Марсельезы. Гаффредо шел вдоль поезда, заглядывая в окна третьего класса. Я не откликнулся. Жгучая горечь поднялась к моему горлу. Прежнее, давно не испытанное чувство обиды и унижение прихлынуло к вискам. Он меня увидел. «Отчего ты не известил меня, что уезжаешь?» спросил он, бегая глазами. Я ответил, «Долго объяснять, сейчас тронется поезд». Он сказал, «Я узнал и пришел пожелать тебе счастливой дороги. когда вернешься?» «Я больше не вернусь». Он замолчал. Ему было не по себе. Я не понимал, зачем он пришел сюда. Но видно было, что ему опять хочется заговорить со мною просто и задушевно, как прежде. Только он не находит первого слова, и я должен начать. Оставалось минута или меньше, и вдруг это все мне показалось ужасно безразличным. Я внутренне махнул рукой и хотел сказать ему что-нибудь ласковое, но в эту секунду старший кондуктор закричал, «Артенса!» И от этого слова мое чувство безразличия как будто еще углубилось, и прошла даже охота сказать Гаффреда ласковое слово. Голос его дрожал, «Ты сейчас уедешь ради всего святого!» Младшие кондуктора повторяли разными голосами, на разных расстояниях от нас, «Партенса! Партенса!» И мне казалось, что все уже далеко, все расплылось в одном бесцветном пятне. Я скверно провел ту ночь, спать мне хотелось, а не разговаривать. «Ради нашей былой дружбы», сказал Гаффреда, держась за раму, «Я живу без минуты покоя, я так больше не могу, я хочу знать, я тебе клянусь, я не скажу ей ни слова, я сейчас забуду все, что ты мне откроешь, только дай мне вздохнуть свободно, ради Господа Бога!» Поезд пошел, и Гаффреда пошел с поездом, не выкуская рамы, он смотрел на меня с отчаянием и растерянностью, и повторил еще два раза, «Я сейчас забуду, только скажи!» поезд пошел скорее. «Прими руку, милый», сказал я торопливо, и отогнул его пальцы осторожным движением. Маленькая заботливость его тронула, дала ему какую-то надежду, радость, почти жадность мелькнула в его глазах, он сложил руки и заговорил, ускоряя шаг вровень с вагоном. «Ну, одно слово, если что было, скажи «да», если ничего не было, скажи «нет», я остановлюсь, если тебе неловко, ты мне крикнешь издали, только крикни громко, только крикни, я тебя умоляю, ты меня отравил, ты меня придавил к земле, освободи меня!» Он остановился и протянул ко мне руки, поезд уходил, я облокотился и смотрел на него с любопытством. Его лицо померкло снова, между нами было уже несколько метров расстояния, он изо всей силы крикнул «Скажи!» Я невольно засмеялся и отодвинулся от окна, а поезд пошел еще скорее. «Конец рассказа Диана», читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ Акация из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Еще один май кончился, и опять отцвела Акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так ее не напоминает вдали, как запах Акации, даже море. Во-первых, море на море не похоже. Под Петербургом море бледное, подлинялое, малосольное, как где-то кто-то выразился, а напомнить наше море оно может только по контрасту. А где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на лонжерон. Акация же, где бы ни пахла, пахнет одинаково. Во-вторых, убеждены ли мы, что всякий одессит обязательно знает море? Мой знакомый учитель в одной школе на Молдаванке спросил как-то свой класс, и оказалось, что четыре малыша лет по семи-девяти никогда не видели море. В этом нет ничего невероятного. Я знал в Риме людей, там родившихся и выросших, которые никогда за всю жизнь не были в соборе святого Петра. Вообще, человек далеко не так любопытен, не так жаден до впечатлений, как это считается. Но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу талант обоняния. Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит еще к далям глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в прогимназию узнать, как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии, или я принят в приготовительный. Сноска Про гимназия Четырехклассное учебное заведение, имевшее те же учебные планы и программу, что и гимназия. Приготовительные Приготовительные классы гимназии, куда принимались дети, умеющие читать и писать. Я очень волнуюсь. Во-первых, мне с вечера выстирали парусиновый костюм, а он за ночь недостаточно просох, поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне. Я иду, и от моих подмышек и штанишек подымается пар. Эрго, я сохну, но все-таки страшно. Вдруг там учителя заметят, что я вогкий, и бог знает, что подумают. Сноска, эрго, по-латыни и так, следовательно, вогкий, по-украински влажный. Это во-первых. А во-вторых, я уже раз пять экзаменовался и в первые классы, и в приготовительные, и в гимназию, и в реальное, и в погребальщики, это значит в коммерческое, ибо тогда коммерсанты носили черную форму. И все проваливался, и мне уже надоело проваливаться. И вот я пришел. В классы еще не пускают, публика толпится на дворе. Я помещаюсь на солнечной стороне, подымаю руки на голову, чтобы подмышками лучше просыхало, и веду пока деловой разговор с соседом. Он уже матерый гимназист, второгодник из того самого приготовительного класса. Оба мы видные, хорошо известные в своем кругу коллекционеры. Собираем кордонки. То есть верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба люди опытные, с большим знанием биржи, но столковаться трудно. За одну адолиску Мисаксуди, он требует четыре брата Поповых. Сноска. Адолиска Мисаксуди. Здесь марка Папирос производства табачной фабрики Мисаксуди. Братья Поповы. Здесь папиросы Сальвы, которые выпускала одесская папиросная фабрика братьев Поповых. По-моему, это живодерство. Кроме того, я ему указываю, что адолиска неумытая. На декольте у нее размазанная сажа. Ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата студента. Навехонькое. Папиросы он высыпал, а коробочку украл. И совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит анатомия. Он выражается гораздо определеннее, как прилично матерому гимназисту и для убедительности божиться. Накарай меня, Бог! Я ему отвечаю на том же языке. Откогда? Что значит «в тех пор как»? Откогда я собираю кордонки, не видал такого кадета? Сам кадет, отвечает он. Кадет означало тогда плута. А ты габелка, отвечаю я. А что значит это ругательство? И по сей день не знаю. Сноска габелка. Диалектическое выражение теленок. В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я, наконец, принят. Я в восторге. Бросаюсь со всех ног обрадовать домашних. Но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки. Я слышал только что его фамилию в списке получивших две передержки. Сноска, передержка, переэкзаменовка. Оказывается, он схавался и курит, выпросив бычка у коллеги второгодника, только из третьего класса. Черт с тобою, говорю я, на тебе все, что хочешь, и давай сюда твое смятье. Он берет у меня четырех братьев, дает мне одолиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит. Скажи мерси, блохой закуси и больше не проси. Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю. А меня приняли. Он смотрит на меня презрительно. Нашел чему радоваться. Дурак. Но я едва бормочу сквозь зубы, установленную в формулу ответа. Дурак, твое имя так, мое прозывное, а твое родное. Мне не до него. Я мчусь домой в дикой радости, уже не разбирая солнечной и теневой стороны, а акация пахнет, пахнет во всю глотку. Это воспоминание из глупого детства. По мере того, как я умнел и начинал понимать, сколь был горько прав мой скептический контрагент насчет того, что нечему радоваться, по мере того и мои воспоминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм науки, а из храма. Нас еще не распустили, и даже я знаю, наверное, что учитель такой-то такой-то, ведь хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашел дурня. Я еще с вечера подговорил товарища. Мы встретимся на Старопорто-Франковской. Сноска Старопорто-Франковская. Улица в Одессе. Я аккуратно складываю книжки и даже, чтобы уж быть совершенно энрегле... Сноска энрегле. По-французски согласно требованиям, как положено. Заранее изготовляю записку. Сын мой не явился такого-то мая по болезни. И виртуозно подписываюсь маминым розчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две пересядки. Мы садимся на конку и едем к лонжерону, словно князья какие-нибудь. Акация пахнет. — Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жестокую красную головку колючего турка? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок, турка? И по массивам вы, должно быть, не лазили, и крабов не ловили. А мы ловили. А мы да ловили, сказал бы я в то время. Ловить крабов на массивах — дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента. Во-первых, он вспыльчив, во-вторых, глуп. Надо навязать плоский камешек на веревочку и, завидев в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить веревочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинает работать психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернется и изо всей силы защемит клешнями ваш камешек. А так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды. Дома вы сказали, что из гимназии пойдете к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке. И на алгебру не похоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это опять не для простецов дело. Нужна фантазия и техника. Вот у дверей бокалейной лавочки стоят два открытых бочонка, один с солеными огурцами, другой с черной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку и вытаскивает, что требуется. Если покупатель брезгливый, лавочник не обижается. Пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на три копейки башмалы. Как это сказать по-русски, но так же кратко? Сноска башмала, желто-оранжевый тропический фрукт. А я тем временем колонизирую крабов. Парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. А вы снизадохнутся до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин. Видно, ждет кого-то, поглядывая на окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степенный господин, а не ряха. Не скрутил зонтика. Черная ленточка с пуговичкой повисла зря. И фалды между проволочными ребрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем еще одного краба. Еще одного кладем вверх животиком на сиденье дрожек. Дрожки стоят у парадного хода. Сейчас выйдет седок. Да, сдвох это будет дама в легком майском платье, подходящем для сезона акации. Все сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневеют сумерки. В домах позажигали лампы. С улицы видно, что кто делает в нижнем этаже. Вот сидит через дорогу девица у пианино. Окно раскрыто. И исполняет она полонеза Гинского. Мой товарищ останавливается. И я вижу ясно ореол внезапного вдохновения под его козырьком. Осенило. Улица пуста. Он тщательно выбирает краба, тщательно захватывает его тремя пальцами, так, чтобы и держать его горизонтально, и под клешню не попасть. Он изгибается, так как надо, если хочешь пустить плоский камень по морской рябе, чтобы он семь раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся. Я замираю. И краб, перелетев через тротуар, улицу, еще тротуар, окно и полкомнаты, плашня шлепается на третью октаву слева и дает смелый аккорд, сверхвагнеровский аккорд из четырех последовательных нот, не считая двух диезов. А акация пахнет, как скаженная. Потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна еще непременно светить луна. Как зовут барышню? Это, конечно, секрет. Таких вещей не рассказывают. Но у нее длинная коса и славные глазки, сто миловидных ужимок и легкий, добрый, уступчивый характер. Если с ней хорошенько подружиться и не делать грубости, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал, «Ты не спрашивай, не распытывай, как люблю тебя и за что люблю, и надолго ли». Сноска. «Ты не спрашивай, не распытывай» цитата из стихотворения Алексея Константиновича Толстого. Она и сама не отрицает, что вы в ее шестнадцатилетней биографии не первой. И от вас не спросит никакой присяги, не потребует никаких лишних церемоний. Угостить ее можно мороженым или просто семечками, а вместо поднесения пышных букетов надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу и сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками приколоть эту пахучую кисть к ее тоненькой блузке, а дальше вы уже сами должны понять и найтись. Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость, но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще. Нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни. Город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землею. Только пахнет акация, как пахло всегда, и напоминает невозвратимое. Конец рассказа «Акация» читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ о писании Швейцарии Из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Вот уже больше недели, как пишущий эти строки живет вне цивилизации. Дал за рог не читать газет и никого не спрашивать ни о чем. Разве только о том, куда ведет дорога. И свято блюду за рог. На плечах торба, подошвы подкованы гвоздями, в руках палка, в кармане карта Швейцарии, на душе легко и в голове пусто. Одна поправка. Я живу не совсем вне цивилизации. Есть один элемент культуры, которым я именно теперь очень пользуюсь и дорожу. Шоссе. Вообще культура портит природу, но шоссе — исключение. Оно не пачкает ландшафта, напротив. Полотно железной дороги способно опоганить цветущую долину, словно страничка стихов, дважды перечеркнутая чернилами. Но белая лента шоссе вьется вокруг горы, как кушак вокруг стана красавицы, тянется по ровному месту, как серебряный позумент. Когда бредешь по такой дороге, думаешь о том, что она в сущности нигде не кончается, опутывает мириадами узлов всю Швейцарию, всю Европу, весь материк, идешь, собственно, в Рим, а то и по Владимирке. Сноска, Владимирка, Владимирский тракт, дорога из Москвы на Владимир, по которой с XVIII века отправляли в Сибирь осужденных на каторгу. На белом грунте видны разные следы. Живой дневник шоссе со времени последнего дождя. Вот характерный след автомобиля, в котором сидели мужчины и дамы в звериных облачениях. А вот проехал велосипедист, вероятно, подняв ноги и бросив педали по случаю спуска. Итальянец Каменотес отпечатал на белой дороге все гвозди своих грубых башмаков. И все же в его походке, в расстановке его подошв, есть некая гармония, что-то от дискобола, печать средиземной воды, из которой возникла вся красота на свете. Оттого я и решил, что он из Италии. А Каменотес, потому что итальянцы попусту не путешествуют. Сноска. Дискобол, метатель диска, произведение древнегреческого скульптора Мирона. А вот шла городская барышня, и с ней рядом господин, у которого стоптан левый каблук. Эти должно быть студенты из России, потому что у заграничных кавалеров не бывает стоптанных сапог. Легко даже установить, о чем они говорили. Если бы это было лет шесть назад, они бы говорили о том, что лучше, устроить революцию в назначенный день или предоставить все стихийному ходу исторического процесса. Если бы это было года три тому назад, они бы смело, страстно разговаривали о проблеме пола, и, дойдя до уединенной гостиницы на берегу озера, сладострасно освещенного луной, разошлись бы спать по разным комнатам. Но о чем они могли бы говорить теперь, когда все слова исчерпаны, вероятно, брели и молчали? Право! Это самое лучшее на свете — брести и молчать, молчать и топать свободной ногою по белому шоссе. «Сноска» — «Свободной стопою топнем теперь о землю» строка из тридцать седьмой оды первой книги «Од» Горация Понятие молчания, однако, не противоречит понятию теплой компании. Напротив, всего слаще помолчать именно в теплой компании. Что такое теплая компания? Это такая, в которой человек мало, но все хорошо спелись, и вместе с тем не успели еще надоесть друг другу. Поэтому идеал теплой компании — три друга детства, уже давно разбросанные жизнью по разным городам. Еще лучше — таких три друга, которым давно хотелось и все не удавалось устроить именно такую прогулку. Однажды, в ранней юности, уже было собрались, даже денег скопили по сорока рублей, в том возрасте этого хватило бы хоть на край света. Но как раз двоих посадили в тюрьму за измом, не помню точно какой, и прогулка расстроилась. Опять было наладилось она года через три, но тут пришел в Одессу броненосец Потемкин Т. И в участок посадили третьего, хотя он совсем и не ехал на Потемкине. Сноска. Полное имя броненосца Потемкин, броненосец Потемкин Таврический. Наконец, через столько лет все улажено и все трое сидят за пивом в одной из харчевин Кура, обсуждая детали предстоящего похода. Это и называется теплая компания. Обсудить детали предстоящего похода — дело нелегкое. У теплой компании всегда мало денег, и тратит она их довольно бестолково. Один накупил себе дорожных вещей в Берлине, другой в Вене, а одеться для пешего хождения не во что. Третий купил великолепную палку с наконечником, такую палку, что можно было бы с нею взобраться на Эверест, если бы он ее не посеял где-то в поезде под Инсбруком. Все это чрезвычайно усложняет обмундирование и оборудование экспедиции. Начинается взаимная примерка чужих штанов, причем один член теплой компании, длинный и тощий, другой маленький и толстый, третий маленький и худой. В одном случае надо кое-что подстегнуть английскими булавками, а в другом приходится удлинить подтяжки посредством системы веревочек. Настоящий горный мешок всего один, остальные два заменяются самодельными торбами, к которым кое-как подшиваются ремни. В результате обнаруживается, что за те же деньги можно было приобрести и специальные костюмы туристов, и мешки, и все прочее. Но теперь уже нечего делать, и теплая компания утешается сознанием, что самогон всегда слаще. С путеводителем тоже вышла история. В целях разумной экономии, чтобы не тратиться на дорогой бедекер, каждый самостоятельно купил по дешевой книжечке. В результате все три не годятся. Сноска. Бедекер. Путеводитель по имени немецкого издателя Карла Бедекера. Особенно не в попад вышла покупка у одного. Он приобрел в Дрездене по случаю за три марки прекрасный гиппо Шварцвальду и упорно настаивает, что эта страна находится в Швейцарии. Сноска. Шварцвальд. Горный массив на юго-западе Германии. До сих пор мы его не переубедили. На каждой остановке он берет у меня швейцарскую карту и тщательно обыскивает все кантоны, не затерялся ли где-нибудь Шварцвальд. Такой недоверчивый. А окончил Ришельевскую гимназию и всегда имел по географии пять. Впрочем, он и по языкам всегда получал пятерки, и второй мой приятель тоже. Зато надо послушать, как они тут объясняются. Один начал свою карьеру в Люцерне с того, что пришел в гостиницу, где назначено было наше свидание, и смело спросил. «Воштектхер такой-то!» Сноска. «Воштектхер!» Немецкий язык, искаженный. «Где застрял господин такой-то?» Второй считает себя сильнее во французской речи, и потому, когда у почтового чиновника не хватило пяти сантимов сдачи, сказал ему успокоительно. «Кантите не глигабль!» Сноска. «Кантите не глигабль!» Искаженный французский язык, нечто не стоящее внимания. Но все это пустяки. Главное то, что нам весело. Откуда-то выплыли на поверхность памяти клички, которыми нас называли в гимназии, и сам собой вспомнился своеобразный язык молдаванки и порта, на котором воспиталось наше поколение в прежней Одессе. Прекрасный язык, сочный и звучный не только в смысле фонетики, но и в смысле богатства и смелости лексического материала. Вспомнились давным-давно забытые меткие словечки, добрую половину которых трудно воспроизвести в печати. Кстати, один из приятелей всю дорогу настаивает на необходимости реабилитировать в общественном мнении ту категорию слов, которые для печати неудобны. Он уверяет, что как раз эта категория в каждом языке наиболее пропитана истинным национальным духом, наиболее полно выражает и выявляет народную психологию. Оттого, говорит он, и нет лучшего средства облегчить и излить душу, как пустить с экспрессией два-три смачных термина из тех, которые при дамах не произносятся. Мой приятель называет это «высказаться» и владеет этой терминологией классически. Я лично не имею столь определенных взглядов на это дело, но должен признаться, что в некоторых случаях такой «модус локвенди» бесспорно имеет свою ценность. Например, теплая компания взбиралась, теперь мы выражаемся «перла», три часа по крутому подъему на высокий перевал в надежде полюбоваться оттуда прекрасным видом, и вдруг оказывается, что за перевалом все в густом тумане. Теплая компания в отчаянии. Один говорит, что положительно не стоит путешествовать, другой начинает устанавливать ответственность. Кто из трех настаивал, чтобы начинать восхождение именно сегодня? И в эту минуту, когда доброе согласие, основной статус теплой компании начинает трещать по швам, третий вдруг предлагает взять, да и игнорировать все это. Причем вносит он свое предложение в той именно сочной формулировке, о коей идет речь. И так выразительно, так убедительно звучит его формула, столько в ней первобытной непосредственной силы, что и остальным обоим сразу становится ясна вся маловажность атмосферных явлений в общем учете бытия. В самом деле, с туманом, пожалуй, еще лучше. Английский какой-то поэт написал «Сладко услышанная песнь, но много слаще те песни, которых мы никогда не услышим». Отчего не применить той же истины и к переживаниям зрительным? И теплая компания бодро продолжает путь, оглашая две страны, Швейцарию и Италию, каким-нибудь музыкальным номером черноморского производства, например. Папу я зарезал, маму я убил, Цыпку невесту в море утопил, Гляну на дорогу, дорога широко, Погляжу на тюрьмы, ой, тюрьмы высоко, Тряхну ж я кандалами еще в последний раз, И вышибу при этом смотрителю я глаз, Погиб я, мальчишечка! Поем стройно. Даже собаки где-то заинтересовались и откликаются, А все потому, что один человек сумел высказаться. Но и это пустяки, А главное то, что ноги топают по белому шоссе. Бредешь куда угодно и покуда угодно, Хочешь скоро, хочешь тихо, Захотел остановился, захотел свернул с дороги, Слез к реке напиться, А назад не можешь вскарабкаться, А товарищи сидят сверху И бросают в тебя еловые шишки. Стемнело, а при дороге стоит трактир. Мы туда и начинаем торговаться На счет платы за ночлег, Причем торг ведется ради разнообразия, Иногда по-французски, иногда по-немецки. Для немецких переговоров выпускается штект, А для французских неглигабль. Получается и весело, и в конце концов дешево, Потому что хозяйка перед лицом их лингвистического опломба Обыкновенно сдается. И вот теплая компания готовится ко сну, Только раньше идет починка всяческих аварий, Главным образом на ступнях и на штанах. То пузырь сделался, То мозоль натерлась, То сукно распоролось по шву. Один из членов теплой компании, Тот самый, который специалист по немецкому языку, Уже третий год состоит хирургом При столичной больнице, Он у нас починяет брюки. Ко вскрытию пузырей мы его не допускаем, Слишком много церемоний. Проколи ему ножик, Да достань ему йоду, Да еще недрыгай ногами во время операции. Пузыри вскрывает французский специалист При помощи английской булавки черного цвета. Он же делает нам массаж ног, Колотя подушками. В полночь приходит хозяйка ругаться за шум, И тогда теплая компания засыпает. На этом заканчивается описание Швейцарии. Читатель может найти, Что Швейцария тут описана недостаточно подробно. Что ж, если не нравится, Поезжайте сами и опишите лучше. А я думаю, важно не то, По каким местам проходишь, А важно, как путешествуешь. Путешествовать по Швейцарии Надо не как-нибудь, а с толком, Пешком, в теплой компании, С путеводителем по Шварцвальду в кармане, И, по возможности, в чужих штанах. Тогда все места хороши, Как та лучшая из песен, Неподслушанная. Конец рассказа о писании Швейцарии Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки. Рассказ Эдме Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox И является общественным достоянием. Эдме Рассказ пожилого доктора Восток Он совершенно чужд моей душе. Вот вам живое опровержение Ваших теорий о расе, О голосе крови. Я рожден западником, Несмотря на предательскую форму носа. Однажды, И, впрочем, и я рискнул заглянуть на восток. Может быть, тут и сыграло Некоторую мимолетную роль Обиженное расовое чувство. Вы знаете, у нас в Германии Еще сильны некоторые предрассудки. Без ложной скромности могу сказать, Что я давно заслужил кафедру. Полагаю, что и ваши русские специалисты Слыхали о моих трудах по анатомии. Я связан тесной дружбой С профессорами университета В нашем городе. И знаю, что они с живейшим удовольствием Приветствовали бы меня в своей среде. Но прусское министерство Имеет свои пути и средства влияния, Против которых бессильна Академическая автономия. Доцентуру я мог бы получить, Но, согласитесь, В мои годы с моим именем Это прямо неловко. Друзья в Берлине пробовали хлопотать, Но им дали понять, Что это преждевременно. Я был очень огорчен. До того, что работа валилась из рук. Вы поверите, надеюсь, Что при моей практике Я не нуждаюсь в выгодах Государственной службы. Я холост. Братья и сестры имеют свои средства. А на мой век хватит с меня И денег, и почета Без этой кафедры. Но все-таки я был очень огорчен. Вы спросите, Но ведь есть простое средство. На это я вам скажу. Ваших предрассудков я не разделяю. С религией и общиной Давно порвал все связи. Но есть вещи, которые мне Эстетически противны. Оставалось одно. Примириться. Так я и сделал. А чтобы развлечься, поехал на восток. Повторяю. Возможно, что в выборе этого места Отдохновения сыграл некоторую роль Бессознательный протест Расового чувства. Вы меня обидели. Мне совершенно не понравился. Начиная с прославленного Босфора. Я не выношу этой яркости, Этого солнца, Которое не знает нюансов и полутеней, Которое мажет грубыми, Крикливыми красками, Словно деревенский маляр. Уверяю вас, что наш Гарц или Шварцвальд Изобилуют видами, которые гораздо красивее Босфора и Золотого Рога. Наше солнце утонченнее, Деликатнее, Плю Дистинк, Рассчитано на более благородный вкус. Сноска Плю Дистинк, По-французски, Более расположенная, Более приятная. О самом городе Нечего и говорить. Я ничего не имею против извилистых И гористых переулков. Они представляют главную прелесть Многих очаровательных старинных городов Нашего германского юга. Но при этом нужна, ну хоть какая не есть, Архитектура, стиль, тон. Переулки Стамбула, по-моему, Просто безобразны. Со мной уходил по городу один художник И очень восхищался, Но я в глубине души думаю, Что это было из снобизма. А толпа! Шумные! Пестрая толпа Есть и в Италии. Но там она всегда благородна, Сохраняет и в разнообразии красок, И в гамме Известное прирожденное чувство меры, Никогда не превращается в то, Что видишь на востоке, В какую-то хроническую свалку Воющих людей, Одетых в дико окрашенные тряпки. Нет, Я и в эстетике, Западник, Европеец. Эта закваска во мне так сильна, Что даже романтическое приключение, Которое я там пережил, Посвящено было дочери Запада, И проникнуто западной мечтательностью. Сноска, немецкий, От этого аромата западных грез. Ибо вы должны знать, Что я там пережил и романтическое приключение, Несмотря на свои 52 года, Социальное положение И малую привычку к дамскому обществу. Правда, это был Чрезвычайно невинный роман. Переживая это приключение, Я даже не подозревал его романтического оттенка, И понял это лишь после развязки. Я поселился на Принцевых островах. В сущности, Жить по-человечески в Константинополе Можно только в роскошных отелях Терапии и Буюк-Дере, Потому что там много европейцев, Мало туземцев И почти совсем не пахнет Константинополем. Сноска, Принцевые острова, Девять островов, Расположенных в мраморном море Близ Стамбула. Терапия, Буюк-Дере, Район Истамбула на Босфоре. Но одна беда. Все эти места лежат на Босфоре, И главной их прелестью считается вид на Босфор. А я вам сказал, Что этот отвратительный пролив Со своим морем, Размалеванным в синее, И берегами, Размалеванными в зеленое, Был мне нестерпим. Я поселился на Принкипо. Сноска, Принкипо, Один из принцевых островов. Не спорю, Хорошенький островок. Но его следовало бы отнять у турок. Пардон, Вы, кажется, туркофил. Но так как я-то не собираюсь Выпросить у них Палестину, То могу искренно сказать свое мнение. Если бы отобрать Принкипо у турок, Да завести там европейский порядок, Это был бы очаровательный остров. Я поселился в Отель Чакомо, И там встретил ее. Ее звали Эдме, А было ей от роду 12 лет. Завтрак и обед нам подавали на террасе, Над самым морем, За отдельными столиками. Неподалеку от меня обедала семья французского консула. Место службы его было не в Константинополе, Но он приехал сюда отдыхать. Он и жена были парижане, Младшие дети родились уже здесь. Но Эдме увидела свет еще в Париже И росла там до четырех лет. Это мало. Но не шутите с отпечатком Европы. Он сказывается. Ему достаточно маленькой щели И крошечного мгновения, Чтобы пустить свои корни, Оставить свой налет. Как это происходит, я не знаю. В этом есть что-то мистическое. Эдме не помнила, конечно, Парижа. Воспитывалась она где-то в Дедегаче. Сноска. Дедя Агач. Турецкое название греческого города Александрополиса С дочерьми левантинцев. Но на всем ее существе Лежала печать Запада. И она казалась воплощением Утонченной западной культуры. In partibus infidelium. Сноска. Латынь. В стране неверных. Я еще не был знаком с ее семьей, Только раскланивался. Но ее тотчас же заметил. Она выделялась. В нашем отеле было много левантинцев. Надо знать, что это за публика, Что это за раса. Много трубят о нивелирующем влиянии Северной Америки, О ее великом котле, Где перемешиваются и перевариваются Все племена, Сплавляясь в единый американский народ. И при этом никто еще, кажется, Не заметил, что нечто подобное наблюдается В европейских кварталах Константинополя, Каира, Александрии. Туда тоже Все нации сбывают свои осколки, Там они перемешиваются, И создается новый народ, Левантинцы. В Константинополе Это племя называется Специальным прозвищем Перот, От квартала Перы, Где живут обычно эти Европейцы. Хотите знать Примерную типическую Родословную Средней Перотской семьи? Отец Итальянец, Рожденный от Хорвата и Шведки, Мать Гречанка, Рожденная от Польского Эмигранта и Румынской Цыганки, По паспорту Они англичане, А в семье Говорят по-французски. Представьте себе Этот букет. Вообразите Культурную атмосферу, В которой Воспитываются Дети Такой семьи. Эту Бакалейную Смесь Традиций, Предрассудков, Обычаев, Возникших Под разными Широтами, Дисгармоничных, Несоизмеримых, Несовместимых. Они не могут Привить своим детям Ничего похожего На чувства Общественности, Потому что Эти люди Живут абсолютно Вне всякого Гражданского Обихода. У них Не только Нет гражданских Мотивов В душе, Но нет и Почвы, На которой Могли бы Вырасти Цивические Чувства. Возведите Понятие Санпатуи В куб, И вы Получите Отдаленный Намек На эту Психологию С совершенно Атрофированным Нервом Патриотизма. Сноска Санпатуи Французский Безродные. Отсюда Глубочайший Эгоизм, Самодовольная Тупость, Полное Отсутствие Стимулов К общественной Жизни, Невежество И, Наконец, Простая Неблаговоспитанность, Всегда Свойственная Среде Потерявшей Прочные Традиции. Таковы Они, Таковы Их Дети. Эдме Была В этой Обстановке, Если позволите Вспомнить Шекспира Словно Белая Голубка Среди Черных Воронов. Сноска Белая Голубка Среди Черных Ворон. Так Ромео Называют Джульетту, Когда Впервые Видят Ее На Балу В Толпе Гостей. Эдме Была Блондинка. Личика Была У нее Миловидная Не Больше. Фигура Тоненькая, Еще Совсем Детская, Очень Грациозная. Одевали Ее Просто, Но Мило. Видна Была Рука Умной Матери, Хороший Вкус И Хороший Журнал Детских Мод. Ее Левантинские Сверстницы, Игравшие Вместе С нею На Той Террасе И В Саду, Не Помню В Какие Игры, Были Почти Все Гораздо Красивее. Притом Это Были Уже Маленькие Женщины И Одевали Их Нарочно Так Чтобы Подчеркнуть Зарождающиеся Женские Линии Сами Девчонки Казалось Об этом Знали И Поглядывали На Мужскую Молодежь Отеля Дразнящими Взглядами В Этом Антураже Эдме Казалось Воздушной Существом Высшего Разряда Она Резвилась Гораздо Искреннее Своих Подруг С Гораздо Большим Увлечением Потому Что Не Думала В Изящнее Сдержаннее Всех Более Шаловливо Но Не Так Крикливо И Не Так Риска В Движениях Чувствовалось Хорошее Воспитание Всосавшееся В Самую Кровь Глядя На Нее Я Поверил В То Во Что Никогда Не Верил Что Действительно Бывают Вполне Нормальные Здоровые Даже Умные Девушки Которые Созревают В Спокойном Неведении Недоступные Система Воспитания Сложившаяся В течение Столетий Проверенная Опытом Многих Поколений Так Направила Их Мысль Что Она Сама Собой Инстинктивно Отскакивает От Точек Которых Опасно Касаться Эти Девушки Созревают Не Замечая Своего Созревания Бури Переходного Возраста У них Где-то В сфере Подсознательного Они Растут В Здоров Безмятежности Нечто Предчувствуя Ничего Не Сознавая Ни О чем Не Любопытствуя Такую Будет Эдме Но И тогда Она Была Уже Не Ребенком Я Это Заметил Сравнивая С Ее Младшей Сестрой Которой Было Лет Десять Та Иначе Обходилась С Мальчиками Во Время Игры Более Запросто Более Беззаботно И Сама Еще Была Неуловимо Похоже На Мальчика Эдме Уже Несколько Сторонилась Молодым Людям Отеля Она Еще Кланялась Первая И Не Обижалась Когда Они Говорили Ей Ты Но Я Видел Что При Встрече С Существом Другого Пола В ней Уже Что Инстинктивно Настораживалась Подбиралась Подтягивалась Она Этого Не Сознавала Но Я Это Видел Великое Притяжение Первые Признаки Которого По Странной И Мудрой Воле Природы Выражаются В Отталкивании Уже Смутно Пробуждалась В Тайниках Души Недоступных Ее Собственному Взгляду Фигура У нее Была Еще Совершенно Детская Но Жесты Походка Манера Когда Она Нагибалась Подымалась На Цыпочки Останавливалась На Бегу Все Это Уже Было От Девушки Когда Я Узнал Ее Ближе И Присмотрелся К ней Мне Пришло В голову Что Это Быть Может Самая Красивая Пора В Развитии Женского Существа Конечно Не У Всех Женщин Есть Веди Знаменитый Тип Девочки Подростка С Красными Руками И Угловатыми Манерами Впрочем Поверьте Мне Чем Дальше На Запад Чем Выше По Культурной Лестнице Тем Реже Он Попадается Но Есть Натуры У Которых Этот Перелом Совершается Без Резкости Как Бы Внутренне Под Кожей У Таких Натур Возраст Подростка Самый Обаятельный Самый Поэтический Самый Благоуханный Я Вообще Того Мнения Что Заря Лучше Утро И Полудня Апрель Лучше Мая Именно Там Где Незаметно Совершаются Загадочные Переходы Великой Тайны Веяние Бога Пролетающего Мимо С Волшебной Палочкой В руках Там Душа Твоя Смутно Угадывает Мириады Дивных Возможностей Из Которых Вероятно Ни одна Потом Не Осуществится Три Прекрасные Вещи Создал Бог Детство Юность И Женщину Вдумайтесь Как Возвышенно Красив Должен Быть Момент Когда Эти Три Прекрасные Вещи Сплетаются Воедино Когда В душе И теле Женщины Совершается Перерождение От детства К юности Если Боя Не боялся Что Вы Меня Примете Гот Бевара За Любителя Парадоксов Я Бы Сказал Что Женщина Собственно Говоря С 14 Лет Начинает Стареть Сноска Гот Бевара Немецкий Избави Бог Впрочем Может быть Это Все Объясняется Тем Что Я Старый Убежденный Холостяк Слишком Мало Женщин Видавший На Своем Веку Может Быть Как Хотите Но Это Мое Мнение И При Нем Я Остаюсь Мы Подружились Перед Завтраком Когда Дети Переставали Играть Эдме Приходила Ко Мне В Сад Еще С Куклой С Рсо Или С Как Алкой В Руках И Мы Начинали Беседовать Она Говорила И Как Дитя И Как Женщина Болтала Она Обо Всех Пустяках Детской Жизни Об Играх О Пансионе Мило И Чуть Чуть Сплетничала О Своих Подругах Здешних И Школьных Об Их Семьях И Гувернант Передавала Свои Проказы Чрезвычайно Тонкие Грациозные Хорошего Тона Проказы И Вдруг Переходила К Серьезным Вопросом О Добре О Зле О Боге Однажды Она Мне Рассказала Свои Мысли Об Эгоизме Ее Мисс Уверяет Что Человек Должен Быть Такой Добрый Чтобы Ему Легче Было Самому Умереть С Голоду Чем Не Дать То Разве Это Не Тот Ж Эгоизм Она Сама Эдме Подарила Однажды Девочке В Пансионе Свою Брошку С Сердоликом Потому Что Девочка Ужасно Завидовал Ей И Плакала Но Эдме Совсем Не Хотелось Так Поступить Она Заставила Себя И Потом Сама Всю Ночь Горько Плакала Если Послушать Мисс То Это Еще Не Значит Быть Хорошей А Надо Стать Такою Чтобы Твои Руки Так И Рвались Сами Все Отдать Как Вы Думаете Кто Прав В Другой Раз Оказалось Что Она Сторонница Смертной Казни Казнить Надо Убийц И Политических Преступников А Кроме Того Таких Мужчин Которые Покидают Жену И Детей Ради Новой Любви Она Не Понимает Как Можно Примириться С Изменой Когда Ей В Пансионе Изменила Подруга Эдме С ней Перестала Говорить И Никогда В Жизни Уже Не Помириться Со Своего Младшего Брата Андре Она Взяла Клятву Что Если Когда Нибудь Муж Ей Изменит Она Вызовет Андре Телеграммой Из Сингапура Где Он Тогда Будет Консулом И Он Убьет Того Человека Но О Чем Бы Она Ни Говорила О Лукене Который Убил Императрицу Елизавету Или О Своей Подруге Клео Которая Ужасно Прожорлива Она Себя Держала Как Взрослая Сноска Луиджи Лукене Убийца Австрийской Императрицы Елизаветы Содержание Беседы Могло Быть Ребяческим Форма И Манеры Говорили О том Что Передо Мною Женщина В Чем Это Проявлялось Я Не Могу Точно Определить Ужен Эсак Сноска Ужен Эсак Что Бог Знает Что Раз Ко Мне Приехали Два Господина И Провели На Острове День Я Их Познакомил Седме И Они Вынесли Тоже Впечатление Она Не Дичилась А Просто Сначала Присматривалась И Только Отвечала На Вопросы Но Потом Разговаривалась И Получилось Впечатление Что Это Маленькая Умная Хозяйка Занимает Свой Салон Она То Шутила То Становилась Серьезно Загадывала Нам Загадки Расспрашивала О России Мои гости Были Ваши Соотечественники Рассказывала О Городе Где Папа Был Консулом Старший Из Моих Гостей Был Седой Старик Когда Смеркалась Она Спросила Не Сырали Не Принестили Ему Плед Но Другой Был Молодой Человек Лет Тридцати Семи С Красивой Бородой Я Заметил Что Она Несколько Раз Внимательно Скользнула По Его Лицу Глазами А Вообще Держала Себя С ним Как То Осторожнее Чем С нами Избегала Прямо К нему Обращаться И На Его Вопросы Отвечала Короче И Голос Ее Тогда Звучал Замкнуто Через Неделю После Эдме Пришла В сад Без Куклы И Сэр Сой Сказала Мне Что Завтра Они Уезжают Мне Стало Невыразимо Грустно И до Того Грустно Что Я Мысленно Разбронил Себя Что Такое Как Не Стыдно С Одной Стороны Мне Все Таки Пятьдесят Два Года Не Мог Влюбиться В эту Девочку С Другой Стороны Я Все Еще Не Так Одрех Лел Как Во Время Она Царь Наш Давид В Котором Только Теплота Чужой Юности Могла Поддерживать Биение Жизни Так Я Себя Уговаривал Но Сердце Мое Болело И Эдме Прочла Это По Моему Лицу Она Вдруг Стихла И Пристально Не Отводя Взора И Не Мигая Смотрела Мне В Глаза Ее Синие Глаза Совсем Потемнели Одно Мгновение Мне Казалось Что Из-под Ее Ресниц Побегут Слезы Еще Одно Мгновение Мне Казалось Что Она Станет Коленями На Скамью И Кинется Мне На Шею Но Она Не Заплакала И Не Кинулась А Только Тихо Почти Не Осязаем Положила Голосом Женщины Которая Все И Давно Поняла Я Тоже Буду Тосковать О Вас Мой Единственный Друг На Принкипа Признаюсь У меня Было Движение Поцеловать Ей Руку Но Я Вовремя Опомнился Я Уверен Что Она Бы Не Удивилась Но Я Сам Почувствовал Что Нельзя Я Даже Не Погладил Ее Волос Я Проглотил Что Такое Разве Я Ваш Единственный Друг На Принкипа Эдме А Подруги Ваши По Играм А Клео И Тогда Она Мне Ответила Буквально Следующее Эти Слова Что Называются Еще Звучат В Моих Ушах Я Однако Начинаю Колебаться Передать Ли Вам Их Мне Теперь Только Пришло В голову Что Вы Из Них Сделаете Свои Излюбленные Выводы Впрочем Так И Быть Знаете Роман Знаете И Развязку Она Ответила Буквально Следующее Ах Клео Знаете Ведь Она Еврейка Этим Все Сказано Я Вообще Зато Не Люблю Принкипа Что Тут Всегда Масса Евреев Они Такие Вульгарные Я Не Вы А Вы Конец Рассказа Эдме Читал Марк Чульский Массачусет Соединенные Штаты Америки Рассказ Гун Из собрания Ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись Сделана Для проекта LibriVox И является Общественным Достоянием Гун Поезд Из Парижа В Бордо Экспресс Ползет Довольно Медленно Сыро Мрачно Неуютно Окна Исцарапаны Брызгами Косого Дождя От всех Пассажиров Пахнет Мокрыми Зонтиками Не хочется Снять пальто Как и сидишь Морщась На весь мир Состав Состав пассажиров Обычный Дама Которая Вяжет Трико Для солдат Две Девицы В трауре И пожилой Потом Тема Менеется Он Начинает Рассказывать Ужасы Надо Отдать Справедливость Он Рассказывает Ужасы И про Немцев И про Бельгийцев Очевидно И те И другие С большой Примесью Мифологии Немцы Вешают Бельгийских Велосипедистов За волосы И подпаливают Им ноги Бельгийские Женщины В Н Топили Сало И лили Его В кипящем Виде На голову Немецким Солдатам И так далее Станция Кто-то Выглядывает В окно И говорит Смотрите Вуадебош Вот немцы Мы все Жмемся К окну И смотрим На пленных Их около Сорока Все раненые Но очевидно Уже Выписанные Из госпиталя Держатся Довольно Бодро Но на публику Не смотрят Если бы Не перевязки Они были бы Очень похожи На группу Арестантских Рот Какие у нас В провинции Иногда Починяют Мостовую И сероватое Платье Такого покроя И в особенности Бесцветная Фуражка Без козырька Лица У большинства Мужицкие Но есть Несколько Человек В пенсне Интеллигентного Вида Большую часть Их усаживают В специальный Товарный Вагон А для других Вероятно Послабее Отводят Несколько Купе В третьем Классе И туда же Садятся Два французских Солдата Еще во время Сражения На Марне Теперь Их эвакуируют На юг Его тоже Переводят Заведовать Большим Госпиталем На юге В его лице Есть что-то Для меня Знакомое И он тоже Смотрит На меня Морща лоб Для укрепления Памяти Наконец Мы решаемся И говорим Друг другу Вы? Много лет Тому назад Мы познакомились В Монтелье Жили в одном Пансионе Делали вместе Экскурсии В Сетт И в Ним Он был тогда На последнем курсе И при мне Женился на русской И мы разговариваем О счастливом времени Которое было Когда-то Давным-давно В незапамятной Древности Когда люди Не воевали Пуатье Он выскакивает Посмотреть Своих раненых Я выхожу Размять ноги Он подымается На подножки Заглядывает В окна И спрашивает Все ли в порядке Потом влезает В товарный вагон И отдает Там какие-то Распоряжения Когда он Выходит Я прошу Милый человек Позвольте Мне поговорить С вашими немцами Пожалуйста Отвечает он Только придется При мне Вы ничего Не имеете против Кроме того Говорите с ними По-французски И если будут Спрашивать Военные новости Отвечайте Неопределенными Фразами Разве они Говорят По-французски Некоторые Говорят А остальные Право Неинтересны Один Даже Не дурно Говорит С ним Я вас И познакомлю Чуть на тот Свет Не отправился Штыковая Рана В животе На силу Отходили Мы садимся В вагон Третьего Класса Отделение Состоит Из трех Поперечных Купе В каждом Купе Двери С обеих Сторон Прямо Наружу Сообщения Между Купе Нет Но Перегородки Невысокие Только Аршина На полтора Выше Сиденья Два Солдата Сидя В разных Купе Могут Озирать Всю Свою Паству В крайнем Сидит Фельдшер И два Немца Сюда Мы И входим Один Из немцев Занимает Половину Скамьи Вытянув Раненую Ногу С огромной Забинтованной Ступней Его Глаза Закрыты И когда Мы входим Зажмуриваются Еще Плотнее Другой Беседует С фельдшером Бинтов На нем Нет Он В роговых Очках Худой Долговязый Лет Тридцати Пяти Чуть-чуть Рыжеватый С маленькой Редкой Прилично Подстриженной Бородкой Снять бы С него Эту Арестантскую Шапку И невольно Скажешь Гутен Таг Херр Доктор Он Оказывается И действительно Доктор Философии В свое Время По близорукости Был освобожден От военной службы И теперь Пошел Добровольцем Он Отвечает Очень охотно Приветливо Даже Немного Улыбается Говорит По-французски Точно Только Ужасно Осторожно Словно Несет На ладони Очень полный Стакан воды И боится Расплескать Акцент Самый Саксонский Ба Вместо Па И Душур Вместо Тужу Пленные Из других Купе Поднимают Головы И Заглядывают Через нашу Перегородку Но Оба солдата В унисон Кричат На них Хап И Головы Скрываются Доктор Философии Очень Тактичный Человек В его Положении Уметь Держаться Знать Меру И Он Му Моя И Знать Когда Майор Нас Познакомил Я Не Знал Подать Ли Руку А он Спокойно Привстал И Поклонился Держась Правой Рукой За Ременной Поручень У Окна И Тем Дал Мне Понять Что Здороваться За что и у меня прошла неловкость вероятно он уже привык к любопытству чужих людей да говорит он я знал много русских в галле у меня даже были приятели из их среды вы живете в галле нет я там учился это было уже давно живу я во франкфурте на майне вы может быть слышали что во франкфурте с этого года открыт университет я прибавляет он скромно я хлопачу там о децентуре и имею некоторые шансы все это сказано в настоящем времени живу хлопачу имею шансы маленькая интернет со с войной и пленом очевидно не в счет какой предмет вы предполагали читать я собственно специалист по неороманской филологии мне вероятно предоставят пока читать курс по истории средневековой латыни конечно не обязательный но в будущем я надеюсь взять историю французского языка оказывается его конек диалекты франции оказывается у них во франкфурте есть фрейн для изучения романских наречий в журнале этого фрейна он поместил и от статей и он добросовестно перечисляет диалекты о коих трактовал в упомянутом журнале вудуа волон даст он что ж теперь в лье же вы могли практически познакомиться с волонским наречием говорю я не подумавши и только потом когда уже сказано соображаю что фраза это похоже на насмешку или упрек и неуместно в обращении к раненому пленному но он не видит в этой фразе ни насмешки не упрека и радостно кивает головой да да вообразите раньше я ни разу не был в бельгии ездил специально в лозанну и в лангедок а бельгию все откладывал мне действительно было любопытно слышать волонское наречие он улыбается самому себе и со смаком произносит лидж знаете по-волонский льеж называется лидж и спокойно неторопливо с уверенностью что каждого порядочного человека это не может не интересовать он сообщает мне что в волонском наречии имеются два звука характерные для английского языка дж и w они произносят валон как валон эти два звука были свойственны и языку французских норманов а потом после битвы при гастингсе занесены были ими в англию и там привелись у меня вертится на языке вопрос неужели об этом он думал проходя по бельгии но тут у него делается грустное выражение лица ему видно жаль бедной бельгии и он это высказывает со вздохом к сожалению портится волонская речь даже в деревнях близ самого шарлеруа не только дети но и старики употребляют масса французских оборотов и лицо его делается еще грустнее и он заканчивает вообще боюсь что все французские диалекты вымирают за одним исключением провансальский держится более или менее прочно и тут его лицо озаряется почти блаженством ах какой чудесный язык майор который все время сидел молча сам родом с устьевроны да подтверждает он задушевно красивый язык помните обращается он ко мне помните как я вам когда-то в монпелье декламировал о магали матан томадо мете латеста о фенестрон сноска магали моя отрада слышишь льются звуки скрипки строки из поэмы фредерика мистраля мерео перевод с провансальского иннокентия анинского лицо доктора философии принимает выражение мягкого восторга мистраль это говорит он был поистине великий поэт он по таланту не ниже ленау первые четыре песни мерео достойны сравнения с гомером или с библией и он спрашивает майора помните вы сцену как прекрасная мерео собирает вместе с финсеном тутовые листья помните сцену посиделок помните описание овечьего стада и он цитирует целые строки на языке подлинника во дни оны когда майор был студентом и декламировал магали в его устах этот язык действительно звенел как стрекотание кузнечика в траве опаленный солнцем но в устах нашего саксонца это музыка точильного колеса я еще выражаюсь вежливо однако я вижу что майор тронут но и память же у вас говорит он с завистью я только одну песню про магали помнил из всего мистрали да и ту забыл постойте как это там о магали если ты станешь розой немец стрет лоб указательным пальцем и досказывает конец строфы и вот они оба начинают вспоминать помогая друг другу песенку про магали магали была капризная красавица влюбленный юноша поет у нее под окном аубадо серенаду на заре а она и слушать его не хочет выгляни в окно умоляет он звезды побледнеют когда увидят тебя а она его гонит прочь и грозит если ты не уйдешь я нырну в воду и стану рыбкой а я стану рыбаком и поймаю тебя а я улечу пташкой в самое небо а я стану птицеловом и поймаю тебя а я говорит магали пока силком за птичкой чуткой ты будешь красться весь в пыли я обернусь цветком малюткой в густой траве степной земли что ж если станешь магали ты незабудкой тогда росинкой стану я и ты моя если так магали станет тучкой и улетит в америку а он станет ветром и унесет ее тогда магали станет солнечным лучом умчусь я к солнцу под охрану чтоб стать лучом его огня да магали стань светом дня я змейкой стану на солнце греется змея и ты моя нет спасения для магали если она станет луной он станет туманом лавейо невло чудесным туманом и обнимет ее если она превратится в розу он обернется мотыльком и поцелует ее она станет дубом а он плющом магали в отчаянии она хочет прибегнуть к последнему средству так в монастырь моя дорога туда уйду от суеты чтоб жить вся в белом тихо строго среди молитв и чистоты о магали хоть станешь ты невестой бога святым распятием стану я и ты моя магали не сдается магали умрет но не сдастся нет если б хитрость или сила в мой монастырь тебя ввели увидишь гроб и дым кодила и крест и насыпь из земли о если скроет магали тебя могила сырой землею стану я там ты моя и тогда наконец магали сдается постой я выйду на крылечко чтоб не услышали они возьми хрустальное колечко не позабудь не обмани о магали восклицает счастливец приемля драгоценный дар а между тем пока он за ней угнался взошла заря и он лукаво говорит теперь взгляни мое сердечко как побледнел весь звездный рой перед тобой оба морщат лоб труд его пальцами подсказывают друг другу прелестная песенка действительно одна из лучших идиллии мировой литературы как будто у меня на глазах рождается заново из творческих усилий этих двух странных сотрудников я сижу слушаю и дивлюсь только не стихам мистер раля конечно наконец они кончили работу почти вспотев и оба очень довольны особенно доктор философии он рад был новому случаю послушать настоящий провансальский выговор он заставлял майора повторять отдельные слова и даже добросовестно повторял их за ним на свой лад теперь он приветливо смотрит на меня поблескивая очками точно уделяет и мне частицу своего полного удовлетворения я задаю ему казенный вопрос доволен ли обращением и уходом он дает казенный ответ ничего все в порядке еще две такие реплики без интереса и на ближайшей станции мы выходим когда мы на перроне и отошли от вагона раненых майор останавливается разводит руками ударяет себя поляшком и спрашивает но черт побери объясните это он который все это носит в голове он который как мог этот человек поймите луэн льеж библиотеки церкви женщины объясните мне это бедный майор выражается неясно он от волнения потерял дар связной речи со своей стороны не могу я ничего ответить пожимаю плечами и мы усаживаемся обратно в свое купе конец рассказа гунн газета русские ведомости 1 ноября 1914 года читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки Рассказ Завоеватель из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием Завоеватель всего 18 минут ползет поезд из Перея в Афины но за 18 минут можно припомнить очень много столько что и за час не напишешь против меня в вагоне сидел господин уже солидно пожилой но хорошо сохранившийся белокурый сероглазый в тирольской шляпе и коротких штанах спортсмена явно из вены и бесспорно камивая жор черты лица энергичные отчетливые такое лицо что раз увидишь и 13 лет не забудешь дело в том что я действительно видел его 13 лет тому назад и тоже в этих местах тогда ему было лет под 40 но годы почти не отразились на нем с малым усилием я даже имя его припомнил хер густав квада вспомнил и его забористое зернистое венское наречие неттехольштад веселая компания вместо гизельшафт фэшис мэдель фиддлер бэрш шикарная барышня веселый парень вспомнил даже какой он партии христианский социалист и личный поклонник доктора люэгера херр квада однако меня не узнал и я не нашел нужным обеспокоить его возобновлением нашего знакомства вместо того замелькали у меня в памяти разные мелочи первой нашей встречи и сложились в выпуклый образ не вполне уверен стоит ли рассказывать ведь это письмо военного корреспондента а та первая встреча случилась много лет назад и сама по себе ничего общего не имела с международными осложнениями а с другой стороны не так уж дико было бы сказать что херр квада пожалуй и есть настоящая причина этой войны вопрос спорный судить не берусь познакомились мы на пароходе из конеев перей у нас была с ним общая каюта путешествовать в непосредственной близости с камевояжером не всегда удобно зато иногда очень удобно именно если вы ему понравились пока вы ему не понравились он будет вас притеснять он займет лучшее место он взгромоздит свой чемодан с образцами на шляпную картонку вашей спутницы а ноги положит на вашу газету но как только вы ему понравитесь мгновенно обнаружится что это за славный малый и что за бесценный попутчик он знает множество забавных анекдотов умеет показывать потрясающие фокусы если попросить или без того он прищурив один глаз и воззрясь другим точно скажет вам и ваш возраст и чем вы занимаетесь в кармане у него великолепный энциклопедический нож с тремя лезвиями с вилкой ложкой ножницами ногтечисткой зубочисткой уховерткой штопором и крючком для пуговиц в другом кармане портфельчик с нитками трех цветов и с иголками и с английскими шпильками все у него есть и все у него так тщательно продумано и так ловко пригнано что одно созерцание радует душу провизии у него в особой корзиночке с ремешками отделениями и полным приданым посуды а подобрана и выложена так что и сытый взглянув тут же на месте похудеет от сладостного голода и недолго придется худеть ибо он несомненно сейчас же с фамильярным радушием пригласит вас к участию в трапезе вообще предоставит себя в ваше распоряжение искренно и всецело себя и свои припасы ножики зубочистки свой громадный опыт и свое бездонное савуа фаре способность разбираться мне больше всего импонирует именно эта последняя черта настоящий прирожденный камевояжор от небес одарен изумительным чутьем реальности умением точно и легко проделывать вещи которые для нас беспочвенных словно садуанчика сдутых интеллигентов немыслимый он сразу видит способен ли данный кондуктор за полтину продуцировать необитаемое купе или неспособен по выражению спины извозчика он чувствует бодра ли его лошадь или устала он знает цену всякому предмету и потому торгуется так кратко и метко что самый внушительный приказчик растеряется и сдастся ему с первого выстрела интер докторес между понимающими где я особенно дивлюсь его безошибочной догадке и совершенству исполнения это в тот самый критический из моментов бытия что для нас простых смертных равносилен пытке я разумею отъезд из гостиницы шествия сквозь строй кокетливых горничных и величественных лакеев мы с вами в такие минуты трепещем теряем голову разоряем себя и семью и все-таки сознаем что не купили уважения но полюбуйтесь на него раз два и готово и все довольны особенно он сам ибо истратил вы четырежды меньше чем мы с вами и еще в придачу ущипнул горничную формальность которую мы с вами упустили лучшее что можете сделать это отдаться под опеку на весь остаток пути довериться же ему можно смело если конечно вы не торгуете случайно тем же самым товаром что и он хэр квада торговал кожаными изделиями а я нет поэтому я ему понравился и он меня усыновил его тронула моя тогда еще неопытная молодость и всю дорогу он не только направлял мои стопы в смысле практическом но и вообще заботился о моем образовании я ему и поныне благодарен никогда не забуду что на судах пароходства попадаки нет смысла платить за стол в кассу агентства надо просто поговорить на палубе с экономом он показал мне какой толщины должен быть кусок колбасы дабы бутерброд сохранился не издавая никаких эманаций помимо чесночной сорок восемь часов учитывая при сем температуру августа и сороковой градус северной широты все при нем выходило дешевле и удобнее но еще бесконечно больше благодарен я ему за другое он учил меня наблюдать я этим не хочу сказать что научил но он пытался научиться таким вещам нельзя я думаю что это у людей от рождения р квада был так устроен его глаза нос уши весь организм и сам мозг так очевидно прилажены чтобы ни одному впечатлению не дать пройти незамеченным словно и для этой функции была у него особая корзиночка и в ней система бесшумная верная и непогрешимая он мне сказал на пароходе будто умеет свободно говорить по-гречески но в перее на таможне вышли у него какие-то затруднения с содержимым профессионального чемодана и тут обнаружилось что он ни звука по ихнему не знает и должен выпутываться из беды на очень дырявом французском языке соврал брезгливо подумал я таможенные эллины что-то говорили между собою с явным негодованием указывая на него и на кожаные образцы в чемодане а он только хлопал глазами и спрашивал ко что по-французски наконец однако все как-то уладилось и мы в предшествии носильщика с багажом выпущены были на площадь семь извозчиков подлетели к нам в порыве состязательного красноречия которое мне напомнило смирну родос и колофон и херквада сейчас же вступил с ними в перекрестный торг самый подлинный сюсюкающий греческой скороговоркой когда мы поехали я спросил что же вы не заговорили по-гречески с таможенными полчаса мы там потеряли даром он ответил даром ничуть я всегда в таких случаях притворяюсь глухонемым это зачем а чтобы они начали сердиться а это зачем чтобы стали меня ругать в моем присутствии а это зачем так учится узнавать людей в афины мы прибыли поздновато и вышли из гостиницы уже затемно у него на тот вечер было назначено с кем-то деловое свидание на улице уже мало было народу но единичные прохожие встречались он шел очень уверенно но вдруг сказал надо бы спросить где переулок такой-то идем мы правильно только вот не знаю который из поворотов так спросите давно бы спросил но мы еще не нагнали никого кто шел бы в том же направлении все прохожие как назло идут нам навстречу вот и еще один идет навстречу спросите его что за разница большая разница который идет навстречу ответит и пойдет своей дорогой который идет в нашем направлении с тем можно разговориться так вскоре он попрощался со спутниками и приказал и приказал мне подождите четверть часа в той кофейне напротив точь в точь через пятнадцать минут он явился сел и произнес одно слово кофе не выкрикнул а просто произнес обычным своим разговорным тоном и ни к кому в отдельности не обращаясь да и ни к кому было обратиться единственный половой как раз за минуту до того вышел и все же как то так прозвучало это слово что ясно было даром оно прозвучать не могло настолько ясно это было что величаво скучающая девица восседавшая с видом отсутствия по ту сторону прилавка за стеклянными колоколами пирожного фиников и рахат лукума нерешительно зашевелилась встала и самолично подойдя к боковой двери позвала полового и опраки эр квада проводил ее глазами и сказал мне фэша смадель племянница хозяйки кофе ему подали и мы пошли обратно в гостиницу видите вот тот большой дом с башенкой спросил он вижу принадлежит вашему земляку грек но из одессы привезли привезли туда ребенком чистил сапоги потом занялся контрабандой разбогател вернулся в афины построил две гимназии одну здесь одну в по трассе построил этот дом а в прошлом году выдал младшую дочку за товарища министра и приданого отвалил сто тысяч ловкий народ эти греки откуда вы это все знаете солдат сказал я подумал про себя ловкий народ эти венцы с минуту он молчал а потом вернулся к первой теме фешес медаль та хозяйкина племянница почему племянница босяк сказал хорошая фигура хотя колени кривые только жаль плохо кончит я невольно остановился от изумления точь в точь как доктор ватсон друг шерлока холмса колени юбки тогда носили длинные до пола и девица из-за прилавков всего только раз и прошла перед нами шагов пять до двери не больше всегда смотрите женщине на носки объяснил он поучительно если она ставит носки врозь значит ноги правильные а если нет значит кривые ноги икс или о допустим но почему плохо кончит всегда смотрите женщине на носки повторил он бедная девушка за прилавком в дешевой кофейне а чулки на ней прозрачные каблуки вершковые и туфли стоят двадцать семь драхм пятьдесят лепто пара ясно чем она кончит но долго брел я за ним молчаливо девясь наконец робко спросил скажите вы ведь продаете винер ледерварен венские кожаные изделия чего ради вы тратите время и внимание на таможенных на грека из одессы на хозяйкину племянницу салернтман делойте кенн ответил хэр квада теперь тринадцать лет спустя сидя против него в вагоне я сообразил что он был прав прошу заметить что я здесь передал только события одного вечера и то не все когда мы пришли в гостиницу он сообщил мне что горничная нашего этажа проявляет к нему благоволение но что он не решается ответить ей взаимностью так как у молодого человека из номера тридцать седьмого ячмень на глазу но он наблюдал подмечал запоминал и по утрам и в полдень и ночью все отправления его сознательной жизни приспособлены были к этой функции незримого аппарата печатавшего моментальные снимки со всего что попадало в поле его зрения в наше военное время есть у этого типа готовое нарицательное имя немецкий шпион но я не согласен конечно ежели родина того потребует херр квада с радостью предоставит к услугам австрийской разведки все архивы своей памяти все свое поразительное знание людей мест отношений но никогда не был он шпионом он замечал просто так как соловей поет и роза благоухает это было искусство для искусства если он этим и служил кому бы то ни было сознательно то своей фирме а не главному штабу вооруженный духовным своим кодеком он победоносно шествовал по балканам завоевывая ближний восток для кожаных изделий вены я готов присягнуть что никакой другой цели у него тогда не было и все же эр квада в этой войне далеко не постороннее лицо весь пожар этот возник из соперничества за рынки востока и пред лицом этого факта вопрос о том был ли он шпионом мелочь в судьбах мира сего эр квада сыграл роль бесконечно более решающую на востоке и на западе миллионы губят друг друга а причина тому он эр квада завоеватель конец рассказа завоеватель газета русские ведомости 12 апреля 1915 года читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки а рассказ господина а б из сборника ранних рассказов владимира жеботинского эта запись сделана для проекта librivox и является общественным достоянием рассказ владимира жеботинского рассказ господина а б господин а б состоит в лондоне корреспондентом небольшой провинциальной русской газеты он говорит недурно по-английски и его недавно пригласили прочесть лекцию о России в большом торговом городе слово принадлежит господину а б я согласился доход в пользу раненых солдат из того города отчего же не согласиться и англичане теперь так рады всякому слову о России я правда не оратор и Россию то знаю только поверхностную городскую но во всяком случае так как я читаю русские газеты а англичане их не читают то можно составить приличную лекцию особенно если ее заранее написать и дать знакомый корректорше на просмотр я согласился представлял я себе при этом что лекция будет как лекция часть публики придет послушать а часть публики останется дома или разбредется по кинематографам председательствовать будет скромный председатель благотворительного общества в пользу которого я читаю две-три газеты пришлют репортеров и напечатают отчет в три строчки слушатели похлопают а я прямо на поезд и утром буду в лондоне я согласился вдруг за неделю до лекции я получил от секретаря благотворительного общества большое письмо на машинке там подробно излагалось когда я должен приехать и когда уехать и как я там проведу время оказалось так в час дня завтрак в торговой палате под председательством ее выборного главы лорда м от трех до шести осмотр заводов муниципальных и других и поездка в военный госпиталь в семь часов обед у городского головы в восемь часов лекция меня утороп взяла причем тут палата лорд заводы и городской голова я написал секретарю что все это очень лестно и мило но ведь я маленькое частное лицо смиренный газетчик никого и ничего не представляю никаких прав на чествование не имею прежде однако чем это письмо дошло до него я получил от него второе он просил прислать мой портрет для газет если можно в национальном русском костюме кроме того он просил меня прислать программу лекций для напечатания в газетах а чтобы избавить меня от лишнего труда он прилагал тут же примерную программу добавляя что если не будет с моей стороны возражений он сдаст ее редакциям я успел только заметить часть 2 дух русского народа вера престол отечество древняя и новая слава казаков великие полководцы от суворова до николая николаевича очнувшись от обморока я помчался на телеграф и послал депешу в три страницы и вот я приехал встретил меня секретарь человек очень милый сожалел о недоразумении сказал что совсем вычеркнуть программу было неудобно но считаясь с моим желанием он ее напечатал в сокращенном виде я уж порешил лучше не смотреть что там сказано зачем себя даром расстраивать раз это непоправимо мне только попалась на глаза одна строчка мистицизм русской народной души с ужасом вспомнил что ни разу в жизни еще не прочел ни одной строчки по богоискательству откуда вы все это взяли спросил я у секретаря слабым голосом человека который добит которому все на свете все равно он посмотрел на меня удивленно выражая всем лицом своим убеждение что россии именно так полагается читать а не иначе но опять любезно говорил что сожалеет о недоразумении однако пора было бриться и надевать визитку и мы поехали в торговую палату вообразите завтрак в парадной зале огромного дворца на 80 персон все персоны местные купцы мне потом объяснили что они вместе представляли капитал в сто миллионов фунтов или больше самому младшему было лет пятьдесят когда мне их представляли так точно не меня им а их мне я расслышал несколько имен фабрикантов которые даже в россии известны каждому покупателю бывающему в хороших магазинах представлял сам лорд м старичок с огромной репутацией финансиста и миллионер в интересах справедливости должен отметить однако что было два исключения епископу и городскому голове он представил меня они их обоих мне ибо даст там был и голова и епископ вы вникните я получаю по военному времени три рубля за телеграмму с правом посылать не больше трех телеграмм в день и в типографии нашей газеты еще даже нет ленотипов за завтраком я сидел по правую руку у лорда председателя городского голову посадили слева от председателя а епископа рядом со мной справа у епископа было милое милое лицо но я никогда в жизни не разговаривал с епископами и даже не знаю как сказать по-английски ваше преосвященство лорд м по моему два раза покосился посмотреть как я держу нож и вилку но эти правила я уже заучил нож и вилку надо держать легко тремя пальцами как можно ближе друг к дружке а локти должны быть тесно прижаты к талии если нужно положить вилку и ножик хотя бы на минуту надо класть целиком на тарелку они так чтобы зубья были на тарелке очеренок на скатерти вилка должна быть все время тылом вверх и воткнув ее в кусочек мяса надо прилепить к нему ножом капельку пюре капельку горошку капельку всего прочего что есть на тарелке изваять небольшую но плотную аккуратную артистическую бульбу содержащую в себе микрокосм питательных веществ и отправить ее в рот лорд очевидно удовлетворился и тихо сказал мне первый тост будет за короля тогда все встанут и вы тоже встанете второй тост будет за нашего гостя то есть за вас и все встанут а вы не вставайте и вот он встал сделалось тихо он поднял бокал и кратко заявил джентльмены король хотел бы я быть королем в англии есть два рода величия праздничная и будничная первая не любит показываться в люди кроме как по исключительным случаям в торжественной обстановке издали слишком частое соприкосновение с толпой опасно для его престижу попросту говоря она боится надоесть публике но есть великие вещи которые будничный и вместе с тем никогда не могут надоесть как хлеб вода и воздух это то и есть я думаю настоящее величие король в англии страшно будничное учреждение не только пьют за его здоровье на всех обедах где пьют вообще чьё-либо здоровье на каждом конверте из участка или почтового отделения напечатано служба его величество и в каждом кинематографе каждый вечер в 11 часов на экране появляется его портрет как сигнал что теперь конец и публику просят идти в освояси но надо слышать как восемьдесят персон восемьдесят пожилых фабрикантов и купцов кричат хип-хип урей негромко истово основательно с глубоким убеждением с тем спокойным тоже будничным энтузиазмом которому нет износа после короля пришла моя очередь лорд мой опять поднялся вытащил из кармана бумажку и стал читать мне речь да читать должен даже признаться что бумажка содержала 4 страницы на ремингтоне сначала он описал размеры россии ее население назвал главные города остановился на важнейших предметах вывоза и вывоза указал на горячее желание англии завязать тесные торговые отношения с доблестным и могучим союзником упомянул с удовлетворением об интересе к изучению русского языка проявившимся за последнее время всюду в англии и в частности также в этом городе но при этом к его глубокому сожалению он не мог скрыть от почтенного гостя той прискорбной истины что главное препятствие к развитию торгового сближения заключается в высоте русских таможенных ставок которые они вынуждены назвать почти запретительными а потому он выразил надежду что после войны русские тарифы будут пересмотрены в интересах обеих держав на основании всех вышеизложенных соображений он предложил поднять бокалы за уважаемого гостя и все 80 персон встали подняли бокалы спели хоровую песню и закричали хурэй 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 значит ура куда громче чем для короля так громко что мне почудился звон ста миллионов червонцев и все это в мою честь я понимаю вас на языке вертится слова хлестаков конечно я в это время думал о хлестакове мои глаза открылись и впервые в жизни понял я душу хлестакова хлестаков ничуть не обманщик и ничуть не пустейший человек он просто жертва обстоятельств если вас почему-либо приняли за господина финансово то уж приходится держать себя соответственно хочешь не хочешь нельзя разочаровывать 80 персон делать их смешными в их собственных глазах я почувствовал ясно что если ко мне сейчас подойдет любой из этих седоволосых миллионеров и спросит позволение назвать своего сына рюриковичем я невольно отвечу пусть называется словом я встал и произнес речь высокого государственного значения я удостоверил что россия будет чрезвычайно рада торговому сближению и охотно пойдет навстречу всем чем только можно понизить пошлины я однако отказался ввиду огромной задолженности и особенно ввиду от падения спиртного дохода я указал им что запрещение продажи петей есть лучшее средство повысить платежеспособность населения а тогда это население способна оплатить какие угодно пошлины плюс солидный барыш я напомнил им что немцы ведь не испугались тех самых ставок которые благородный лорд назвал запретительными при этом случае я вообще пожурил их отечески за косность и негибкость их торговой традиции в заключение прибавил что однако экономическое развитие россии будет в значительной мере зависеть от того кто будет хозяином дарданелл и закончил тостом за вечное согласие все персоны захлопали и лорд епископ и городской голова пожали мне руку я уже не хочу описывать как мне показывали заводы и больницу я уже не хочу описывать обед у городского головы где меня посадили на главном месте и где соседка обстоятельно расспрашивала меня о характере и здоровье высочайших из лиц которых я в жизни не видал и даже не точно помню как их зовут не хочу описывать и лекцию достаточно будет одной детали мы вошли в залу не просто а гуськом в виде процессии из двенадцати человек впереди шел епископ он председательствовал на лекции за ним я за мной голова с цепью на шее за головой лорд за лордом еще персоны как только мы показались оркестр заиграл боже царя храни и под эту музыку и гром овации мы гуськом поднялись на платформу конец рассказа господина а б газета русские ведомости 20 ноября 1916 года читал марк чульский массачусетс соединенные штаты америки